Хакаги. Теперь она Хакаги. Как много заключено в этом слове. Куда больше, чем просто забота о жителях деревни и защита всей страны огня. Это не только помощь нуждающимся гражданам в распределении миссий. Титул Хакаги для нее это прежде всего нервотрепка, борьба с противниками политики третьего, бумажная волокита и куча ненужных и нежеланных забот. Кто бы мог подумать, что она, Цунади, когда-нибудь займет место своего деда? Ей всегда казалось, что следующим Хакаги должен стать Джирайя. Третий хотел этого. И скорее всего, так бы оно и случилось, если бы не дурацкое отшельничество, которое привлекало Джирайю, куда больше, чем спокойная жизнь в родной деревне. Хах. Спокойная. Разве жизнь с этим бременем на плечах будет спокойной? Цунади опрокинула содержимое рюмки себе в рот и аккуратно поставила ее на стол так, чтобы Шизуни из соседнего кабинета не могла расслышать характерного стука. В приоткрытом ящике стола заманчиво блеснуло влажное горлышко бутылки. Если чуть-чуть наклониться вправо и вытянуть пальцы, то... Цунади сама, я. Заметив бутылку в руках пятой, Шизуни едва не задохнулась от возмущения. Вы опять пьете на рабочем месте. А ну отдайте. Да она же почти пустая. Когда вы только... От выпитого в голове слегка шумела и клонила в сон. Словно Шизуни взорвалилась болью в висках, и Цунади поспешила прервать ей, Шизуни. Ты уже сгруппировала по командам личные дела генинов? Да, но... Но вам все равно категорически запрещено пить. Запрещено. Кто запретит-то, ты что ли? Ладно-ладно, не буду. Не кричи только. За окном противно трещали цикады, но на то, чтобы встать и закрыть форточку, не было сил. Стоило Цунади наконец оказаться в постели, как тяжесть прошедшего дня, усугубленная сакией общей усталостью, тут же обрушилась на нее, наливая свинцом ноги, руки и веки, делая все тело неподъемно тяжелым. В голове, как назло, было до обидного ясно. Спать совсем не хотелось, вставать и работать тоже. Если подумать, положение, в котором она оказалась сейчас, далеко не самое худшее из возможных. Конечно, это сложнее, чем просаживать деньги и накапливать долговые расписки. Снова ежедневно приходится сталкиваться с ужасающей реальностью, в которой время от времени на заданиях умирают люди чьи-то родные и близкие, но, как бы она ни отрицала, она нужна этой деревне. Может, даже меньше, чем эта деревня нужна ей. Что бы ей ждал там, откуда она пришла? Яркие вывески игорных домов, долги и иллюзии мира Бешинобе, в которой один из лучших медиков страны огня оплачивает свое время у игровых автоматов жизнями неспасенных людей. Цунади крепче зажмурилась в тщетные попытки избавиться от навязчивых образов. Ужасные картины «Призраки войны» всплывали перед глазами, словно кадры кинофильма. С усилием поднявшись, Цунади отыскала на прикроватной тумбочке снотворной и провалилась в спасительный сон, к счастью, без сновидений. Утро нового дня, как и все предыдущие на этой неделе, началось с больничного обхода. В целом, дело не так уж и плохи, большинство пациентов на пути к выздоровлению, остальным уже оказывается помощь. Пожалуй, единственный тяжелый случай, за который действительно стоило переживать, это Рокли. Его состояние после операции не из лучших, но шансы на полное выздоровление есть и, надо сказать, довольно неплохие по сравнению с тем, какими они были до операции. Все это значило лишь то, что находиться в больнице больше не было необходимости. Цунади предстояло вернуться к прямым обязанностям и снова закрыться в тесном кабинете с кипами неразобранных бумаг. Несмотря на насыщенные событиями трудовые будни, время летело быстро. Первые недели в Канухе были сущим кошмаром, но с каждым днем работа в резиденции давалась все легче. С одной стороны, Цунади до сих пор казалось, что она только вчера вернулась в Канаху и приступила к работе, но с другой, сделанного было так много, что за всеми этими договорами и советами она уже успела забыть, когда в последний раз ходила в казино. Теперь, когда Цунади свыклась с новым ритмом жизни, должность Хакаги не казалась таким уж наказанием, а в какой-то мере даже приносила удовольствие в виде редких, но оттого еще более притягательных свободных вечеров. Сложно передать то особое чувство, которое возникает в конце трудовой недели, когда в руках маленькая стопка Саки, за окном тягучие облака, а впереди еще несколько спокойных часов. Цунади задумчиво смотрела в окно резиденции, за которым клубились грозовые тучи. Этой ночью один из генинов покинул деревню. Наспех сформированный отряд еще на рассвете отправился за ним, но вести пока не было. Нехорошее предчувствие не отпускало Цунади. Она безуспешно пыталась убедить себя в том, что выбранных ребят вполне достаточно для возвращения генина. Однако еще не совсем оформившаяся, но уже вселяющая тревогу мысль не позволяла ей поверить в это. Какая-то важная деталь постоянно ускользала. Что же она упустила? Что? Шизуни. Пошли им вслед разведгруппу. Хорошо, Цунади сама. Сколько потребуется человек? Троих из анбу будет достаточно. Желательно, чтобы хотя бы один из них владел Иринин Дицу. Поняла. Торопливые шаги Шизуни быстро стихли за дверью, и Цунади снова осталась наедине со своими опасениями. Она не могла заставить себя отойти от окна и заняться бумагами. Навязчивое ощущение того, что она забыла нечто очень важное, никуда не исчезало. Почему ей так сложно вспомнить? Что ей беспокоит? Рефлекторно она поднесла большой палец к губам и аккуратно прикусила кончик ногти. Учиха Саски, значит. Цунади резко убрала руку и отвернулась от окна. Твердым шагом она приблизилась к полкам с личными делами генинов, принимавших участие в экзамене на звонянии Чунина, и вытащила папку в красном переплете. Пальцы доведенным до автоматизма движением перелистывали страницы до тех пор, пока не остановились на развороте, заголовок которого гласил «Учиха Саски». Перед глазами замелькали строчки, написанные аккуратным ровным почерком. Все заканчивалось карандашным рощерком внизу страницы, сделанным явной ее собственной рукой. Цунади пробил холодный пот. Неровные буквы складывались в до боли знакомое имя. Еще при первом осмотре Учихи Саски Цунади обнаружила на его шее метку, которая показалась ей смутно знакомой. Позже, когда Кукаши рассказала про изошедшем в лесу смерти, сомнений в том, кому принадлежала эта печать, не осталось. Однажды Цунади уже приходилось видеть такую. Та девочка, Анка, тоже была помечена им. Цунади закрыла папку больше в ней не было необходимости и встала из-за стола. Испытывая досаду и горечь от того, что не догадалась раньше, куда и к кому может направиться Саски, она приблизилась к полке с бумагами и вернула папку на место. Если Арачимару намерен встретить мальчика, то отправлять за ним генинов было ошибкой. Цунади сама, появление одного из Анбу выдал легкий свист воздуха, сопровождающий технику мгновенного перемещения. Двое генинов тяжело ранены. Возможно, раненых больше. Мы не смогли нагнать основный отряд. Нас слишком мало, чтобы одновременно оказывать помощь раненым и поддержку продвигающимся вперед. Отправьте два медотряда для оказания первой медицинской помощи, пускай переправляют раненых в госпиталь. Как далеко ушли остальные генины? По нашим расчетам, достаточно далеко. Помощь из Канохи будет идти слишком долго. Цунади нахмурилась. Только этого еще не хватало. Судя по тому, что раненые уже есть, не обошлось без боя. Дальше будет сложнее, учитывая, что команда потеряла уже двоих членов. Срочно пошлите просьбу о помощи в Цун. Из Канохи следом выдвинется Джанин Хатаки Кукаши. За ним отправится третий медотряд. Я приму раненых в госпитале. Акимич Чоджи поступил в критическом состоянии, которое усугубляли принятые пилюли клана Акимичи. Пришлось хорошенько попотеть, чтобы приготовить противоядие и замедлить разрушительные действия таблеток. Хьюго Ноджи также нуждался в реанимации, но им занялась Шизони. Очень кстати пришлась помощь из Суны, благодаря которой серьезных повреждений остальных членов группы удалось избежать. В Каноху вернулись все. Кроме Саски. Но они остались живы, и этого было вполне достаточно. Однако советники так не считали, и очень скоро Цунади пришлось в этом убедиться. Кто бы мог подумать, что ссоры с этими стариками начнутся так скоро. Цунади сидела в кабинете и мрачным взглядом буравила столешницу. Настроение после разговора со старейшинами безнадежно испортилось. Хотелось послать все к черту и отправиться в бар. Останавливало только то, что она не могла так просто покинуть резиденцию. До конца рабочего дня оставалось еще полчаса. И это время необходимо было провести здесь, в кабинете. О работе не стоило даже думать. Цунади пожалела, что сегодня пораньше отпустила Шизони. Сейчас можно было бы спустить пар, перемывая с ней косточки старейшинам. В пустой резиденции было скучно. Цунади вздохнула и потянулась к нижнему ящику стола. Вряд ли кто-нибудь кроме Шизони смог бы ей за это упрекнуть. К тому же рабочий день почти закончен. Никто и не узнает, если она немножечко выпьет. Стопка наполнилась тихим журчанием. На глинцевой поверхности переливались блики. Заходящее солнце придавало Саке рыжеватый оттенок, и на вид оно было теплее, чем на вкус. Жидкость была приятной, мягкой, немного горьковатой. После третьей стопки щеки запылали, и Саке показалось не таким прохладным, каким было вначале. Тепло, разлившееся по щекам и горлу, было так необходимо. Кувшин быстро опустел. Цунади с сожалением наполняла последнюю стопку, когда услышала стук в дверь. Она решила опустошить рюмку, прежде чем позволить гостю войти, но пришедшему явно не нужно было ей разрешение. Не дожидаясь ответа, он открыл дверь, и Цунади чуть не поперхнул Саке. Какого черта ты здесь делаешь в такое время? У меня к тебе тот же вопрос, Цунади. Твой рабочий день закончился еще двадцать минут назад, а ты обычно не любишь засиживаться. Скользнув взглядом по столу, на котором стоял кувшин Саке, Джирайо усмехнулся. Ты неисправима. С глухим стуком стопка ударилась о столешницу, Цунади смирила его суровым взглядом. Сначала спихнул на меня свои обязанности, а теперь пришел позлорадствовать. Эй, полегче. Я ничего на тебя не спихивал. Если ты помнишь, я никогда не был Хакаги. Конечно, нет, ты навязал это мне. Это был твой выбор, Цунади, неожиданно строго возразил Джирайо. Он приблизился и стиснул ей плечи. Я ни к чему не принуждал тебя. Не сильно тряхнув ей и не получив отпора, Джирайо отстранился и подхватил кувшин, невысоко подбросил его в руки и насмешливо фыркнул пустой. Как ты смотришь на то, чтобы заглянуть в бар? Выпьем, поболтаем, расскажешь, что у тебя случилось. Нечего рассказывать, огрызнулась Цунади. Я вижу, Джирайо скептически хмыкнул, возвращая кувшинчик на стол. Так что насчет бара? Нет. Не хочу давать этим старикам еще один повод для укора. Как пожелаешь. Мы можем выпить здесь. Цунади, немного помолчав, кивнула и встала из-за стола. У одной из полок с книгами она остановилась, чтобы достать из тайника кувшин Саки. Шизуни ни слова. Еще чего, фыркнул Джирайо, подходя ближе, чтобы принять у нее из рук кувшин. Я налью, доставай вторую стопку. Выпив Саки, Санин прищурился и внимательно посмотрел на раскрасневшуюся Цунади. Что? Ты никогда не умела пить. Это еще почему? Возмутилась Цунади, и ее розовые щеки вспыхнули ярче. Так было всегда, Цунади. Мы оба это знаем. Возразить было нечего, поэтому некоторое время пили молча. Джирайо развевал Саки по стопкам, чувствуя, как приятная легкость слегка путает мысли. Ты по-прежнему одна? Мы не раз говорили об этом. Давай не будем начинать сначала. Значит, у меня все еще нет шансов. Джирайо поднялся и облокотившись в столешницу, приблизился к Цунади настолько, что она могла ощущать его дыхание на своем лице. Именно так, твердо ответила Цунади. Уступать Джирайо не хотелось, поэтому она не шевельнулась, даже когда жесткие волосы Джирайо коснулись ее лба. Не упрямься, Цунади. Тебе понравится. Он жадно прижался к ее губам, но Цунади оттолкнула его. Ты пьян. Ты тоже. Но и кто из нас не умеет пить? Ты, конечно, хохотнул Джирайо, ничуть не смутившись отказа. Извини. Я не хотел тебя напугать. С чего ты взял, что сможешь напугать меня? Пошатнувшись, Цунади встала и стукнула кулаком по столу. Так это тебя не пугает? Джирайо подошел ближе и скользнул губами по ей щеке. Поцелуй мог быть почти невинным, если бы небольшие тяжелые руки, уверенно опустившиеся на ей бедра. Жар от Саки смешался с жаром рук и тело Джирайо в комнате стало душно. В голове помутилось, и Цунади не могла понять, что реально, а что ей только кажется. Никогда еще Джирайо не позволял себе распускать руки, это не может происходить на самом деле. Ужасно душно. Цунади потянулась к поясу, чтобы ослабить его, едва ощущая, как ее дрожащим рукам помогают руки Джирайо. Ошеломление медленно проходило, и вместе с тем возвращались чувствительность и возбуждение, разжигаемые откровенными ласками Джирайо. Он мял ей грудь, свободной рукой плотно прижимая к себе. Распахнутый халат сбивался с складками между их телами, причиниться на Дине удобства, но удовольствие от происходящего с лихвой это компенсировало. Джирайо подхватил ее, ложив на стол, помог избавиться от лишней одежды, затем разделся сам и склонился над ней. Горячие и влажные поцелуи и грубоватые ласки сводили с ума, заставляли выгибаться, прижимаясь стеснея к сильному напряженному телу, и дышать чаще, чтобы не срываться на стоны. Внизу все сжималось от нетерпения, и кусающая губа Цунади неожиданно осознала, что они собрались сделать. Джирайо. Он вошел в нее, и протестовать резко расхотелось. Цунади скрестила ноги на пояснице любовника, чуть приподняв бедра, но с первым же толчком, ей пришлось отказаться от этой идеи. Член Джирайо был без того длинным, поэтому глубокое проникновение причинило ей боль, которая, впрочем, быстро заглушилась наслаждением. С нарастающим ритмом удовольствия только возрастало, и охраняющие резиденцию Анбу столпились у окна, привлеченные громкими стонами пятой. Убедившись, что жизни и здоровью Хакаги ничего не угрожает, они быстро разошлись по своим постам. Утром Шизони пришла как всегда за 15 минут до начала рабочего дня. Вчера госпожа Цунади отпустила ее пораньше при условии, что она приведет в порядок отчеты по миссиям за последние две недели, так что сегодня Шизони спешила порадовать пятую аккуратной стопкой разложенных по папкам бумаг. Еще на подходе к кабинету Цунади девушка, с трудом удерживая документы в одной руке, принялась нащупывать в кармане ключи и едва не рассыпала отчеты. Если бы не Анбу, стоявшую у входа в кабинет, всю ее вчерашнюю работу пришлось бы делать заново. — Спасибо, — поблагодарила Шизони, сжимая в кулаке ключи и протягивая руки за папками, ловко подхваченными шиноби. Анбу кивнул, но отдавать документы не пишел. — Что такое? — Госпожи Цунади еще нет? — Так у меня есть ключ. Она на месте, — покорно ответил Анбу, продолжая держать папки. — Тогда дайте я к ней пройду. Шизони приняла папки у смущенного Анбу, перехватив их поудобнее, убрала ключи в карман. Как жаль, что госпожа Цунади уже здесь, ведь Шизони так хотелось сделать ей сюрприз. Глубоко вдохнув, она подошла к двери и осторожно, чтобы не уронить папки, потянула ей на себя. То, что она увидела, было настолько шокирующим, что отчеты сами посыпались из рук. Такого бардака Шизони еще не встречала. Особенно неприятно было видеть обнаженных санинов, спящих на столе ногишом в окружении мятой разбросанной одежды, пустых стопок и кувшинчиков из-под саки, почему-то валяющихся на полу. Она была настолько поражена увиденным, что некоторое время просто стояла, беззвучно открывая и закрывая рот. Цунади сама. Рабочий день начнется уже через десять минут. Наконец воскликнула красная от гнева и смущение Шизони скрылась за дверью. Цунади, щурясь от яркого света, приоткрыла глаза. Дышать было тяжело, а ноги затекли. Она попыталась поменять положение, но поняла, что не может сделать этого. Слезай с меня. Ну. Уже слезаю. И что на тебя только нашло с самого утра? Сонно пробормотал Джирайя, приподнимаясь на локтях. Может быть, я смогу поднять тебе настроение. Своё подними. Оно и так стоит. Он было потянулся к ней за поцелуем, но Цунади отпихнула его и поспешила завернуться в халат. Сообразив, что он единственный остался ногишом, Джирайя натянул штаны, в спешке перепутав зад и перед. Чёрт, Джирайя обернулся к двери, чтобы прикинуть, сможет ли он переодить их, пока Шизони собирает свои бумажки, но к своему облегчению, обнаружил лишь закрытую дверь и груду отчётов, в беспорядке разбросанных по полу. «Неужели тебе настолько не понравилось, Цунади?» Спросил он, переодеваясь. Цунади не хотелось вспоминать эту ночь. Она испытывала стыд за то, что ей было хорошо, и поэтому не знала, что ответить Джирайя. Полностью одевшись, она прикоснулась к своей груди, которую ещё совсем недавно украшал медальон. Ногти царапнули голую кожу, и Цунади отдёрнула ладонь. «Я не хочу об этом говорить. Будешь делать вид, что ничего не было?» Джирайя приблизился к столу и присел на край столешницы. «А что, что-то было?» Он протянул руку и приспустил ворот блузки Цунади, обнажив плечо. Осторожно пробежав пальцами по нежной коже, Джирайя неожиданно давил чуть сильнее, и Цунади отпрянула, потирая след от укуса. «Я не это имела в виду», — начала она, но осеклась и замолчала. Джирайя ждал, когда она продолжит, а потом, не дождавшись, выпрямился и отошёл от стола. «Твой рабочий день уже начался. Ещё увидимся». Продолжать разговор не хотелось. Цунади была уверена в том, что Джирайя легко догадался об этом. В любом случае они вряд ли ещё вернутся к этой теме. Но стоило Цунади расслабиться и выдохнуть, как в кабинет вошла Шизуни. Внешне спокойная, с плотно сжатыми губами, с полно выдающими ей недовольства. Цунади наблюдала за тем, как она молча собирает с пола бумаги и складывает их в одну стопку. «Придётся сортировать по новой Шизуне?» «Придётся». Цунади со вздохом поднялась с кресла и принялась помогать ученице с отчётами. Она чувствовала себя виноватой. «Вдвоём справимся быстрее», — пояснила Цунади в ответ на вопросительный взгляд Шизуни. «Клади их вот сюда. Начнём с миссии рангоди». Шизуни укоризненно посмотрела на пятую, но ничего не сказала. Работать вдвоём было действительно быстрее. Две недели прошло с их последней встречи. Цунади думала о том, как так вышло, что они с Джирайей, понимавшей друг друга с полуслова и в принципе не ссорившейся, сейчас находятся в размолвке. Хотя размолвка, пожалуй, не лучшее слово для определения их отношений. Всё-таки нельзя сказать, что до этого безумия не были особо близки. Вроде бы и не ссорились, не ругались, но впечатления до сих пор не из приятных. Остаётся только надеяться, что сегодняшняя встреча будет проходить так, будто ничего не случилось. Цунади вошла в бар, выискивая в толпе посетителей светловолосую макушку. Увидев Джирайю за одним из дальних столиков, она направилась к нему. «Ты хотел поговорить?» — сходу спросила она, присаживаясь напротив. «Что, так сразу? Может, для начала немного выпьем, а?» Цунади. Рассмеялся Джирайя, наполняя стопки. «Пожалуй, — согласилась она, принимая Саки. Слышал, что этот мальчишка, Наруто, сильно достает тебя в последнее время», — издалека начал Джирайя, залпом осушая свою стопку. «Что есть, то есть», — Цунади вздохнула, вспомнив, сколько раз уже вышвыривала его из кабинета. «Саски был его другом. Естественно, ему хочется вернуть его обратно в Канаху. И что же ты? А что я?» Саски предал Канаху. «Разве он не должен поплатиться за это? Почему ты не поручишь это Анбу? Неужели я слышу это от тебя?» Нахмурилась Цунади, поднося Сасаки к губам. Резкий запах ударил в ноздри, и она спешно поставила стопку на стол, так и не притронувшись к ней. «Тебе ли не знать о том, что Наруто все что угодно сделает для друзей? К тому же, я верю в него. Мне кажется, однажды он действительно вернет Саски. А там уж будет видно, что с ним делать. Все равно мы пока не знаем, где его искать». Подняв голову, Цунади встретилась с внимательным взглядом Джирайя. «Что? Ты хорошо себя чувствуешь, Цунади?» «Да, вполне. Почему ты спрашиваешь? Ты не пьешь? Это на тебя не похоже, пожал плечами Джирайя. Не хочется. У меня есть еще работа на вечер. Так что насчет Наруто? Ты же хотел поговорить о нем, я правильно поняла?» «Да. Я много думал об этом и пришел к выводу, что мальчишка талантлив, трудолюбив, немного тук на голову, но у него доброе сердце. Возможно, однажды он сделает то, что не удалось мне. То есть ты хочешь взять Наруто в ученики, так?» Ты как всегда догадливо улыбнулся Джирайя, наливая вторую стопку. «Ну что ж. Не вижу причин отказывать тебе. Тем более Наруто нужно стать сильнее, чтобы осуществить задуманное. Ты же знаешь, я не сижу долго на одном месте. Он научится гораздо большему, если отправится путешествовать вместе со мной. Я понимаю», — кивнула Цунади. От шума и резких запахов у нее начала кружиться голова. «И когда же вы вернетесь?» «Думаю, трех лет хватит», — задумчиво протянул он и добавил, смеясь, «для начала». «Ладно. Ты уже поговорил с Наруто?» «Еще нет. Мне нужно отлучиться на пару недель, кое-что проверить. Я возьму его с собой, когда вернусь. Это, конечно, хорошо. Но ради бога, предупреди его сейчас, иначе он продолжит делать глупости. Поговори с ним». К головокружению прибавилась легкая тошнота, и Цунади спешно встала, чтобы поскорее выйти на свежий воздух. «Если ты просишь», — развел руками Джирайя. Кивнув ему на прощание, Цунади быстро направилась к выходу. Свежий воздух сразу успокоил голову и желудок, избавив Цунади от головокружения и тошноты. Она мотнула головой и направилась к дому. Конечно, она солгала Джирайя о работе. Безумно уставшей, ей хотелось поскорее доплестись до кровати и лечь спать. В эти выходные Цунади планировала наконец сходить с Шизуни на горячие источники и немного расслабиться, но с самого утра ей не здоровилась. Напряженный график работы, Саски, покинувший деревню, споры с советниками, да еще и Наруто со своими просьбами, видимо, не прошли для нее бесследно. Спасаясь от озноба, Цунади плотнее куталась в плед и потягивала горячий чай. Она думала о том, что если завтра окончательно свалится, все дела перекочуют на плечи Шизуни, а ведь в понедельник пребывает особенно много заказчиков, желающих нанять Шиноби. Возможно, это связано с тем, что в воскресенье у Хакаги выходной, но работы по понедельникам от этого меньше не становится. Бедняжка Шизуни еще не знает, что ей ждет. Хотя, это было бы, пожалуй, слишком жестоко по отношению к ней или неуважительно по отношению к заказчикам. От осознания того, что в любом состоянии ползти на работу все-таки придется, Цунади едва не взвыла. Она начала думать, что быть в Хакаге не так уж и плохо. Наивная. В дверь постучали, Цунади сама, вы готовы? Зайди ко мне, Шизуни. Я на кухне, отозвалась Цунади, не желая вставать. В прихожен послышался шорох снимаемой обуви. Шизуни легкими шагами прошла по коридору и вошла в кухню. В отличие от самой Цунади, она выглядела довольно бодро и жизнерадостно. Я немного переутомилась и думаю, что не пойду никуда сегодня. Если хочешь, иди одна, или можно подождать следующих выходных. Никуда я одна не пойду, немедленно возмутилась Шизуни. Тут останешься что ли? Цунади насмешливо подняла брови. Эээ. Да. Вам же нужна помощь. Я могла бы заварить зеленый чай. Очень помогает при простуде. Я бы не назвала это простудой. Просто небольшой упадок сил, поежилась Цунади. Неужели тебе действительно хочется провести свой выходной так? А что в этом такого? Все равно по понятным причинам у меня не так уж и много друзей в Канухе. Это ты меня сейчас обвиняешь в том, что я тебя работой перегружаю. Не обвиняю, но работы действительно много. Времени на личную жизнь совсем не остается. Ну и почему бы тебе не начать налаживать ее прямо сейчас? Сходила бы куда-нибудь, отдохнула, может, познакомилась бы с кем-нибудь. Я и так сегодня собиралась куда-нибудь сходить, пробурчала Шизуни. Мы все равно планировали провести этот выходной вместе, так какая разница в купальнях или тут? На этот Цунади только пожала плечами. Разница, конечно, есть, но спорить с Шизуни она не хотела. Заваривала уж чай, раз вызвалась, Цунади поставила пустую чашку на стол и кивком указала девушке в сторону чистой посуды. Вторую чашку и чайник можешь взять там. Азну подступил, и Цунади сама не заметила, как приспустила с плеч теплый плит. Пить чай с Шизуни было немного странно. Несмотря на то, что они долгие годы путешествовали вдвоем, нельзя сказать, что это сильно сблизило их. Поначалу Цунади действительно обучала девушку и заботилась о ней, как и обещала Дану, но потом... Когда Шизуни научилась достаточно многому и дала понять, что способна постоять за себя и за других, Цунади перестала уделять ей столько внимания. Постепенно она увлеклась азартными играми и выпивкой, и тогда уже Шизуни пришлось заботиться о ней. В конухе она продолжила оставаться рядом, даже несмотря на то, что их уроки уже давно прекратились. И одновременно с этим они с Цунади так и не наладили теплых дружеских отношений. Странно понимать, что та девочка, которая когда-то так нуждалась в заботе, уже вовсе не девочка, а молодая женщина. Шизуни как раз рассказывала очередную забавную историю, когда Цунади ей перебила на полусловие, где Тонтон... Сбитая с толку девушка ответила немного запоздала дома. Сегодня слишком душно, и ей постоянно хочется спать. Да, меня тоже немного клонит в сон. Может, тогда вам лучше прилечь? Голос Шизуни прозвучал немного обеспокоенно, на что Цунади насмешливо фыркнула. «Я боюсь, что усну, если лягу». «И что в этом такого?» «Дневной сон полезен, разве вы не знали?» «Знала, знала, конечно. Но что тогда будешь делать ты, Шизуни?» «Пойду домой», — пожала плечами девушка. Тонтон наверняка уже проголодалась. Цунади смирила ей внимательным взглядом, покачала головой, но возражать не стала. Улегшись на застеленной просторной кровати, Цунади с облегчением прикрыла глаза, но почти сразу же почувствовала неудобство. Она повернулась сначала на бок, а затем на живот. Пролежать долго ей не удалось и в этом положении. Ощущая дискомфорт, Цунади снова устроилась на боку. Сон не шел. Она чувствовала себя очень усталой, несмотря на то, что не могла уснуть. Через некоторое время стало понятно, что ей усилия напрасны, и Цунади все же встала. Утреннее недомогание отпустила, но звать Шизуни второй раз было неудобно. Расположившись на диване у журнального столика, Цунади со вздохом принялась просматривать отчеты Анбу, патрулировавших границу. В целом, все как всегда тихо, спокойно, без нарушений, за исключением небольших неурядиц, причиной которым стали обычные гражданские, по случайности либо по необходимости направлявшиеся к Анохе. Неожиданно среди привычных фраз Цунади заметила кое-что новенькое. По крайней мере, раньше она не встречала ничего подобного. Один из отчетов содержал информацию о пропаже людей недалеко от северной границы страны огня. Что бы это могло значить? Страна рисовых полей. Подобных вестей можно было ждать с запада, где в стране дождя долгие годы не утихает гражданская война, но несмотря на это, их войны не выходят за пределы государства. Необходимо отправить кого-нибудь, чтобы узнать немного больше об этих исчезновениях. Возможно, это как-то связано с Арачимару. Закрыв отчет, Цунади откинулась назад и прикрыла глаза. По утру пробуждение было совсем не из приятных, ноги и спина затекли, голова немного гудела. Угораздило же Цунади заснуть в такой неудобной позе. На столике, который больно вотопирался в ноги, лежали две неаккуратные стопки отчетов. Обе было необходимо отнести в резиденцию и подшить в архив. Разумеется, только после того, как они будут просмотрены пятой. Цунади встала, ощущая легкое головокружение. Времени на завтрак не осталось, поэтому она прихватила обе стопки и направилась к резиденции. Еще немноголюдные улицы Канохи встречали Цунади множеством разнообразных запахов, которых она не замечала раньше. Свежим хлебом пахло из булочной зуглом, рисом и рыбой из закусочной напротив. Кружил голову цветочный аромат из магазина клана и манака. Такое многообразие было в новинку Цунади. Немного сбитая с толку, она шла и вертел головой в разные стороны, угадывая запахи. Бабуля Цунади. Нехотя она обернулась на оклик. В ей направлении, махая свободной от чашки рамена рукой, мчался у зумуки Наруто. Наруто! Ты почему не в больнице? Я чувствую себя полностью здоровым. К тому же сегодня в очереку акция к любой тарелке рамена вторая с новым чесночным мисосудом в подарок, дать тебе я. По мере его приближения едкий запах чеснока становился все сильнее. Слов Наруто о том, что он просто не мог пропустить такое, Цунади уже не расслышала. Пытаясь держать рвотные позывы, она зажала рот руками и отшатнулась. Бабуля Цунади. Возвращается в палату. Цунади развернулась и скорым шагом направилась к резиденции. Запах чеснока оказался неожиданно резким и неприятным. Хорошо, что в такое время на улицах не слишком многолюдно, иначе ей бы не удалось дойти так быстро. В кабинете уже находилась Шизуни и заваривала чай прямо на рабочем столе. Вызови команду номер девять, вместо приветствия бросила Цунади, направляясь к столу, чтобы уложить на него папки с отчетами. Наруто опять сбежал из больницы. Но он действительно здоров, может, уже отпустите его? Нет, Шизуни. Еще пара дней как минимум. Но ради чего? Ради тишины, вздохнула Цунади. Ты про команду девять не забыла? Ой, Шизуни немедленно сорвалась с места, но у самой двери неожиданно остановилась. А вы про заказчиков не забыли, Цунади сама? Они будут здесь через полчаса. Помню я. Иди уже. Цунади совсем неженственно плюхнулась в кресло Хакаги и потянулась к налитому Шизуни чаю немного остывшему, но еще ароматному. Всего полчаса относительного покоя и здравствуй, трудовая неделя. Команда номер девять в составе Нэджи и Тюнтин вскоре прибыла в кабинет Хакаги. Ли вместе с Гаем не было в Канохе и они снова устроили одну из тех сумасшедших тренировок, которые подразумевали длительные физические нагрузки в местах, отдаленных от населенных пунктов. Не случилось бы беды. Нэджи, Тюнтин, по моим сведениям, Наруто покинул палату. Проверьте, так ли это? Если понадобится, найдите и верните его обратно в больницу. Присматривайте за ним и не давайте ему убегать. «Миссия можете считать оконченной, когда Наруто выпишу. Но разве не вы разрешили ему сбегать в вечероку из-за акции, которая проводится только сегодня?» Недоуменно протянул и Тюнтин. «Это он тебе такое сказал?» Нэджи нахмурился и вопросительно на нее посмотрел. «Не имеет значения, что там говорит Наруто. Если я дам ему разрешение покинуть палату, то в первую очередь оповещу об этом вас. Все понятно?» «Да, Цунади сама». Генины вышли, перешептываясь о причинах плохого настроения пятой и списывая все на неспокойную ситуацию в мире Шенобе в целом, либо в Канахе в частности. Обладая отменным слухом, Цунади прекрасно слышала, о чем они шушукаются, и едва сдержалась, чтобы не запустить в них чем-нибудь потяжелее со стола. «В конце концов, какая им разница, что у нее случилось? Человек она или нет?» Цунади передернула плечами, успокаиваясь и задавая себе тот же вопрос, над которым думали члены девятой команды. «А что, собственно, у нее случилось? Всего то, что не выспалась да встретила Наруто, пусть и ужасно воняющего чесноком, и уже завелась. Это все нервы. Не следует так переживать по всяким пустякам. Как медик, Цунади точно знала, что приличная доля болячек находится в голове. То есть многие болезни часто возникают от переживаний, нервов и, как следствие, ослабленного иммунитета. В этом месяце на нее свалилось слишком много. Неудивительно, что ей организм не справляется. Даже месячные запаздывают. Если бы только Цунади вела женский календарик, определить задержку было бы проще, а так она уже давно не следила за своим циклом, поэтому могла с уверенностью сказать только то, что уже пора. Следует успокоиться и перестать истерить, тогда все нормализуются. Их нет, потому что она нервничает. Но как перестать нервничать, если их нет? Замкнутый круг. Впрочем, Цунади уже не молода. А при климаксе тоже нервишки пошаливают. Вот. Бывает. Немного жаль, конечно, сознавать, что теперь у нее никогда не будет детей, но... Все же дети Канухи и ей дети. Да и не только дети. Вот сколько вокруг Чунинов и Генинов вроде Наруто. Она позаботится о них. И это куда важнее, чем... Цунади сама. От неожиданности Цунади вздрогнула и растерянно посмотрела на Шазуне. Пора. Уже опаздываем. Хорошо, идем. Все еще немного неловко Цунади поднялась с кресла и вышла из кабинета. Шизуне послушно засеменила следом, придерживая Тон-Тон. Как и предполагала Цунади, заказчиков было действительно много. Мирные жители Канухи и окрестных сел, богатые чиновники из соседних деревень и даже стран просили пято об оказании услуг. Кому-то была необходима помощь в сборе урожая, это хорошая тренировка для Генинов, а кто-то желал избавиться от преследователей, в зависимости от деталей и готовности расщедриться это могло стать миссией как для Чунинов, так и для Джанинов. Некоторые из прибывших хотели бы поручить выполнение их заказа каким-то конкретным Шинобе, и в принципе здесь не было ничего удивительного. Многих Шинобе-Канухи узнают даже за пределами стран огня, например, таких как Шаринган-Какаши или тот же Жаби-Санин-Джирайя. Если просит кого-то из Генинов, принимавших участие в том злополучном экзамене, в этом также нет ничего необычного. Лорды и феодалы из разных стран съезжаются, чтобы посмотреть на турниры лучших из лучших и потом иметь представление о том, кто на что способен и к кому обращаться в случае чего. Десятки просьб уговоров, от которых начинает кружиться голова. Как все же хорошо, что Цунади выслушивает и принимает решение о выполнении или невыполнении заказов не в одиночку. Здесь и советники, и несколько Джанинов, и Шизуни. В такой напряженный день Цунади более всего нуждается в поддержке. Нет, мы не можем отправить на это задание Хьюган-Наджи. Н. Но, Хакаги сама. Он лучше всего подходит для этой просьбы. Низенький человек, судорожно сжимавший в руках головной убор, уже несколько минут просил о том, чтобы Хьюган-Наджи отправился с ним в страну рисовых полей. К сожалению, именно этот гениин в данный момент уже выполняет другое поручение. Тогда, возможно, какой-нибудь другой член клана Хьюга свободен? В их клане только двое гениинов и оба сейчас на миссиях. Непонятливость этого маленького человека уже начала Цунади раздражать. Н. Но. Тогда, может, моя просьба займется Шиноберангом повыше. «Для начала объясните мне, что именно нужно делать, а уж кого послать, я и сама разберусь», — рявкнула Цунади и тут же получила ощутимый тычок со стороны Кахару. Шумно выдохнув, она продолжила мне жестко, «Возможно, вас устроит какой-нибудь другой гениин?» Н. «Нет». «Понимаете, моя просьба очень деликатна. Я изложу ее только тому, кто возьмется за выполнение задания. Мне нужен человек, способный видеть сквозь предметы. Насколько я знаю, клан Хьюга довольно хорош в этом. Прошу прощения, но я не могу принять ваш заказ. Я заплачу». Он оживился и торопливо дрожащими от волнения руками полез в карманы. «Вы не поняли. Дело не в оплате. Я не могу удовлетворить вашу просьбу по другой причине. Поймите, я в ответе за всех, кто находится под моим руководством. Я не могу отправить Шиноби на задание, не имея о нем представления. Если Шиноби не справится, это будет, прежде всего, моя вина, потому что в мою обязанность входит поручение Шиноби тех миссий, к которым они готовы. После ваших слов я не совсем уверена, что ваша просьба будет под силу Генину или Чунину. Я заплачу больше. Если так, то я могу нанять Джанина». Цуноди подняла руку в восстанавливающем жесте и продолжила. «В то же время я не могу отправлять Джанинов на задание, с которыми легко справляются Чунины. Чтобы принять решение, мне необходимо знать подробности вашего заказа. Если вы не готовы их озвучить, боюсь, ничем не могу вам помочь». Человек закусил губу, видимо, решаясь на что-то, а затем кивнул «хорошо». Он встал, поклонился дрожащими руками и натянул головной убор. «Прошу прощения за то, что отнял ваше время». Цуноди благосклонно кивнула, принимая извинения, и проводила его взглядом полным облегчения. На сегодня посетитель был последним. Будь вежливее с клиентами, иначе это может привести к международным конфликтам. «Не забывай, что ты лицо Канохи», — обратилась к ней Кахару, едва за ушедшим захлопнулась дверь. Цуноди сдержанно кивнула и, объявив приемное время оконченным, направилась в свой кабинет. Спиной она чувствовала задумчивый взгляд ученицы. Шизу не знала, что Хьюго Хината была свободна от миссий. Наруто выписали две недели назад, а он еще ни разу не заявился с просьбой отправить его вместе с Джанинами на поиски логова Арачимару. Что-то тут нечисто. Цуноди вздохнула и устала потерла глаза. Никаких срочных дел не предвиделось, поэтому она лениво просматривала отчеты и размышляла на посторонние темы. Полуденное солнце светило прямо в спину и от этого становилось жарко. Цуноди лениво потянулась и привычным жестом полезла в стол. В руке оказалась полная бутылка саки. Нераспечатанная. Цуноди задумчиво покрутила ее, слушая, как глухо плескается внутри жидкость. Никаких дел, так почему бы не пригубить пару чаку? Все еще с сомнением Цуноди открыла кувшину и поняла, что не хочет саки. В такой недвусмысленной позе с открытым саки в руках и застала ей Шизуни. Она была настолько взволнована, что не сразу заметила спиртное. Цуноди сама, нужна ваша помощь. В госпитале. Шизуни перевела взгляд на руки пятой и побледнела, вы что пили? Не успела еще, серьезно ответила Цуноди, отставивая бутылку и поднимаясь с места. Что там в госпитале? Идемте скорее. Шизуни быстрым шагом направилась к выходу из резиденции и прямо на ходу принялась обрисовывать ситуацию. Джанины, которых вы отправляли в страну рисовых полей, вернулись. Один из них серьезно ранен, но это полбеды. В ране обнаружен яд. Никто быстрее вас не найдет противоядия. Понятно. Что с остальными? За ними уже ухаживают медики. К счастью, им повезло больше. Расскажи мне немного о действии яда. Надеюсь, его образец уже извлечен из крови пациента? Да. Медики как раз занимаются выведением яда, но в организме, так или иначе, малая его доза все же останется. Противоядие необходимо. Мне кажется, это вещество вызывает острую левожелудочковую недостаточность. Кейр Куки не поврежден. Хм. Если ты права, шизуни, то это значит, что над ядом неплохо поработали. В природе мало ядов с подобным эффектом. Мне нужен будет ассистент, но ты займись пациентом. Есть. Коридор госпиталя встречали их гулкой тишиной, в которой изредка раздавались голоса медиков из-за закрытых дверей операционных. Шизуни уверенно вела Цунади к нужному кабинету. Для начала осмотрите его, возможно, вы опровергнете мои предположения. Дверь открылась, и Цунади немного прищурил глаза от яркого света ламп. Она приблизилась к Джанину, чтобы оценить его состояние. Бледное, покрытое крупными каплями пота лицо, посиневшее губы и нос, клокочущее дыхание. Неожиданно к горлу подкатила тошнота, а голова закружилась. Вид нездоровой и влажной кожи вызывал у нее отвращение. Цунади отшатнулась от пациента, игнорируя вопросительные взгляды медиков, не понимающих в чем дело. Шизуни, неотступно следовавшая за Цунади все это время, поддержала ее под руку и бросила взбитым стол к медикам. «Продолжайте извлекать яд, я скоро вернусь». Она вывела несопротивляющуюся Цунади из кабинета. В коридоре Та отстранилась и на непослушных ногах поспешила в уборную, прижимая холодные и влажные руки к губам. Шизуни направилась вслед за ней, остановившись только у двери уборной. Она нетерпеливо переступила с ноги на ногу и все же решилась войти. Цунади стояла на коленях, опираясь в бочок унитаза руками. Я рвала. Цунади сама, испуганно воскликнула Шизуни. «Расскажи мне о результатах осмотра», слабо попросила Цунади, когда ее более-менее отпустила. Легкая слабость оставалась, но тошнота ушла. Цунади не рискнула пока отдалиться от унитаза, поэтому продолжала сидеть, упираясь в бочок руками и ни разу не посмотрев в сторону Шизуни. «Эээ. Хорошо. МММ». Бледность лица, цоноз губ и носа, кашель с выделением обильной розовой пенистой мокроты. Над всей поверхностью легких мелкопузырчатые хрипы. А ускультация сердца затруднена. Поль 120 ударов в минуту, аритмичен. Ты не ошиблась в выводах, Шизуни. После выведения яда окажете ему неотложную помощь и оксигенную терапию. К тому моменту я уже разберусь с противоядием. К удивлению Цунади, словно Шизуни не вызвали у нее такого отвращения, которое появилось, когда она сама приступила к осмотру Джанина. Это... странно. В любом случае, жизнь этого Шинаби сейчас важнее ей недомоганий. О себе она еще успеет подумать позже. Цунади встала и направилась к умывальнику, старательно делая вид, что не замечает обеспокоенного взгляда Шизуни. В какой лаборатории находится образец яда? В третьей, но... Вы точно здоровы? Вы не очень хорошо выглядите, Цунади сама. Цунади строго посмотрела на ученицу, но ничего ей не сказала по этому поводу. Вместо ответа она напомнила Шизуни прислать ей ассистента и отправилась в нужный кабинет. Вряд ли Шизуни могла знать, что состояние здоровья Цунади саму Цунади беспокоит не меньше. Противоядие было найдено не без труда. Когда Шизуни пришла за ним, Цунади и помогавшие ему Като-сан уже ждали ей. Как он? Спросила Цунади, передавая Шизуни противоядие. Лучше. Не хватает только их, Шизуни указала взглядом на шприцы. После недолгого примедления Цунади решительно кивнула. Я пойду с тобой. В этом нет необходимости, немедленно возразила Шизуни. Вам лучше просмотреть отчет об этой миссии. Он уже в резиденции. Я приду, как только мы закончим. Цунади укоризненно посмотрела на Шизуни, но та и всем своим видом выражала готовность не пускать ей в палату любыми способами. Ладно, Шизуни. Я действительно займусь отчетом, но когда закончишь, я жду тебя в своем кабинете. Хорошо. Цунади проводила Шизуни тяжелым взглядом, а затем обратилась к Маката-сану. Спасибо за помощь. Это вам спасибо, Хакаги-сама, вежливо поклонился тот. Цунади ответила ему кивком и, сняв медицинский халат, направилась к резиденции. Улица мягко освещалась вечерним солнцем, и Цунади только сейчас осознала, как же много времени она провела за работой в госпитале. Стоило об этом подумать, как к усталости, добавилось и чувство голода. Цунади оглянулась по сторонам и направилась в Ичирыку. Она была тут всего один раз, причем, кажется, ей не очень понравилось, но сейчас невыносимо хотелось именно Рамина. К тому же, так у нее есть шанс встретить Наруто. Хакаги-сама. Я так рад видеть вас здесь. Все что угодно за счет заведений. Улыбчиво поприветствовал ей Теучи. Спасибо. Можно мне тарелку рамена? Только без чеснока. Конечно. Кивнул тот и принялся за готовку. От ароматных запахов сводила желудок. Цунади и представить себе не могла, что когда-нибудь так проголодается. Она ерзала на табурете и радовалась, что никто не видит, с каким нетерпением она ждет любимый рамен Наруто. Наконец, Теучи поставил перед ней большую миску, и Цунади принялась за еду. На вкус это было просто потрясающе. Невероятно, как только раньше она не замечала этого. После первой тарелки Цунади почувствовала, что все еще немного голодна, и попросила дополнительно двойную порцию рамена, чем заметно обрадовала старика Теучи. Цунади вышла из очаряков в благодушном и умиротворенном настроении. Несмотря на все протесты Теучи, она все же заплатила за рамен, оставив при этом щедрые чаевые. Немного жаль, что поговорить с Наруто так и не удалось, но с другой стороны, если бы они встретились в Ичирику, вряд ли бы это привело к чему-нибудь хорошему. Все же, она Хакаги, поэтому Наруто в любое удобное ей время может оказаться у нее в кабинете, так что это не стоит ей нервов. Кстати о нервах. Месячных еще нет, и это подозрительная тошнота днем. Нет, но в самом деле, не может же она быть беременна. Так в чем же дело? Что с ней? При климаксе уж точно не тошнит. Единственное, что приходит на ум при ее симптомах, совершенно ей не подходит или... Цунади едва не споткнулась от сумасшедшей мысли, промелькнувшей в ей голове. Уход Саски, тяжелое состояние генинов, споры с советниками, Саки, наконец... Джирайя. Цунади вошла в кабинет озадаченной мыслями о возможной беременности. Если она действительно беременна, это объясняет ее неприятие спиртного, быструю утомляемость, раздражительность, рамен, в конце концов. Но как же такое могло случиться? Цунади опустилась в кресло, вспоминая подробности той ночи. Все происходило быстро и сумбурно, никто не думал о том, кто они и что творят. Джирайя невнятно шептал, что успеет, Цунади неосознанно кивала. Его толчки внутри были нужны и необходимы. Цунади чувствовала, как он начинает пульсировать в ней. В самой Цунади все вытянулось и напряглось. Этот момент, когда необходимо прекратить... Шорох за окнами. Они оба обернулись на звук, а потом... Наслаждение накрыло их и усталые и пьяные, и они провалились в крепкий сон. Утром еще можно было все исправить. Можно было выпить противозачаточные... Как она не додумалась? Как? Она же медик, черт подери! К тому же, сейчас Цунади начала понимать, что Джирайя уже когда вошел в кабинет, был пьян. Тогда она, тоже немного выпившая, не заметила этого. Утро того дня для них обоих было сюрпризом. Цунади тяжело вздохнула. Зря она жалела, что у нее не будет детей, похоже, как раз через восемь месяцев родится первенец. Она сидела в растерянности, не зная, ни что ей делать, ни что чувствовать. Приходший Зуни стал для нее спасением от необходимости решать это прямо сейчас. Вы просмотрели отчет? Отчет? Непонимающе переспросила Цунади. Ах, а миссия? Нет еще. Я сама только пришла. Решила немного перевести дух, прежде чем приступить к работе. Шизуни только покачала головой. Она придвинула стул, стоящий в углу, поближе к столу Хакаги, облокотившись на него, вопросительно посмотрела на Цунади. Скажите мне, что с вами, Цунади сама? Вы сама не своя в последнее время? Думаете, я не вижу? На столе стоит открытая бутылка Саки, а пока меня не было, вы к ней даже не притронулись. И то, что случилось в госпитале. Я беспокоюсь о вас. Не нужно, Шизуни. Все в полном порядке. Я вижу, тихо ответила Шизуни, убирая одну руку в карман. Я кое-что принесла вам. Вы только не ругайтесь. Просто, смотрю на вас и понимаю, что сами вы до этого вряд ли додумаетесь. Шизуни вытащила из кармана пару прямоугольных конвертиков и положила на стол перед Цунади. Та удивленно присмотрелась к ним и когда поняла, что это такое, ее и щеки порозовели от смущения и стыда. Только Шизуни могла подумать о том же, о чем всего несколько минут назад догадалась сама Цунади, потому что кроме нее никто не знал о той ночи. «Давно ты об этом думаешь?» Спросила Цунади, пытаясь скрыть смущение. «Честно говоря, не очень. Примерно с тех пор, как вы стали придремывать на рабочем месте. Не смотрите на меня так. Я знаю, что вы не из тех, кто будет тайком спать, вы из тех, кто будет тайком пить», — посмеялась Шизуни. «Перед тем, как перейти сюда, я обошла ваши излюбленные забегаловки, в которых вы выпивали, чтобы снять напряжение. Ни в одной из них вас сегодня не видели. Куда же вы зашли после госпиталя?» В глазах девушки читался неподдельный интерес, и Цунади решилась ответить честно. «Я была в вычероку. В раменной». Шизуни удивленно моргнула, а затем рассмеялась. «Ваша страсть к спиртному превратилась в страсть к рамену?» «Нет, конечно, что ты несешь?» «Просто хотелось перекусить, а и чироку был ближе всего». «Вдобавок, ты говоришь так, будто я совершенно точно беременна». «А вдруг нет?» «А вдруг да?» «Никаких вдруг быть не должно. Мы же медики. Основа любого лечения правильно поставленный диагноз». «Ну и в чем проблема?» «Тесто есть». «Идите, Цунади сама, я подожду». Цунади строго посмотрела на ученицу и взяла один из конвертиков на столе. Она была немного смущена поведением Шизуни. Делать тест, пока та ждет, было неудобно. Цунади подумала о том, что сейчас либо вся ей жизнь перевернется с ног на голову, либо Шизуни словит люлей за беспочвенные подколы. Тонкой полоской медленно впитывала жидкость, и это нервировало Цунади. Она до боли напрягала глаза, чтобы не пропустить малейших изменений в цвете. Вот уже наметилась первая нечеткая красная черточка, дающая понять, что тест вполне рабочий, а влага все продолжала подниматься по бумажной полоске, оставляя за собой светлеющий розоватый след. Цунади неосознанно задержала дыхание и выдохнула, только когда на тесте появилось темное пятнышко. Неужели показалось? Вскоре пятнышко приобрело форму полоски и окрасилось в красный цвет, в то время как сама бумага окончательно посветлела. Цунади еще некоторое время продолжала смотреть, как полоски становятся более четкими, а затем покрутила тест в руках. Обе черточки были хорошо видны, каким бы ни был угол. Это могло значить только то, что Цунади совершенно точно беременна. Она невидяще смотрела на свои руки и пыталась свыкнуться с мыслью о том, что у нее будет ребенок. Пока получалось плохо. Протестующее сознание отказывалось принимать эту новость всерьез, а в голове возникали тысячи вопросов и обстоятельств, которые были категорически несовместимы с появлением малыша. Что ей делать, когда он родится? Она же Хакаги. Трудно вступить на эту должность, но еще тяжелее покинуть. Необходимо найти человека, который согласится принять эту ответственность вместо нее, а самой ей придется днями напролет стирать пеленки и варить кашу. А жить на что? Не будет Джоша Зуни их обеспечивать. Конечно, Джерайи не настолько беден, насколько может показаться, но требовать с него алименты слишком. Плохая идея. Цунади не хотела этого ребенка, но раз он уже есть, то отказываться от него поздно. Будучи медиком, Цунади хорошо представляла, что такое аборт. Подобной судьбы она не желала ни себе, ни своему ребенку. В голове царил полный бардак и раздрай. Она не знала, что ей делать, и сейчас это незнание пугало больше, чем когда-либо. Цунади сама, ну что там? Одна? Две? Цунади вздрогнула и выронула тест. Две, подняв бумажку, она вышла из уборной и протянула ей Шизуни. Что вы теперь намерены делать? Я, я не знаю, Шизуни, вздохнула Цунади, садясь в свое кресло. Наверное, в первую очередь стоит рассказать об этом Джирайе. Думаете, он будет рад? В голосе Шизуни яственно проступала сомнений. Вы, конечно, знаете его лучше, чем я, но он не выглядит примерным семьянином. Думаю, мне все же стоит поговорить с ним, чтобы принять решение. Сомневаетесь в том, будете ли рожать? Я крайне отрицательно отношусь к абортам, Шизуни. И в то же время, я не представляю, что будет с моим малышом, когда он родится. Не знаю, что лучше та жизнь, которую смогу дать ему я, или... Цунади замолчала, не находя в себе сил закончить предложение. Шизуни задумчиво закусила губу и через некоторое время все же спросила. И вы надеетесь всю ответственность за принятие решения спихнуть над Джирайю? Нет, конечно же, нет, возмутилась Цунади, отводя взгляд и неловко отсмеиваясь. Я же не сказала, что он будет решать. Мы подумаем вместе. А пока что вы будете делать? Что за глупые вопросы? То же, что и всегда работать. В кабинете повисла тишина. Воздух был липким и тяжелым, за окном смеркалось. Цунади и Шизуни продолжали сидеть, думая каждое о своем, пока Шизуни не заметила. У нас был тяжелый день. Давайте разойдемся по домам, Цунади сама. Ты права. Я предупрежу Анбу о том, что мы завтра будем позже обычного. Шизуни согласно кивнула. Они покинули кабинет, испытывая странные ощущения перемен. Обоих преследовало чувство, что все только начинается. На пустом столе пятый одиноко белел листок с непросмотренным отчетом о миссии. Несмотря на то, что вчера Цунади долго не могла уснуть, этим утром она проснулась удивительно бодро и полной сил. Спать совсем не хотелось, и Цунади направилась в уборную, проигрывая в памяти события вчерашнего вечера. Нет, определенно точно вчера произошла какая-то ошибка. Не могло быть на тесте двух полосок. Они с Джирайей, конечно, накосячили, но если бы дети появлялись так просто, никто бы не обращался в дорогущие клиники репродуктивного здоровья. Проходя мимо кресла, Цунади запустила руку в карман аккуратно сложенных брюк и достала еще не открытый конвертик. Насколько она помнила, для большей точности такие тесты нужно делать с утра. Где-то в глубине души, Цунади понимала, что сегодняшний результат, скорее всего, тоже будет положительным, но упорно отказывалась верить в это до тех пор, пока на тесте снова не проявились две полоски. Одна за другой в голове пронеслись мысли, беременна, она беременна. Отжирайя. Цунади выбросила тест и спрятала лицо в ладонях. Просидев так еще некоторое время, она встала и подошла к зеркалу над раковиной. На нее смотрела растерянная женщина со спутанными волосами и полоской от складки наволочки на щеке. Выступающие ключицы были прикрыты плотно запахнутым халатом так, чтобы слишком большая грудь не могла приоткрыть его. Ниже рассмотреть не удавалось зеркало было слишком маленьким, и Цунади переместилась в ванную, где висело зеркало в полный человеческий рост. С интересом рассматривая свое отражение, она повернулась боком и опустила взгляд на низ живота. Халат, мешавший рассмотреть мельчайшие подробности, легко соскользнул с плеч и оказался на полу. В зеркале отражался привычно плоский живот. Неужели совсем скоро он начнет расти? Цунади вздохнула. Она склонялась к прерыванию беременности, познание процесса изнутри отогащало это решение. Джирайя этот ребенок тоже только помешает. Он же собрался обучать Наруто в течение трех ближайших лет. Наверняка он поддержит ее, и тогда аборт будет обоюдным выбором. А уже после все встанет на свои места и не нужно будет ничего менять. В резиденции Цунади тщетно пыталась сконцентрироваться на работе. Целое утро она раз за разом перечитывала один и тот же отчет, совершенно не понимая, о чем идет речь. Шизуне, постоянно предлагавшая сделать перерыв и спрашивавшая, ничего ли ей, Цунади, не нужно, только раздражала. Но очередной вопрос о том, не дует ли ей и не стоит ли прикрыть окно, Цунади не сдержалась и выпалила. Беременность не болезнь, Шизуне. Не веди себя так, будто я завтра умру, и ты хочешь сделать мой последний день жизни идеальным. Никто не считает вас больной. Но теперь же вам нужно думать за двоих, и жить за двоих, и заботиться о двоих. Поберегли бы вы себя, Цунади сама. А если простуда? Вы же знаете, что большинство лекарств во время беременности принимать не рекомендовано. Беременность делана живной и временной, а испорченные нервные клетки не восстанавливаются. Вообще-то восстанавливаются. Шизуне. Молчу-молчу. В дверь постучали, и Цунади приподнялась со своего места. Неужели Джирайя? Шизуне, едва заметно вздрогнув от неожиданности, тоже обернулась на стук. Ей санин был неприятен. Она, конечно, понимала, что, как отец, он имеет право знать, но со своей неприязнью ничего поделать не могла. Когда створки скрипнули, и в кабинет вошел хатаки-какаши, обе женщины сделали глубокий выдох. Цунади была немного разочарована, ей так хотелось поскорее переговорить с Джирайей и сделать хоть что-нибудь. Шизуне, напротив, обрадовалась. На днях Джирайя действительно должен был вернуться в Канаху, ходили слухи, что он уже на территории Страна Огня. Но когда Шизуне думала о том, до чего могут додуматься Цунади и Джирайя вместе, ей становилось ужасно и неспокойно за здоровье госпожи Цунади. Пусть делают все, что угодно, лишь бы не аборт. Цунади же сама вроде была против абортов, но сейчас выглядела крайне задумчивой и о беременности предпочитала не говорить. Если она уже сейчас так ругается, то что будет, когда Шизуне предложит ей пройти гинекологический осмотр? Я не помешал? Неуверенно спросил Какаши, переводя взгляд с одной женщины на другую. Они обе выглядели немного странно. Все в порядке, Какаши, покачала головой Цунади. Почему ты не на миссии? Твоя команда должна была отправиться еще полчаса назад. Нам срочно нужен медик. А как же Макото-сан, которого я направил в ваш отряд? Макото повредил ногу, не успели мы и на сотню метров отойти от Канохи. Что? Нахмурилась Цунади. Где он сейчас? Мы доставили его в госпиталь. Закрытый перелом. С ним уже все в порядке, но наша команда осталась без Ленина. Я пришел просить вас о замене. Ну, да. В таком случае, ты можешь взять Шизуне. Цунади сама. Немедленно возмутилась та. Она уже давно не отправлялась на миссию вместе с другими джанинами, ведь она нужна здесь, в резиденции. Извини, Шизуне, но мне больше некого отправить. Макото-сан не был походным медиком. Его место в госпитале. Если бы не отсутствие свободных ирьянинов, я бы никогда не отправила его вместе с отрядом Какаши, и все мы видим, к чему это привело. Я больше не хочу рисковать. Мне жаль лишаться твоей помощи на ближайшие пару дней, но выбора просто нет. Не могу же я покинуть резиденцию и отправиться с Какаши сама. Прошу прощения, Цунади сама. Дайте мне несколько минут на сборы. Мы будем ждать у ворот Канохи. Тебе лучше поторопиться, Шизуне-сан, вставил Какаши. Перед уходом прикажи отправить в Суну предупреждение о том, что ваш отряд немного задержится. Цунади посмотрела на Шизуне, пытающуюся переварить такое количество свалившихся на нее поручений. Не стоит, Хакаги сама. Мы выдвигаемся всего на час позже. Учитывая, что Пудо-Суны не близкий, не думаю, что этот час играет большую роль, возразил Какаши. Пожалуй, ты прав. Но все же не стоит расслабляться. Собираю свою команду. Шизуне скоро будет. Есть, кивнув, Какаши вышел из кабинета. Шизуне бросил на Цунади беспокойный взгляд. Я справлюсь без тебя, Шизуне. Не думай, что я не сумею позаботиться о себе. Я же Хакаги, улыбнулась Цунади. Вы сказали пару дней. Я не ослышалась. Мы уходим в Суну. Если так, то я буду здесь не раньше, чем через неделю. Разве тебе не хочется отдохнуть от бумаг? Я бы и сама с удовольствием отправилась с вами, но не могу. Поэтому я предоставляю эту возможность тебе. Я беспокоюсь о том, сколько работы накопится за неделю. Врет и не краснеет, подумала Цунади. Судя по тому, как Ваша Зуне носится вокруг нее все утро, ей волнуют вовсе не бумажки, перебрать которые могут даже генины. Это не то, о чем тебе стоит переживать. Кстати, какаши и команда тебя уже наверняка ждут, а ты еще не собрана. Сборы не займут много времени, вздохнула Шизуне. И только поэтому ты задерживаешь всю команду? Прошу прощения, Цунади сама, легко поклонившись, Шизуне покинула кабинет. Цунади развернулась в кресле к окну, чтобы посмотреть, как девушка бежит к своему дому, а через несколько минут выходит уже одетая в джанинскую униформу и направляется к воротам Канохи. В какой-то мере Цунади была рада избавиться от ее настойчивой опеки. Но с другой стороны, Шизуне была права, когда говорила о том, что одной ей будет сложно справляться с потоком документации. Вот и нашлось задание для Хьюго Хинуты. Удовлетворенная своим решением, Цунади вновь повернулась к столу и склонилась над злополучным отчетом. Напрасно она надеялась, что без раздражающих вопросов Шизуне ей удастся сконцентрироваться на работе. Сейчас в кабинете было невыносимо тихо. Цунади пыталась проговаривать слово про себя и даже беззвучно шевелила губами, но несмотря на то, что отдельные предложения и абзацы были ей вполне понятны, суть отчета постоянно ускользала. Это было очень скверно, учитывая, что дело срочное. Двое джанинов получили ранения, один из них оказался отравлен. Что-то в составе этого яда напоминало один из образцов, над которым работал Арачимару еще до начала Второй мировой войны. Цунади могла судить об этом, потому что сама в то время занималась изучением медицины, и они с Арачимару делили одну лабораторию. Тогда только Джерайи не было с ними. Он пытался освоить режим отшельника, в который, к слову, до сих пор входит не идеально. Зато в кое-что другое входит и попадает. Чертов Джерайи, где его носят, когда он так нужен? По сути уже пятая неделя пошла. Время тикает и нужно определяться. Для себя Цунади выбрала оптимальное решение. Она не хотела аборта, но еще больше не хотела снова ломать свой образ жизни, к которому только-только привыкла. Если Джерайи поддержит ее решение, Цунади сумеет найти компромисс со своей совестью. Аборт-убийство, вне зависимости от обстоятельств и причин, побуждающих поступать именно так, но это будет их совместное решение. Пытаясь отогнать мысль о том, что Шизо не права, и она просто пытался спихнуть над Джерайи всю ответственность, Цунади мотнула головой. Снова она думает, что Джерайи вместо того, чтобы заняться отчетом, так определенно не пойдет. Цунади встала со своего места и направилась к выходу из резиденции. Был у нее на примете один Шинаби, способный заняться работой, которая по стечению обстоятельств не давалась самой Цунади. Шикаку-сан, она слегка наклонила голову в приветственном мужестве. Хакаги-сама? Немного удивленно протянул Шикаку. Чем могу быть полезен? Есть для тебя одна работенка, Цунади достала из-за пазухи аккуратно сложенный отчет. Это тебе для размышлений. Когда придешь к какому-либо выводу, дай мне знать. Есть еще несколько нюансов, связанных с этой миссией, но о них я расскажу тебе позже. Не хочу передавать тебе собственные предубеждения. Хорошо, кивнул Шикаку, принимая листок и бегло просматривая его. Я подумаю над этим. Спасибо. Шикаку поднял глаза от отчета и удивленно посмотрел на пятую. Вы пришли только ради этого. Шизуне на задание. Обеспокоить Анбу по таким мелочам мне показалось глупым. И вы посчитали, что отправиться сюда лично будет более разумно? В какой-то степени, уклончиво ответила Цунади, на что Шикаку недоверчиво хмыкнул. Надеюсь, что застану вас в резиденции, когда разберусь с этим. Если нет, найти меня не составит труда. Я одна, Анбу много. Пожалуй. Цунади кивнула ему и неспешно отправилась дальше. Конечно, она могла поручить это кому-нибудь из Анбу, но... Как же сильно ей хотелось рамена. До конца рабочей недели Цунади не раз вспомнила о Шизуне. Хина-то выполняла поручения прилежно и добросовестно, но слишком медленно, как только Шизуне все успевала. В конце концов, Цунади пришлось признать, что вдвоем им не справиться и попросить иные Сокуру о помощи. За последние недели Цунади выдала не так много заданий, поэтому учетов было очень мало, и основная работа заключалась в приведении в порядок архивов, которые были запущены еще третьим. Все было бы в разы проще, если бы он хоть раз в месяц относил копии документов в нужные отделы, но Цунади понимала, что если у нее, имеющая такую помощницу как в Шизуне, дошли до этого руки только сейчас, то старик Сарутаби, работавший в одиночку, вполне мог просто-напросто забывать или не успевать проводить инвентаризации. Тем не менее, к концу рабочей недели в архиве царил порядок, в кошельках Кунаича прибавилась монет, а сама Цунади чувствовала себя усталой и разбитой. Ожидание Джирайи, который за всю неделю так и не появился, вымотало ей едва ли не больше, чем сама работа. Цунади как раз накидывала на плечи халат и собиралась уходить из резиденции, когда в дверь постучали. Первой мыслью был Джирайи, но вспомнив, сколько раз она уже ошибалась, Цунади запретила себе думать о нем. «Может, вернулась команда Кукаши?» «Войдите», — бросила она, выправляя волосы из-под халата и поворачиваясь к двери. «Извини, что поздно. Уже уходишь?» Еще до того, как обернулась, Цунади узнала вошедшего по голосу. Неожиданно в горле встал комок, а руки заледенели от волнений. Она поняла, что не знает, с чего начать. «Да. Решила, что могу закончить рабочий день немного раньше, завтра ведь выходной. Неплохо выглядишь, Цунади», — улыбчиво заметил Джирайи. «Я только с дороги, может, сходим куда-нибудь?» «Только пришел, а уже зовешь на свидание». Не совсем, он перестал улыбаться и покачал головой. «Мне нужно рассказать тебе кое-что важное. Хочу совместить полезное с приятным. Неужели ты что-то узнал? Если это действительно важно, будет разумнее обсудить это здесь, в резиденции». Джирайи покачал головой. «В барах обычно много галдящего народу, никто и не расслышит, о чем мы говорим. Я не хочу в бар. Слишком устала». «Голова раскалывается от лишнего шума», — соврала Цунади. Она помнила, чем закончился их последний разговор, и не хотела испытывать ничего подобного снова. Тогда еще можно было думать о том, что дело в заведении, но теперь Цунади точно знала, что проблема в ней. Соврав про головную боль, она почти сразу же отругала себя за это. Похоже, только что она упустила удачный момент рассказать ему о своей беременности. Сделать это оказалось сложнее, чем она думала. «Не хочешь в бар или не хочешь пить?» С усмешкой протянул Джирайя. «Неужели старейшины снова достают своими нравоучениями?» «Вроде того. Но мы можем пойти в закусочную за углом». «Закусочная не бар, Цунади». «Давай тогда поговорим здесь, а в закусочную зайдем, когда закончим с делами». «Ну, хорошо», — согласилась Цунади, опускаясь в кресло и кивая Джирайя на один из стульев. «Так что ты там и узнал?» «Понимаешь, Цунади, в определенных кругах уже давно ходят слухи о преступной организации, называющей себя Акадски». Цунади удивленно моргнула Акадски. «Ты уходил на три недели только чтобы собрать информацию о банде наемников?» «Не стоит их недооценивать. Члены этой группировки берутся за самые сложные задания и выполняют их в кратчайшие сроки. Наджирайя, перебила его Цунади, у нас Генинушо Карачимару, а ты волнуешься о каких-то разбойниках. Я надеялась, что ты узнаешь, где Саски, или хотя бы приблизишь нас к разгадке его местонахождения. Ты ошибаешься, думая о Акадске просто как о банде наемников. «Многие Каги полагают так же, как и ты, и это еще выйдет им баком. Я слышал, что члены этой организации не просто наемники. В последнее время они сократили количество заказов. Ходят слухи, это связано с тем, что они приступили к своей истинной цели поимки Биджу. До этого они просто накапливали необходимые средства для начала основной деятельности. Поимка Биджу? Кому такое в голову могло перейти? Ты хоть представляешь, что может случиться, если хотя бы один джинчурики попадет не в те руки? Представляю, именно поэтому и говорю об этом тебе, Цунади, серьезно заключил Джирайя. Рядом со мной Наруто будет в безопасности. На первое время этого хватит. А потом, после ваших тренировок, он и сам будет способен защитить себя и других, так? Читаешь мои мысли?» Подмигнул Джирайя. Цунади оставалось только поражаться тому, как ему удается сопровождать столь серьезные темы ребяческими жестами. «Кстати, о вашем путешествии. Наруто что-то натворил?» «Нет», — Цунади задумчиво пожевала губы и продолжила немного взволнованно. «Я уже давно хотела тебе сказать, но тебя не было в конохе. Когда ты собираешься выдвигаться? Завтра, после того, как поговорю с Какаши. А что случилось то?» Джирайя не укрылась в волнении Цунади, и он сам начал ощущать нарастающее беспокойство. «Какаши нет в деревне, но его команда должна вернуться на днях», — отстраненно заметила Цунади, еще обдумывая, как преподнести ему известие. «Но сказать мне ты хотела не это», — заключил Джирайя. «Цунади, у тебя точно все хорошо?» «Да. Джирайя, я просто хотела сказать, что жду от тебя. Цунади сама». Шизуни ворвалась в кабинет неожиданно, и Санины повернули к ней озадаченные лица. «Фух, успела». Громко выдохнула та. «Запишите, что отряд Хатаки Какаши вернулся сегодня». Когда Шизуни заметила Джирайю, на которого ранее не обратила внимания, на ее щеках выступил стыдливый румянец. «Добрый вечер», — Джирайя сама, столкнувшись с тяжелым взглядом пятой, она неуверенно добавила. «Прошу прощения, я не помешала». Цунади опустила голову и вздохнула. «Ничего страшного, Шизуни. Мы как раз заканчивали. Цунади». Джирайя смотрел на нее по-прежнему обеспокоенно. «Я жду от тебя хороших вестей, Джирайя. Обучи Наруто так, чтобы он был способен защитить себя и вернуть Саски. Я уверена, Арчимару не будет терять времени даром, и дальнейшие победы или поражения Наруто во многом будут зависеть от ваших тренировок. Я хорошо это понимаю», — кивнул Джирайя немного недоверчиво и на всякий случай переспросил. «Это точно все, что ты хотела сказать?» «Да», — ответила Цунади немного запоздала. «Извини, сходим куда-нибудь в другой раз?» «Конечно. Мне тоже есть чем заняться этим вечером». «Раз Кокаши уже в конохе, пожалуй, стоит поговорить с ним. Надеюсь, он в состоянии говорить?» «Да, конечно», — кивнула Шизуни. Тогда до встречи, Джирайя махнул рукой и вышел из кабинета. Как только дверь за ним закрылась, Шизуни взволнованно спросила. «Вы сказали?» Цунади опустила глаза и покачала головой. «Пока нет. Он уходит завтра. Возможно, я еще успею поговорить с ним». «Не следовало откладывать», — вздохнула Шизуни. «Это же Джирайя. Он уйдет, когда ему вздумается, и найти его снова будет не так-то просто. Я же сказала, что поговорю завтра. Я тоже говорю о завтрашнем дне. Когда он уйдет? Утром, в полдень или вечером? И как вы намерены его искать?» Мне показалось, он прощался уже совсем. «Мало ли что тебе могло показаться, Шизуни?» «Я попрошу кого-нибудь из Анбу найти Джирайя и все ему расскажу. Завтра. Почему вы не сделали этого сейчас?» Воскликнула Шизуни. Я собиралась, но угадай, кто мне помешал? Цунади привстала с места, ощущая дикое раздражение. Шизуни испуганно вздрогнула и опустила голову. «Прошу прощения, Цунади сама». «Пожалуйста, простите». Я не хотела. «Все в порядке?» «Это ты извини меня, Шизуни. Ты не могла знать о том, что Джирайя здесь». Цунади вздохнула и опустилась обратно в кресло. От вида расстроенной и напуганной Шизуни ей самой стало очень горько. Испытывая жгучий стыд, Цунади уткнулась лицом в ладони. Заплакала. Она старалась держать себя в руках, но набежавшие на глаза слезы все продолжали течь. Стараясь не дергать плечами и контролировать дыхание, Цунади беззвучно плакала. Она надеялась, что Шизуни, виновата склонившая голову, не заметит этого. Сначала Цунади оплакивала свое слишком резкое поведение с ней, потом неудачную попытку рассказать о своей беременности Джирайя, а затем и вовсе саму беременность. Когда причин для слез не осталось, Цунади поняла, что плачет просто потому, что ей этого хочется. Без причины. Это глупо и эгоистично, но остановиться она уже не могла. Что с вами, Цунади сама? Шизуни, наконец заметившая состояние пятой, не на шутку перепугалась. Она еще ни разу не видела, как та плачет, не считая тех случаев, когда Цунади была пьяна. Шизуни подбежала к ней и обняла за плечи. Все хорошо, Цунади, ты еще скажешь ему. Хочешь, я сама скажу? Не ощущая в себе ни сил, ни желания говорить, Цунади просто покачала головой. Она слушала утешительный бред Шизуни и чувствовала, как от слез у нее начинает болеть голова. Плакать было приятно, но лепетание, Шизуни и усиливающаяся головная боль сводили все удовольствия на нет. Я в порядке, с трудом выдавила Цунади, отстраняясь от ученицы и прекращая истерику. Вот и хорошо, откликнулась Шизуни, становясь на коленке возле нее и ласково утирая ей слезы, давайте, я провожу вас. Мне нетрудно. Я так соскучилась по конохе, что для меня будет только в радость немного пройтись. Я сама. Цунади сама, недовольно нахмурилась Шизуни. Между прочим, по вам я тоже соскучилась. Заодно расскажите мне, как вы тут справлялись без меня. Ну, хорошо. Цунади неохотно кивнула и встала из-за стола. От соленых слез кожа на лице неприятно стянула. Только сначала зайдем в уборную, мне нужно умыться. Конечно. По дороге к дому Цунади Шизуни рассеянно слушала о том, как иные сакуры постоянно устраивали негласные состязания, вроде кто успеет больше сделать или кого первую похвалить сама Хакаги, и думала о том, какой же усталой выглядит Цунади. Особенно сейчас с распухшим носом, покрасневшими щеками. Шизуни беспокоила, что Цунади, зная о пятинедельной беременности, совсем не заботится о своем здоровье. Она могла бы меньше переживать, больше и отдыхать, но... Видимо, собственно, ребенок ей не нужен. Шизуни помрачнела. Если бы она только могла. Как бы ей хотелось. Она вздохнула, размышляя о том, что сама была бы готова воспитать этого малыша как родного. Было бы очень здорово, если бы он был похож на саму Цунади хотя бы внешне. Но как предложить такое? Цунади сама, давайте вместо аборта вы отдадите своего ребенка мне? Бред. Шизуни, ты меня слушаешь? Конечно, Цунади сама. Утро выдалось теплым и ясным. Хорошая погода располагала к прогулкам, но Цунади была вынуждена сидеть в кабинете резиденции и ждать прихода Шизуни. Обычно Пята не имела привычки приходить на работу раньше своей помощницы, но сегодня ей нужно было увидеть Джирайю. Цунади не могла просто взять и уйти, поэтому она ждала ученицу, чтобы ей место не пустовало, а пришедшие с просьбами или отчетами Шинаби могли обратиться к Шизуни. Наконец в дверь постучали, и Цунади облегченно выдохнула. Доброе утро, Цунади сама. И тебе, Шизуни. Ты не могла бы ненадолго заменить меня? Пойдете искать Джирайю? Понимающе спросила девушка. Я видела его вычероку. Они с Наруто что-то обсуждали. Тогда я пойду сразу туда. Думаю, пока Наруто будет прощаться с друзьями, у нас останется немного времени. Вам лучше поторопиться. Начало было Шизуни, но Цунади ее перебила. Я знаю. Спасибо. Цунади выскочила из кабинета и быстрым шагом направилась к Ичирайку. Вокруг ходили люди, те, что узнавали и почтительно кланялись. Как быстро все привыкли к ней и забыли о третьем. Интересно, когда она покинет пост, жители так же охотно станут кланяться какому-то новому шестому Хакаге? Глупый вопрос. Конечно, так и будет. Так должно быть. Вокруг Цунади то и дело мелькали пары, дети, мужчины и женщины, мальчики и девочки. Кто-то ушел, кто-то бежал, а кого-то вовсе несли на руках. Невольно Цунади засмотрелась на молодую пару мужчин и поглаживал округлившийся живот счастливой супруги. Они улыбались и, похоже, выбирали подходящее имя своему ребенку. Это выглядело очень мило. Цунади прошла мимо, безуспешно пытаясь избавиться от кома в горле. У нее тоже могло все это быть, если бы не война. У них с Даном тоже могли быть дети, с которыми играл бы ей брат Наваки. Не смейте. Не смейте думать об этом. Не смейте вспоминать. Столько времени прошло. Ни к чему бередить старые раны. Цунади глубоко вздохнула. Ей не о чем жалеть. За свою жизнь она сделала много полезных вещей, которые гораздо важнее ей эгоистичных желаний. Ей удалось добиться того, чтобы в команду Шиноби включали Ирьянинов. Она смогла внести свой вклад в развитие медицины. Сейчас она старается поддерживать порядок процветания в Канохе. А еще... Она беременна. И, возможно, это ей последний шанс обрести семью. Пусть маленькую и неполную, но самую счастливую. Цунади чувствовала, как с таким трудом успокоенная совесть снова поднимает голову, чтобы посмотреть на нее своим укоряющим презрительным взглядом. И не было никакой возможности убежать и не слушать звенящий эхом в ушах убийца. Цунади ускорила шаг, не замечая людей, которые продолжали почтительно кланяться, и детей, оборачивающихся и показывающих на нее пальцами. Тревожные мысли неохотно, но отступили, и Цунади наконец смогла вздохнуть свободнее. Она успокоила себя тем, что когда она поговорит с Джирайей, вместе они обязательно что-нибудь придумают и тогда этот кошмар закончится. Осталось только решиться и хоть с чего-нибудь начать. Еще на подходе к очарику Цунади ощутила, как взмокли ладони. Вчера она испытывала то же самое. Нельзя снова допустить ошибку. Подойдя к заведению, она крепко сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Это придавало уверенности в том, что все, происходящее сейчас, не сон. Из очарику доносились звон посуды и запах рамена, а вот голосов Наруто и Джирайя слышно не было. Цунади заглянула внутрь заведения, но никого кроме Теучи и Айми там не обнаружила. О, Хакаги-сама! Что вам угодно? У нас сегодня скидки. Спасибо, но я ищу Джирайю. Мне сказали, он был здесь недавно. Так и есть. Они с Наруто ушли минуты десять назад. Должно быть, сейчас они уже успели покинуть Канаху. Спасибо, бросила Цунади и поторопилась к главным воротам. Обычно приятно своей несуетливостью Теучи сегодня и раздражал. Нельзя было сказать об их уходе как-то немногословно и медлительно. Если бы не титул Хакаги, Цунади могла бы всерьез перейти на бег, чтобы догнать Джирайю. Ей оставалось только надеяться, что он не успел уйти далеко. Как же Шизуне была права. Стоило спросить о времени их ухода еще вчера, когда он сказал про Кукаши. С каждым шагом в ворота Канахи, стоящие в самом конце улицы, становились все выше и ближе. Вскоре Цунади удалось рассмотреть несколько фигур, столпившихся у вахты. В одной из них она безошибочно узнала Джирайю. Эту светловолосую макушку ни с чем не спутаешь. «Джирайя!» — крикнула она, видя, что тот уже повернулся к Канахе спиной. «Джирайя!» — Саня набернулся, похоже, услышав ей голос. Подойдя к нему ближе, Цунади узнала о других присутствующих, к отецу, Изума, Сакуру и Наруто. «Джирайя!» — голос Джирайи звучал обеспокоенно. «Что-то срочное!» — «Ты не представляешь, насколько...» — выдохнула Цунади, переводя дух. «Джирайя смотрел на нее, молча поглаживая по плечу, и по мере того, как восстанавливалось ее дыхание, Цунади чувствовала, что решимость снова покидала ей. Кроме Джирайи на нее взволнованно смотрели остальные. К этому Цунади была не готова. Она продолжала молчать, игнорируя всех, кроме, может быть, Джирайя. «Наконец, Наруто не выдержал, что случилось, дать тебе...» «Не перебивай!» — резко остановила его Цунади. Она пыталась найти в себе хотя бы каплю той решимости, с которой выходила из резиденции. Обиженная Наруто мешал ей сосредоточиться, но вы же молчали, бабуля Цунади. «Ты попрощался со всеми, с кем хотел?» «Нет?» «Ну, так у тебя есть еще лишних пять минут. Дуй давай!» «Никуда я не пой!» Наруто остановил его Джирайя. «Цунади права, ты, кажется, забыл к Какаши заглянуть. Я здесь...» Приветливо махнул Какаши, непонятно откуда взявшийся на одной из веток ближайшего дерева. «Прощайте, Какаши-сенси», — послушно сказал Наруто, за что огреб сразу от обоих санинов. «Ай-яй! За что?» «Наруто, Сакура, пока мы все еще вместе, я хочу сделать небольшое напутствие», — примирительно предложил Какаши. «Идемте!» Он увел за собой генинов, беспрестанно оглядывающихся на Джирайя и Цунади. Так же, как и Какаши, они испытывали ощущение, что лишние уши мешают пятой высказаться. Они искосо поглядывали на Сенсиа, прикидывая, может ли он дать им возможность послушать, о чем будут говорить санины, но пришли к отрицательным выводам. Какаши всем своим видом выражал вежливо и безразличие к происходящему. После того, как генины ушли со своим Сенсием, одного взгляда пятой хватило, чтобы Изума и Котецу вернулись на вахту. Но несмотря на то, что они с Джирайей, наконец, остались одни, Цунади не покидало ощущение, что все внимание по-прежнему приковано к ним. Ей казалось, что окружающие вслушиваются в их разговор, и это мешало сосредоточиться. Видея затруднительное положение, Джирайей начал сам, «Ты все хорошеешь, старушка». «Ну-ну, не излить», — я сказал, что думал. «Ты всегда говоришь, что думаешь. Часто не к месту. Ну и пусть». «Кстати, Цунади, я не шутил, ты действительно похорошела. Я еще вчера заметил». «Ты что, усовершенствовала свою технику омоложения?» «Нет», — неохотно ответила Цунади. «Дело не в технике. Помнишь, ты заходил ко мне. Мы еще выпили. А потом Шизони». Цунади смущенно покраснела, вспомнив, как ваша Шизони застала их утром. «Ну», — кивнул Джирайей, заметно напрягаясь. «Тогда мы с тобой. Я очень хорошо помню, что мы делали той ночью, несмотря на то, что был смертельно пьян. Цунади, в чем дело? Понимаешь, скоро у нас будет». Неожиданно Джирайей хлопнул в ладоши и радостно воскликнул. «Я понял, что в тебе изменилось. Твои груди. Они стали немного больше. Теперь они еще более округлые и соблазнительные. Придурок». Цунади со всего размаху ударила его кулаком в челюсть, да так, что он как в старые добрые времена пролетел не меньше десятка метров, прежде чем оказался в песке. Цунади молча наблюдала за тем, как Джирайя поднимается и отряхивает одежду от дорожной пыли, улыбаясь ей по-прежнему приветливо и дружелюбно. В ответ на это она демонстративно скрестила руки на груди и наградила его насмешливым взглядом. Извращенный отшельник. «Ну что, выдвигаемся?» Цунади оглянулась как раз вовремя, чтобы заметить спешащего к воротам Наруто, за которым более спокойным шагом следовали Кокаши и Сакура. Интересно, что Хатаки им сказал. К сожалению, по лицу Кокаши невозможно было ничего понять. Да и разве это важно? Как Сенси, он наверняка нашел достойный повод, чтобы отвлечь их. А ты как думаешь? Мы и так порядком задержались, Джирайя с усмешкой потрепал Наруто по волосам. «Еще увидимся, Цунади!» Та склонила голову в знак согласия. Она чувствовала, как губы против воли изгибаются в дружеской усмешке, но никак не могла подавить ее. Ну и черт с ним! Джирайя с Наруто отправились вперед к горизонту, а Цунади вместе с Сакурой и Кокаша остались стоять у ворот Канохи. Несмотря на простую обстановку и отсутствие пафосных прощальных речей, Цунади не могла избавиться от ощущения торжественности происходящего. Она смотрела в спину у уходящей Мшиноби и думала о том, как сильно они похожи. Оба упрямые и несносные. Лишь бы с ними было все хорошо. Улыбка медленно сошла с губ Цунади. Она ведь снова не сказала Джирайя о том, что ждет ребенка. Может, это к лучшему незачем ему переживать. Нет, не к лучшему. Теперь переживать будет Цунади, а ведь ей нельзя. Она насмешливо фыркнула и не собиралась же оставлять этого малыша, а теперь испытывает что-то вроде волнения за собственное беременное состояние. Впрочем, это же не о ребенке забота, а о себе любимой. В конце концов, нервничать никто не любит. Цунади сама неожиданно подала голос Сакура. Возьмите меня на обучение. У меня уже есть ученица. Пожалуйста. Я буду очень стараться. Вы не пожалеете. Цунади перевела взгляд на Кукаши. Он смотрел на нее напряженно и выжидающе. Так вот о чем они говорили. Кукаши. Даже Кукаши заботятся о своих учениках, пусть они пока и не в состоянии осознать этого в полной мере, но это действительно так. Джирайя тоже не дает наорут в обиду. Гайли вообще как отец с сыном. А Цунади... Цунади из Шизуне то не особо ладит, куда уж ей брать еще учеников и, тем более, рожать. Как бы ты ни пожалела, Сакура. Быть ниндзи-медиком большая ответственность. Тебе придется учиться не только спасать жизни других, но и оберегать свою собственную. Медик, который выбывает в самом начале боя, бесполезен. Я хорошо это понимаю. Я... не буду обузой для Саски и Наруто. Я тоже хочу стать сильнее. Пожалуйста, Цунади сама. Цунади смирила ей пристальным взглядом. Что-то было в этой девчонке. Кукаши, что же ты задумал? Думаешь, пристроить своих учеников в добрые, или не очень, руки? А что, забавно выходит трое санинов обучают тройцу из седьмой команды. Хороший вырастет замена, особенно, если у Наруто получится вернуть Саски. Ну ладно. Приходи ко мне завтра после обеда. Обсудим план обучения на ближайшее время. Поняла, поклон Сакуры вышел не в меру торопливым так, что слова благодарности ушли ей под ноги. Попрощавшись с ними, Сакура скорым шагом направилась вглубь Канохи. Это выглядело так, будто она боялась, что Пятая передумает, и поспешила уйти, пока этого не случилось. А ты хитрец, обратилась к Какаши Цунади, делая размеренные шаги в сторону резиденции. Нет. Она сама выбрала этот путь, я лишь немного потолкнул. Скажите мне лучше, вы успели поговорить с Джирайей сама? Самое главное все же осталось несказанным. Но я думаю, скоро все решится само собой. Хорошо, если так. Да, хорошо. Цунади устала думать о Джирайе. До этого момента она излишне полагалась на него, считая нужным поступить так, как скажет он. Неужели она сама не в состоянии принять решение? Хотя... Она уже все решила для себя, но ничего не сказать об этом Джирайе неправильно. Цунади вздохнула. Теперь совершенно точно ясно, что найти его больше не представится возможным. Ну и ладно. Шизуне, ожидавшая прихода пятой в кабинете, выглядела взволнованной. В чем дело, Шизуне? Пока вас не было заходили шикакусаны. Шизуне запнулась и неуверенно посмотрела на Цунади, старейшины. Чертовы старики снова ругались на то, как я веду дело. Нахмурилась Цунади, упирая руки в бока. Не совсем. Они ругались по поводу вашего отсутствия, Цунади сама. Кахару сама выразила недовольство деятельностью Хакаги и просила передать, что они с Хамурой и сама будут ждать вас для обсуждения результатов ваших действий. Я зайду к ним, но сначала расскажи, с чем приходил шикаку. Он сказал, вы поручили ему нечто срочное и важное. Я предложила изложить суть проблемы, но он отказался и просил сообщить ему, когда вы будете на месте. На щеках Цунади выступил легкий румянец. Перед шикаку ей было неудобно. Два единственных раза, когда она покидала резиденцию в рабочее время тогда, когда она отправилась в Ичирыку, и сейчас шикаку застукивал ей. И это при том, что она обещала ему быть на месте, когда он придет с ответом. Некрасиво получилось. Я схожу к старейшинам, а ты, Шизуне, скажи шикаку, что я буду готова принять его через полтора часа. Хорошо. С легким поклоном Шизуне вышла, оставив Цунади стоять посреди кабинета в одиночестве. Пальцы на руках Пятой едва заметно подрагивали. На этот раз старейшины были правы. В последнее время она действительно запустила свои обязанности, и об этом свидетельствовала не только огромная гора неразобранных документов, пылившихся в углу кабинета. Мысли Цунади были далеки от дел Канохи. Проблемы в личной жизни совсем выбили ей из колеи. Но с этого момента ей следует сосредоточиться на работе. Хотя бы на первое время, чтобы навести порядок в той мешанине, что скопилось за все то время, которое она витала в облаках. Резко выдохнув, Цунади кивнула самой себе и повернулась к выходу из кабинета. Ей ждал крайне неприятный разговор. Советники встретили Хакаги вежливыми кивками. Позволь спросить, по какой причине ты отсутствовала в резиденции этим утром? Разве я обязана отчитываться о своих действиях? Старики присели на небольшой диван, и Цунади заняла место напротив. В какой-то мере. В частности, когда дела в деревне идут не самым лучшим образом. Будьте уверены, я делаю все возможное, чтобы это исправить. К тому же, я не вижу ничего такого, о чем стоило бы волноваться. Да, Учиха Саски действительно покинул деревню, но на то были причины, к которым я не имею никакого отношения. Саски был помечен у Рачимару еще на экзамене, организацией безопасности которого занималась отнюдь не я. В данный момент эта проблема решается. Миссию по возвращению Учихи взял на себя Узуму Киноруто. Сейчас он покинул Канаху вместе. «Джинчурики Девятихвостого!» Нахмурилась Кахару. «Ты отпустила джинчурики!» «Ты хоть представляешь, какой угрозе подвергаешь деревню?» «Если его перехватят, Канаха лишится довольно мощного оружия и останется беззащитной перед остальными странами, у некоторых из них в запасе по нескольку биджу. Наруто не оружие. Он будет способным на гораздо большее, если его как следует обучить. Он же не ушел в одиночку. Его взял с собой в качестве ученика Джирайя. Их путешествие продлится не более трех лет. Наруто снова вернется в деревню и приступит к миссии по возвращению Саски. Ты уверена, что поступаешь правильно?» «Джирайя довольно легкомысленный для того, чтобы защищать джинчурики», произнесла Кахару нарочитым длинно и рассудительно, но Цунади не позволяла себе обмануться. «Пульсирующая венка на виске Кахару говорила куда больше, чем непоколебимое спокойствие на лице. Вы считаете Джирайя, которого прежде желали видеть на моем месте, не способным защитить собственного ученика?» Цунади усилием воли подавила желание разразиться ругательствами. «Речь идет не об обычном ребенке», — вставил Хамура. «Наруто джинчурики, его охрана не под силу одному человеку. Наруто в первую очередь ребенок и только потом уже джинчурики. Он ничем не отличается от других детей. Если бы с ними отправился отряд из шести семи джанинов, это только привлекло бы ненужное внимание. Но если на них нападут Акадские, джанины смогли бы оказать неоценимую помощь Джирайе. Цунади на мгновение забыла, как дышать. Упоминание об этой организации немного отрезвело ей, после чего раздражение нахлынуло с новой силой Акадские. «И давно вам известно об Акадске? С тех пор, как в их руках оказался первый биджу. Неужели ты не знал о них, Цунади?» Кахару посмотрела на нее чуть пристальнее, и Цунади показалось, что в этом взгляде таилась плохо скрываемая насмешка. «Конечно, я в курсе. Неужели? Мы думали, что тебе некогда заниматься преступными шайками вроде этой. Ты же так занята, что даже не можешь вовремя прийти в резиденцию. Это было последней каплей. Цунади резко встала. Я уже сказала, что на это у меня были свои причины. К тому же вам и самим прекрасно известно, что Акадские отнюдь не мелкая преступная шайка, которой их считают остальные как урезы-то. «Так если тебе известно об этом, почему ты не усилишь охрану джинчарики и не направишь людей, чтобы узнать побольше о планах этой организации?» Жестко спросил Хамура, опережая Кахару. «Их планы мне уже известны», — выдохнул Цунади, опускаясь на диван. «Ваш информатор разве этого не узнал? Сейчас я занята не менее важными поисками. Кажется, мы очень близки к разгадке местонахождения Арачимару. Это важнее угрозы потери джинчарики». Да, уверенно кивнула Цунади, поняв, что спорить на эту тему бесполезно. Ты еще молода и неопытна, а к нашему мнению прислушивался сам Табирама. Мне ближе методы Сарута Бесенсия. Как бы это ни обернулось против Канохи, покачала головой Кахару. «Вы сами согласились передать титул Хакаги мне? Неужели вы думали, что я не продолжу дело моего Сенсия? Я не помню, чтобы при нем кто-то был несчастлив или Каноха обедствовала». Цунади снова встала со своего места, подводя разговор к завершению. Наступают другие времена. При третьем не было ничего похожего на Акадске. Надеюсь, ты понимаешь, что это значит, старейшины также поднялись со своих мест. Это значит, что Наруто... «Нет, все мы должны стать сильнее, чтобы быть готовыми к чему бы то ни было». Легко поклонившись, Цунади покинула кабинет. Не ошиблись ли мы с выбором, пойдя на поводу у третьего? Она еще думается. «А если нет, Кахару? Если нет, Корень убережет Каноху, как уберегал ей прежде». Как и обещала, Цунади работала в полную силу, всецело сосредоточившись только на обязанностях Акаги и не отвлекаясь на свои личные проблемы. Это дало результаты, и вскоре одно из убежищ Арачимару было найдено. К сожалению, оно пустовало. Это было то самое место в стране рисовых полей, откуда некогда вернулся Шинаби, пораженный отравленным оружием. Анбо уже осматривали эту базу в поисках следов Арачимару. Саски находился там вместе с ним, а вот куда они отправились теперь, сказать сложно. В принципе, у Цунади было одно предположение, но проверять его не хотелось до получения точной информации от Анбо. Если бы не Шикаку, вовремя подключившейся к работе и вовлекшей в нее Цунади, они бы не достигли половины тех успехов, которыми могут похвастаться сейчас. Потребность в надежных, готовых помочь ей людях встала как никогда остро. Этим должны были заниматься советники, но на деле от них не было реальной поддержки. Привыкшие к жестким радикальным методам Табирамы, они считали Цунади слабым правителем, не способным принимать решительные меры. Разногласия между советниками и Хакаги приводили к тому, что Цунади предпочитал решать задачи самостоятельно, не прибегая к их помощи. В свою очередь, советники действовали через корень. Пожалуй, единственным, что приносило удовлетворение, в последнее время стали занятия с Сакурой. Девчонка оказалась упорной и толковой ученицей, и Цунади еще не приходилось пожалеть о своем решении. За те несколько уроков, которые они успели провести, Сакура уже научилась использовать свою чакру для выполнения медицинских техник, а также добилась некоторых успехов в лечении животных. Пришло время научить ей сохранять не только чужие жизни, но и свою собственную. Честно говоря, Цунади побаивалась этих занятий. Она не ощущала себя готовой к физическим нагрузкам. Сонливость отступила, но усталость по-прежнему быстро одолевала ей. Ко всему прочему, ей начали беспокоить боли в груди, а соски стали настолько чувствительными, что раздражались от малейшего трения ткань. При этом в Канохе не нашла сливчиков нужного ей размера. Приходилось терпеть. Цунади отложила расческу и принялась заплетать волосы. Обычно мягкие и послушные, сейчас они выглядели сухими и безжизненными. Цунади со вздохом посмотрела на расческу, в зубцах которой осталось немало волос, а потом провела по заплетенным хвостам, снимая еще несколько волосинонок. Напряженная работа не прошла для нее бесследно. Повернувшись боком, Цунади посмотрела в зеркало, чтобы убедиться, что ничего еще не видно. Кончик белой рубашки непривычно задирался и Цунади, поддавшись семинутному порыву, принялась раздеваться, чтобы оценить, насколько изменился ей живот. На первый взгляд по-прежнему плоский, к низу он уже немного округлился. Со стороны этого было не видно, особенно тем, кому не с чем сравнивать, но Цунади не могла не ощущать разницу. К тому же, ей грудь действительно стала больше. Как только Джерай заметил это раньше нее. Цунади подняла вещи и торопливо оделась, испытывая стыд за свое поведение. Конечно, ничего еще не видно. Живот станет заметен на четвертом-пятом месяце беременности, а у нее пока только 13 недель. Взгляд Цунади упал на маленькие диванные подушки, и в голову пришла еще более сумасшедшая мысль. Она не собиралась оставлять этого ребенка, а значит, не могла увидеть себя на более поздних сроках. Задержав дыхание и немного пригнувшись, Цунади бесшумно вышла из ванной и подошла к дивану. Протянув руку к одной из подушек, она немного замешкалась. Какой ерунду она занимается. Хотя... останавливаться на полпути будет еще глупее. Помедлив совсем немного, Цунади подхватила одну из подушек и повертела ее в руках. Мягкая и легкая она идеально подходила для задуманного. Цунади развязала пояс и распахнула рубашку, прикладывая подушку к животу так, чтобы ее можно было зафиксировать поясом. К сожалению, концы рубашки не сошлись, и из-под них топорщились узорные уголки с кисточками. Цунади решила эту проблему, запахнув сверху свой халат, который был довольно просторным и, в отличие от рубашки, вполне вмещал увеличившийся живот. Когда Цунади вернулась к зеркалу в ванной, чтобы посмотреть на то, что получилось, ей одолело чувство стыда. Квадратный живот смотрелся неестественно нелепое, вопреки всем ожиданиям, выглядел плоским. О чем она только думала. Цунади поправила подушку так, чтобы та стала более объемной и снова покрутилась перед зеркалом. Гладить такое пузо было неприятно. Слишком мягкое и ворсистое на ощупь. Пояс поддался легко, и подушка скользнула вниз. Цунади осталась стоять посреди ванной с одеждой нараспашку. Вид стройного, немного округлого живота придавал Цунади бодрости, и, наскоро запахнувшись, она поспешила в резиденцию. Цунади сама. Да, Шизуни. Цунади подняла глаза от прошения одного из жителей деревни. Приближается экзамен на Чунина. Вы же помните, что он проводится два раза в год. Осталось два месяца, а вы еще даже не начинали об этом думать. Цунади поставила печать с пометкой «Просмотрена» и отложила прошение на край стола. «Ошибаешься, Шизуни. Я думала об этом и пришла к выводу, что Маринда Ибеки, Митара Шанка и Генма Шираной отлично справятся с этим. Я уже уполномочила их отдельным переказом. Организацию процесса возьмет на себя Шикакунара. Мне останется только подписать необходимые документы и выслать приглашение другим странам. Не слишком ли много полномочий вы делегируете? Не думаю. Справляться и совсем в одиночку крайне утомительно. Шизуни уже открыла рот, чтобы возразить, но Цунади строго добавила. С некоторых пор. Скажи лучше, нет ли у тебя после обеда неотложных дел? Эээ. Нет. Отлично. Тогда сегодня ты поможешь мне. Пора бы научиться Куру уклоняться. Я начну, а ты подхватишь. Хорошо? Вы уверены, что вам стоит начинать? Шизуни беспокойно переступила с ноги на ногу, отчего-то он-то он, сидящая у нее на руках. Недовольно хрюкнула. Да, но... Боюсь, после начала этих занятий, тебе ненадолго придется взять обучение Сакура на себя. Хакаги порой бывают очень заняты, усмехнулась Цунади. И беременны. Шизуни пробормотала это в полголоса, так чтобы Цунади не расслышала. Как идут дела в госпитале? Все хорошо. Количество больных и раненых значительно сократилось. Цунади сама, Шизуни присела на один из свободных стульев и спустила тон-тон на коленки. МММ. Вам не кажется, что это связано со снижением количества миссий, выдаваемых Шинаби? К тому же казна растет преимущественно за счет сокращения расходов на социальное обеспечение, опять же, сокращения заказов от Хакаги. Ты на что намекаешь, Шизуни? Голос Цунади зазвучал тише, и девушка с трудом избавилась от кома в горле. Я понимаю, что вы очень заняты работой и обучением Сакуры, но в последнее время вы не сделали ничего для развития деревни. Я вас не обвиняю. Я хочу кое-что предложить вам. Шизуни опустила голову и принялась теребить край жилетки тон-тон. Вы выглядите не очень хорошо. Я говорю как медик. Боюсь, из-за несоблюдения необходимой в вашем положении диеты, вы страдаете от неохватки витаминов и вообще. Вам нужно к гинекологу. Нужно сдать анализы, чтобы убедиться, что с вами все хорошо, и восполнить то, чего не хватает вашему организму. Я не могу обратиться в госпиталь Канохи. Советники будут рады любой мелочи, которая может стать поводом к тому, чтобы Данзе заменил меня на этой должности. И пока эта угроза реальна, я не готова сменить кресло Хакаги на гинекологическое кресло. И что же вы тогда намерены делать? Шизуни замолчала, ожидая услышать ответ, но его не последовало. Цунадин не могла признаться в том, что сознательно не хотела думать о своем положении. До сих пор она жила по принципу «пусть все идет, как идет» и только сейчас поняла, насколько Шизуни права. Если и дальше продолжать ждать, это не приведет ни к чему хорошему. Время для аборта уходит. Теперь, после тринадцатой недели, все будет наверняка сложнее, да и не каждый специалист решится на такое. Но если не сделать этого в ближайшее время, то придется рожать. И пусть сейчас эта мысль не вызывает такого ужаса, какой охватывал Цунади еще каких-то два месяца назад, к рождению ребенка она по-прежнему не готова. Цунади сама. Я предлагаю вам покинуть Канаху на время вашей беременности. Скоро живот начнет расти и скрывать это будет сложно. Не будет. Я успею. Прекратите. Я не хочу больше слушать про аборты. Вы прекрасно знаете, что опоздали. Ошибаешься, Шизуни. У меня еще девять недель в запасе. Шизуни вздрогнула, и сидящая у нее на коленях тон-тон жалобно хрюкнула. Вы с ума сошли. Вы же сами против такого. Еще недавно вы говорили о том, как это низко, а теперь сами планируете совершить подобное. Замолчи, Шизуни. Нет, это вы помолчите. Вы собираетесь совершить убийство. Вам прекрасно известно, что в двадцать недель малыши уже толкаются и узнают прикосновения родителей. Вы собираетесь этого ждать? Цунади привстала с силой и ударила кулаком об столешницу. Замолчи. На кону все жители Канохи. Я не могу пожертвовать всеми ради одного. Вы сами знаете, что это отговорки. Закричала Шизуни. Они молча сверлили друг друга взглядами, но в конце концов Шизуни отвела глаза, признавая поражение. Неужели вам совсем не жалко? Если этот ребенок не нужен вам, это не значит, что он не нужен никому. Шизуни сидела, опустив голову и поглаживая тон-тон. Под ее руками свинка довольно жмурилась, и это придавало девушке уверенности. Цунади глубоко вздохнула. Я не думаю, что Джирайи нужен этот ребенок. Мы с тобой уже говорились об этом. Ну-ка и в чем ты права? Если я не могу обратиться в наш госпиталь, это не значит, что меня не примут где-нибудь еще. На этой неделе мы подготовимся к отъезду, пока еще не стало поздно. Хорошо, Шизуни поджала губы и вышла из кабинета. Цунади проводила ее мрачным взглядом, откладывая бумаги на край стола. Поведение ученицы было ей неприятно, отчасти потому, что ее слова находили отклик в душе самой Цунади. После 12 недель аборты не делают без особых показаний, причиной которым могут быть заболевания вроде сахарного диабета или неблагополучные социальные ситуации, в числе которых изнасилования. Но. Все же технически это возможно. Конечно, плод Цунади не решилась назвать его иначе сейчас начнет быстро расти и развиваться, в таких условиях, чем позже срок, тем сложнее и опаснее делать аборт, но делают же и в 20 недель. Цунади медленно вдохнула. Сложив руки на краю столешницы, она опустила голову и резко выдохнула. В голове всплывали страницы медицинских справочников и истории болезней девушек и женщин, которых она когда-либо принимала. Кого-то ей удалось отговорить, а кому-то. Кому-то она советовала хороших врачей, специализирующихся в данной области. Сама Цунади еще ни разу не делала подобного и даже не предполагала, что когда-нибудь это понадобится ей самой. Тринадцать недель. Начало уже положено и пройдено треть пути, а ведь Цунади уже не девочка. Она так хотела иметь семью, детей, мужа. Как и любая другая женщина, она хотела любить и быть любимой. Возможно, этот аборт станет самой большой ошибкой в ей жизни, но так нужно. Цунади прикрыла глаза, отгоняя простые вопросы, на которые не было ответов кому это нужно и зачем. Ем. Незаметно для себя она пролежала в таком положении до самого прихода Сакуры. Цунади сама? Пришлось поднять голову и сесть прямо, несмотря на отсутствующее настроение. Проходи. Ты выполнила те упражнения, которые я тебе показала на прошлом занятии. Да, Цунади сама. И как успехи. Сакура переступила с ноги на ногу и пригладил волосы. Честно говоря, не очень. Неважно, перебила ей Цунади. Это подождет. Сегодня мы займемся кое-чем новеньким. Повзмахуя руки посреди кабинета, непонятно откуда возник один из Анбу. Найди Шизуне, бросила ему Цунади и обратилась к Сакуре. Сегодня она присоединится к нашим занятиям. Хорошо, Цунади сама. Анбу исчез так же быстро, как и появился, и в кабинете воцарилась тишина. Цунади взяла в руки первую попавшуюся бумагу и принялась перечитывать ей. Только после того, как пробежалась по тексту в третий раз, она заметила в углу печать и свою же подпись. Документ уже был просмотрен ею. Проклятие. Сквозь зубы ругнулась Цунади и резким движением отодвинула лист в сторону. Что-то случилось? Сакура подняла голову и с неподдельным интересом посмотрела на пятую. Нет, ничего. Просто не понимаю, где Шизуне. Мы не так давно разговаривали с ней, так что она не могла далеко уйти. Не зная, что ответить на это, Сакура просто пожала плечами. Еще некоторое время они провели в молчании, после которого донесшиеся из коридора шаги казались долгожданным спасением. Сакура немного отошла от двери, чтобы Хакаги могла увидеть посетителя. В дверь постучали, и Цунади удивленно приподняла брови, Шизуне не было нужды стучать и ей так ждут. Хакаги сама, как о шипу приветствовал Цунади кивком, а, заметив Сакуру, добавил, и ты здесь, Сакура. У меня занятие с Цунади сама. Надеюсь, ничего срочного. Усмехнулась Цунади. Помнится, тебя просили о помощи в книжной лавке. Все же сделано. Я как раз принес отчет и заодно хотел спросить вас кое о чем, Какаши вытащил из нагрудного кармана свиток с отчетом и положил его на стол. Это касается экзамена на Чунина. До него еще целых два месяца. Ты уверен, что это не может подождать? Я просто хотел уточнить, программа будет та же, что и на прошлом экзамене. Как и прежде экзамен будет проводиться в три этапа, теория, практика и боя один на один. Все то же самое, разве что сами задания будут отличными от предыдущего года. Профилы тоже стандартные. Именно. Я не понимаю, что конкретно тебя интересует. В профилах сказано, что участие в экзамене на Чунина могут принимать команды по трое. Раз уж так получилось, что двое моих учеников не могут принять в нем участие, то как быть с третьем? Ты хочешь, чтобы Сакура пробовала сдать его в этот раз? Нет, но Наруто не вернется раньше, чем через два года, а это целых четыре экзамена. Наруто будет становиться сильнее, то же касается Саски, но они оба, покинув Канаху, так и останутся генинами. Саски теперь нукинин, у них нет деления на генинов и чунинов. Речь не об этом. Сакура моя ученица, и мне бы хотелось, чтобы хотя бы она получила звоняние Чунина, подытожил какаши. Хмм. В принципе это возможно. Дверь открылась почти бесшумно, и вошедши в кабинет Шизуни пришлось негромко кашлянуть, чтобы оповестить Пяту о своем присутствии. Я нужна вам, Цунади сама? Да, Шизуни. Ты не могла бы провести занятия с Сакурой? Цунади посмотрела на Кунаичи, стоящую в углу и чувствующую себя явно лишней, и пояснила, сегодня ты будешь учиться уклоняться. Мои атаки будут слишком опасны для первого раза, поэтому будет лучше, если сегодняшнее занятие с тобой проведет Шизуни. Отнесись к этому максимально серьезно. Шизуни объяснит тебе для чего это нужно. Хорошо, послушно откликнулась Сакура. Мы займем одну из тренировочных полян, Сухата звалась Шизуни и кивнула Сакуре, чтобы та следовала за ней. Надеюсь, не я сорвал вашу тренировку. Нет. Я же сказала, что мои атаки будут представлять для Сакуры большую опасность, чем атаки Шизуни. Как считаете нужным, недоверчиво пожал плечами Кукаши. Так что насчет экзамена. Я подумаю над этим, но мне кажется, что Сакуре не следует принимать участие в грядущем экзамене. Она еще не готова. Думаю, лучше подождать еще полгода или год. Цунади потянулась к одному из ящиков стола. Надеюсь, ты интересуешься этим не потому, что Гай выставляет свою команду в этот раз? Нет. Гай, конечно, переполнил силой юности, но не настолько, чтобы заставлять сражаться ли почти сразу после его выздоровления. Вот и хорошо, ловким движением Цунади подцепила пачку рамена и поставила ее на стол. На этом у тебя все. Не совсем, Кукаши покачал головой. Вы не хотите прогуляться? Цунади с сожалением посмотрела на нераскрытую пачку, если только мы зайдем в очереку. Мой обеденный перерыв вот-вот закончится. Старик Тиучи отлично знал свое дело, не зря же говорят, что в очереку лучше рамен в конохе. Однако Цунади ценила его не столько за это, сколько за умение старика притворяться немым и, что особенно ценно, глухим. Немало Шинаби захаживала в эту забегаловку, принося с собой различные слухи и разговоры, но еще ни одна сплетня не вышла из этих стен. Цунади с удовольствием уплетал рамен, пока Кукаши вяло ковырялся палочками в содержимом своей тарелки. Не замечало за тобой такой неприязни к рамену. Неужели все настолько серьезны? — спросила Цунади, увидев, что Кукаши едва притронулся к Эдю. — Вы уверены, что хотите говорить об этом здесь? — тихо ответил он, явно не желая обидеть Тиучи. Подумав, Цунади отрицательно покачала головой. Вряд ли то, что он хотел сказать, касалось экзамена. Неужели это как-то связано с его последней миссией? Интересно, что он мог найти в книжном магазине, кроме романов Джирайя, которые его просили отсортировать по дате выхода. Выйдя из очароку, Цунади потянулась и размяла плечи. После теплой лапши хотелось прилечь на мягкую кровать и немного вздремнуть. Настроение заметно улучшилось. Она оглянулась на Кукаши, чтобы убедиться, что он идет за ней по дороге в резиденцию. Расскажешь? Не понимаю, чем улица безопаснее резиденции, охраняемая Анбу? Среди Анбу завелся шпион. «Ча, что? Откуда у тебя такая информация?» «Тимза», — коротко ответил Кукаши. «Почему никто из них ничего не сказал мне?» Цунади нахмурилась, неприятно удивленная тем, что узнает о таких важных новостях едва ли не последней, а ведь Кукаши даже не Анбу. «Потому что все описано в отчете», — вздохнул он и на всякий случай немного отошел от Цунади. «В каком отчете?» «В том, на котором три дня назад вы поставили печать просмотрена». «Черт! Ты в курсе подробностей?» «Не особо, знаю только, что он из корня, кажется, в сговоре с советниками. Его обнаружили не сразу. Похоже, у него был доступ к архивам, раз он сумел оставаться незамеченным в течение трех дней. Что он ищет, пока непонятно, но вряд ли это что-то не направлено против вас, Цунади сама. Какие меры предприняты? Пока никаких. Анбу ждали от вас распоряжений. До этого момента они наблюдали за ним и по возможности старались ограничить его доступ к важной информации, а также пытались понять, о чем именно он собирает сведения. Это дало результаты? Не знаю, пожал плечами Кукаши. Я неуполномочен просматривать отчеты. «Цунади сама?» Кукаши остановился и перехватил ей за руку. «Вы бы не налегали на рамен!» «Что?» Сбитая с толку таким количеством новостей, Цунади не сразу поняла, что он имеет в виду, но когда это случилось, она рассердилась не на шутку. «Что ты себе позволяешь?» «Идемте, нам нужно поговорить. Выпьем по чашечке чаю?» Настойчиво предложил Кукаши, не отпускаями руки Цунади, потянула ее за собой. Желая Куи в чем убедиться, Цунади мягко возразила, позволяя Кукаши вести ее. «Знаю меня, вы не хотите предложить мне Саки?» Кукаши слегка повернул голову, чтобы краем глаза видеть ее, и тихо ответил. «Не в вашем положении, Хакаги сама». В резиденции Шизу не объявилась только к вечеру. Судя по ее усталому виду, тренировка была не из легких. «Как все прошло?» «Не поднимая голову от бумаг», спросила Цунади. «Неплохо». Сакура получила пару царапин, но это не опасно. «Хорошо». Шизу не тяжело опустилась на стол и прикрыла глаза, а семенившая следом тон-тон прилегла у ног к хозяйке. Вопреки ожиданиям, Пятва больше не проронила ни слова. С ее стороны доносился только шелест бумаги и скрип письменных принадлежностей. Заинтересованная, чем вызвано такое трудолюбие, Шизу не приоткрыла глаза, что вы делаете. Подготавливала бумаги о нашем с тобой отпуске. «Уже?» спросила Шизу не севшим от удивления голосом. «Лучше сделать все раньше, чем не успеть, а потом возвращаться ради одной подписи. От вас ли я это слышу?» Добродушно усмехнулась Шизу не. «И над каким именно документом вы работаете сейчас?» Над приказом о бессрочном отпуске охотно пояснила Цунаде, заметив удивленный взгляд Шизу не, добавила, «по состоянию здоровья. Отпуск до момента выздоровления и получения справки. Может, лучше декрет?» «Нет. Чем меньше людей об этом знает, тем лучше. Пусть уж лучше думают, что я приболела». В чем-то вы правы, Шизу не поправила юбку и взяла на колени тон-тон. «В крайнем случае, все необходимые справки можно будет позже донести и задним числом. Меня вот еще что интересует, если вы уже готовите нужные бумаги, значит, и временно исполняющего обязанности Хакаги вы тоже нашли?» «Так и есть. Я введу в совет еще двух Джанинов. Таким образом, у меня станет не двое, а четверо советников, один из которых сможет временно взять на себя выполнение моих обязанностей. Один из них Шикаку. Совершенно верно. Именно он займет это кресло во время моего отсутствия. Вторым будет Кокаши. И вы думаете, советники пойдут на это? Почему нет? Они вправе принимать участие в выборе следующего Хакаги, так почему Хакаги не может сделать то же самого по отношению к совету? Я не думаю, что это будет просто, Цунади сама. Вы говорили с Шикаку и Кокаши? Пока только с Кокаши, но скоро Шикаку тоже будет в курсе. Уголки губ Цунади немного приподнялись. Не нравится мне эта затея с советом. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, Цунади пожала плечами и вернулась к документу. Подожди, мне немного осталось. Сейчас закончу и пойдем. Как скажете, выдохнула Шизуни. Она слушала скрип ручки по бумаге, думая о том, как Цунади собирался провернуть все это за оставшуюся неделю, по факту за четыре рабочих дня. Не волнуйся, Шизуни, все сложатся наилучшим образом, тихо сказала Цунади, словно угадывая ее мысли. Ну, все. Я закончила. Идем. Вечерняя кынаха только наполнялась людьми. Ребята, вернувшись из Академии и доделав уроки, выбегали на улицы играть, покончившие с работой молодые люди спешили на свидание в кино и кафе. Кто-то торопился с работы домой, а кто-то только выходил из дома. Но это все были преимущественно гражданские, люди, занятые торговлей, строительством, прочими мирными делами. Работа Шинаби не начиналась в восемь утра и не заканчивалась в пять вечера. Шинаби жили от миссии до миссии, которые порой могли длиться годами. Цунади наблюдала за тем, как бурлит вокруг жизнь, и ощущала себя безумно одинокой. Впервые за последние три месяца ей захотелось выпить. «О чем вы думаете?» спросила Шизуни. «О том, что сегодня будет красивый закат», солгала Цунади, указывая на небо. «Некрасивее, чем вчера. Слишком безоблачно сегодня. Мне нравится, когда облака преломляют свет», Шизуни покачала головой. «Зайдешь ко мне на чай? Сейчас?» «Да. Сегодня мне все равно больше нечем заняться». Щеки Шизуни порозовели, и она смущенно отвела взгляд. «Хорошо. Спасибо за приглашение». В шаге перед ними совершенно неожиданно материализовался Анбу, и Шизуни сильнее стиснула Тунтон. «Цунади сама, к вам посетитель. Мой рабочий день уже окончен», задумчиво протянула Цунади. «Это срочно?» Та девушка сказала, что «да». «Хорошо, тогда мне придется выслушать ее», кивнула Цунади и повернулась к Шизуне, «Тебе не обязательно возвращаться со мной в резиденцию, ты достаточно поработала на сегодня». «Нет, Цунади сама». «Мой рабочий день заканчивается вместе с вашим, и если вы намерены продолжить работу, я помогу вам». «Спасибо», улыбнувшись, Цунади развернулась обратно к резиденции. У входа в здание стояла миловидная девушка лет 18-20. Едва заметив пятую, она бросилась к ней навстречу Хакаги сама, «Я не опоздала». «Вы примите меня?» «В сегодняшний понедельник не было приема», пояснила Цунади, но Канаха никогда не отказывает в помощи тем, кто в ней действительно нуждается. «Моя помощница Шизуни проводит тебя в нужный зал, я буду немного позже». «Шизуни?» «Да, Цунади сама», так коротко кивнула и повела девушку за собой. Цунади глубоко вздохнула и отправилась за советниками. Начинать без них она не могла. «Хамура дано, Кахару дано», приветственно поклонилась Хакаги. «Мне необходимо ваше присутствие. По какому вопросу мы нужны тебе?» Подняла голову Кахару. «Нужно принять девушку, которая пришла к нам с просьбой. Но сегодня мы никого не принимали. Это не имеет значения. Если она уже здесь, мы не можем просто выгнать ей. Это отрицательно скажется на репутации деревни». «Ты права, Цунади», согласился Хамура, подаваясь вперед, чтобы встать. «Мы не можем игнорировать прямые просьбы». Шизуни отвела ее в приемный зал. «Идемте». «Не спеши, принцесса Цунади», проговорила Кахару, тяжело поднимаясь вслед за Хамурой. Вышли из кабинета в молчании. По пустому коридору гулким эхом разносились неторопливые шаги. Никого кроме них троих здесь больше не было, а это значило, что более подходящего случая придумать сложно. Цунади прокручивала в голове различные варианты начала разговора, но все они казались слишком натянутыми и глупыми. Раз за разом придумывая все новые детали, Цунади прикидывала, хватит ли времени на то, чтобы успеть договориться хоть о чем-нибудь. Чем дольше она думала, тем меньше времени оставалось на реальное обсуждение. Поняв это, она вздохнула и начала. Раньше совет был куда более многочисленным. «Это так», подтвердил Хамура. «Не сложно вам вдвоем выполнять все обязанности, возложенные на совет?» поинтересовалась Цунади как можно непринужденнее. «Ты к чему это клонишь, принцесса Цунади?» нахмурилась Кахару. «Уж не думаешь ли ты, что мы не соответствуем занимаемой должности?» «Конечно, я имела в виду не это. Вы уже не молоды, а вас в совете только двое. Как советники вы очень хороши. Единственная проблема в том, что после вас не будет никого, достойного этой должности с необходимым опытом и знанием дела. Я вижу решение в том, чтобы вы приняли в совет кого-нибудь подающего надежды, кого смогли бы обучить и наставить на нужный путь. Мягко стелишь, да жестко спать, оборвал Хамура. «С чего бы Хакаги интересоваться делами совета?» «Тебе недостаточно нашей мудрости». Немедленно подхватила Кахару. «Я уже озвучила мотивы, побудившие меня предложить это. Стало быть, и кандидатура у тебя уже есть?» Нара Шикаку и Хатаки Кукаши проявили себя людьми с достаточными теоретическими знаниями и жизненным опытом, Цунади раздраженно дернула плечом. «Я хочу принимать их советы на законных основаниях, с полагающимся им вознаграждением». «С этого и надо было начинать», размеренно протянул Хамура. «Ты довольно быстро усвоила правила. Это похвально для женщины твоих взглядов. Вы порицаете меня за желание помочь совету?» «Вестань, Цунади». «Можно подумать, ты не понимаешь, что твои люди в совете укрепят власть Хакаги. Совет на той совет, что независим от кого бы то ни было. Если кто-то из его членов заранее предложен тобой, это равносильно твоему вступлению в совет. Любое решение, требующее одобрения совета, ты сможешь принимать единолично. Ты права и мы действительно уже не молоды, но мы еще не выжили из ума. Ни о чем подобном и речи не было. И раз уж на то пошло, в отличие от вас, я не давала вам повода подозревать меня в действиях, направленных против вас. Что ты имеешь в виду? Громче обычного спросил Хамура. Шпион из корня, у которого каким-то чудом оказались закрыты данные из моего архива. А ведь доступ к нему был только у меня и совета. Воцарилось недолгое молчание. Цунади чувствовал на себе тяжелый взгляд советника. Хорошо. Совет примет на Рашикако. Мы и сами подумывали об этом, неожиданно заговорила Кахару. Но только его одного. Решающее слово в совете будет за нами. Кокаши недостаточно талантлив как стратег и тактик. Он хороший джанин, пусть им и остается. Кахару остановилась у двери в приемной зал и, повернувшись к Цунади, смирила его просительным взглядом. Меня это устраивает, сдержанно винить вас в распространении информации, принадлежащей ограниченному кругу лиц, что является серьезным преступлением, но впредь буду осторожнее выбирать тех, кто ответственен за ее сохранность. В зал все трое вошли в хмуром расположении духа. Девушка, занимавшая место просителя неуютно заерзала. Дождавшись пока вошедшие рассядутся по местам, она торопливо начала «Мне жаль, что пришлось отрывать вас от дел, я так спешила, чтобы попасть сюда до конца приема». «Я не знала, что сегодня». «Довольно. Вы можете приступить к изложению вашей проблемы», резко прервал ей хамура. Шизуни недоуменно переводила взгляд советников на Цунаде обратно. Все трое были мрачнее тучи. У них было немало причин для размолвок, но какая именно сыграла свою роль сейчас, Шизуни сказать не могла. «Да», кивнула девушка, смутившись. «Я из деревни горячих источников». «Может, слышали о такой?» «У нас когда-то тоже были Шиноби, но это было давно. Теперь наша деревня больше известна как курорт с большими купальнями смешанными и раздельными. И совсем недавно у нас объявился маньяк. Он подсматривает за девушками, умывающимися в купальнях. Нам больше ни к кому обратиться, никому еще не удалось его поймать. Местные девушки ходят в страхе и больше не могут совершать водные процедуры. «Пожалуйста, помогите. Наша деревня не из бедных, за оплатой дел не станет». Цунади, вяло кивающая на протяжении всего рассказа, обернулась к советникам. «Я хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Эта миссия не кажется сложной. Ей вполне возможно поручить Чунину за относительно небольшую плату», нарочито вежливо отозвалась Кахару. Уши зоне зубы сводила от всей этой притерности. Она перевела взгляд на Цунади, занятую явно посторонними мыслями. «А как насчет Джанина?» Девушка ясно выразилась, что никому не удавалось поймать этого извращенца, делая акцент на последнем слове, невежливо воскликнула Шизуни. «Я бы взялась за эту миссию даже по цене Чунина. За работу у Джанина положена хорошая плата. Это не обсуждается. Если ты, Шизуни, хочешь взяться за эту работу, то пусть так оно и будет. Вас это устраивает? Да, конечно. Большое спасибо». Девушка обрадованно потянулась за пазуху и вытащила оттуда небольшой мешочек с монетами. «Пока что вы можете переночевать в одной из гостиниц Канохи. Шизуни, распорядись, чтобы ее проводили». «Хорошо», отозвалась Шизуни и покинула зал. Цунади встала со своего места и поклонилась с советником. «Идемте за мной», кивнула на девушке, только сейчас сообразив, что никто так и не спросил ей имени. Стоящий у выхода Анбу, тот самый, который догнал их с Шизуни почти у самого дома Цунади, обратился к девушке, «Пойдемте, я провожу вас». Цунади махнула Шизуни, которая поджидала ее у резиденции, теперь домой. «Зачем ты только вызвалась? Без этого мало дел». Как только они отошли от резиденции, Шизуни принялась объяснять, «Разве вы не слышали?» «Маньяк, подглядывающий за девушками в купальнях». «Да еще такой, что редкий Шиноби поймает его за руку, что и говорить о простых людях». «Ты намекаешь над Джираю». «Мне казалось, ему по душе смешанные купальни, которые в этой деревне, кстати, доступны». «Вы бы пошли в смешанную купальню?» «Конечно?» «Нет». «Вот вам и ответ. У Джирая опыта больше, чем у кого бы это ни было еще. Понятно, что его не удается поймать. Нет другого способа доказать это, кроме как выполнить миссию». «Знаешь, Шизуни, Цунаде замялась». «Я тут подумала, раз мы все уже решили без него, то может, да ну его?» «Пусть остается и дальше в неведении». «Всего два раза». «Третий будет удачным, я обещаю». «Я не понимаю, чего ты добиваешься». «Справедливости». «Он твой последний друг, если когда-нибудь правда раскроется, не думаю, что он простит». «Солгала Шизуни». «Ну, хорошо. С завтрашнего дня я займусь основательной подготовкой бумаг, а ты поисками этого маньяка». «Если это действительно Джирая, в чем я сильно нужным». «Спасибо, Цунади сама. Я тогда завтра с утра отправляюсь». Цунади кивнула в знак согласия и скрылась за дверью своего дома. Она очень устала. Из головы не шел разговор с советниками, а как осуществить задуманные в таких условиях, она не знала. Цунади мешал живот. Он был таким огромным, что рубашка задиралась на нем, а халат не сходился. Она смешно ходила, переваливаясь ноги на ногу и чувствовала себя мечом на тоненьких ножках-спичках. Неожиданно Цунади опрокинулась на спину и стала тянуться вперед, чтобы подняться. Кто-то подбежал к ней и широко раздвинул ей ноги. С удивлением, не чувствуя абсолютно ничего, Цунади смотрела сначала на свой уменьшающийся живот, а потом и на голубенький сверток, из которого выглядывал курносый кореглазый мальчик. Цунади приняла его на руки, удивляясь тому, насколько он крохотный. Такой маленький и беззащитный. Мальчик не кричал. Осознав это, Цунади вздрогнула, скачив на ноги, быстрым шагом направилась в госпиталь. Она звала на помощь и открывала все подряд двери, опомни, где искать нужных врачей, но госпиталь был пуст. Опустив глаза, Цунади поняла, что у нее в руках лежит маленькая соломенная кукла, перевязанная красной лентой. Цунади резко села в кровати, обливаясь холодным потом. Это просто кошмар, обычный кошмар. Спустив ноги на пол, она пошла на кухню. Стакан в руке дрожал, и Цунади сама не помнила, как ей удалось не расплескать воду. Лейкий страх медленно отступал. Она вернулась в спальню и, перебарывая детское желание укрыться с головой, легла на спину, натянув одеяло до подбородка. Засыпать было страшно. Отдалеваем противоречивыми чувствами, Цунади положила руки на живот. Во сне он был просто огромен. Сейчас, ощущая привычную теплую округлость, Цунади испытывала ни с чем не сравнимое облегчение, а вместе с ним вскоре пришел сон. Как и обещала, Шизуни отправилась в деревню горячих источников, поэтому в резиденции она так и не появилась. С самого утра Цунади в одиночку изучала формы документов и реквизиты, необходимые для различных бланков, чтобы потом не возникло проблем. Более-менее освободившись к обеду, она отправилась в одну из забегаловок, где назначила встречу Кокоши и Шикако. Место приличное, не шумное, а главное в меню был рамен. Джанину уже ждали, и когда она вошла, помахали ей рукой. Цунади присела напротив, и Кокоши заказал всем по чашке рамена с зеленым чаем. Сходу спросила Цунади, обращаясь к Шикако. Да. Я благодарен за оказанное доверие, но искренне не понимаю, к чему такая спешка. Цунади строго посмотрела на Кокоши, я думала, он сказал, что мне необходимо покинуть Канаху на неопределенное время. Это Кокоши сказал, но вот на вопрос, почему нельзя отложить отъезд до лучших времен, когда все, что вы, Цунади сама, задумали относительно нас с Кокоши будет точно реализовано, он мне ответил. Дело в том, что мой отъезд первоочередной задачи. И чем скорее это случится, тем лучше. Не думаю, что все это займет много времени, не больше месяца. Ваша задача сохранить Канаху в лучшем виде до моего возвращения. Вчера мне удалось поговорить с советниками. Они согласны принять тебя, Шикако, в совет. Но, к сожалению, только тебя. Советников по-прежнему двое. Я один против двоих ничего не смогу сделать. Что-то подсказывает мне, что в таких условиях на вашем месте я продержусь недолго. Я много думала об этом. Вам же без разницы эти формальности. Фактически вы будете вдвоем против двоих. Мне пришла в голову мысль о том, что моим заместителем на время вполне сможет стать Кокоши. Ты, Шикако, уже в любом случае в совете и удел. Если Кокоши станет... Эээ, нет. Так мы не договаривались, протянул Кокоши. Вы уверены, что это единственный выход? А что, ты имеешь что-то против? Цунади отстранилась от стола, давая официантке возможность поставить перед ней чашку рамена. Спасибо. Имию. Я бы не хотел связываться со всей этой бюрократией, ответил Кокоши и принялся за рамен. Эээ, не ты ли вызвался обеспечить прикрытие и защиту Шикако? Я, но то, о чем мы говорим сейчас, подразумевает совсем обратное. Возразил Шикако, разделяя палочки. Цунади сама права. Не имеет значения, кто из нас занимает место Хакаги. Если я член Совета, ты будешь иметь право обращаться ко мне по любому вопросу, а следовательно перекладывать фактическую работу на меня. Я надеюсь, пока вас нет, мы свободны в выборе политической стратегии. Я полностью вам доверяю, но на всякий случай, будьте осторожны. Кноха должна оставаться внешне неделимой, цельной дружественной по отношению к разным странам. Рамен был неплох. В чем-то он был даже лучше того, что готовил старик Теучи Вычареку. Странно, что Наруто еще не оприходовал это местечко. Слишком сладкий, сморщился Кокоши. Как рамен может быть сладким, Цунади возмущенно нахмурилась и отправила себе в рот еще одну небольшую порцию. Сладковатый привкус действительно был, но Цунади это казалось очень даже вкусным. В Вечареку тоже бывают сладкие рамен, заметил Шикако. Особенно когда в нем много моркови. А я всегда брал обычный. Не фанат я. Зато точно знаю, у кого можно было бы об этом спросить. Ты про Наруто? Усмехнулся Шикако. Его пламенной любви к этому блюду всякой нахознает. Цунади как раз пробовала бульон, когда Шикако добавил «А вот о вашей привязанности к Рамену, Цунади сама, я слышу впервые». Не без труда Цунади удалось справиться с комом в горле. Поставив пиалу на стол она закашлялась «Не то чтобы я очень люблю его, просто иногда бывает хочется чего-нибудь необычного». Плечи Кокаши тряслись от сдерживаемого смеха. Шикако переводил взгляд с одной на другого в тщетные попытки понять, в чем же дело, но, видимо, оставив эту затею, вернулся к содержимому своей тарелки. Остаток недели пролетел довольно быстро. Все это время Цунади составляло приказы и распоряжения, необходимые для осуществления ей плана. Помощь Кокаши и Шикако была неоценима. Первый раскрыл ей глаза на неспособность думать о делах в ей положении и подкинул эту самую идею, на реализацию которой были брошены все силы. Шикако уже активно участвовал в подготовке документов и попутно рассматривал поступающие отчеты и заявки, занимался начислением пособий и даже успел осигновать неплохую сумму на развитие учреждений и дошкольного образования. В этом ворохе Дел Цунади совсем забыл о Шизуне. Поэтому неожиданное ее появление в вечер пятницы оказалось приятным сюрпризом. Дверь кабинета открылась без стука, и Цунади подняла голову, ожидая увидеть Шикаку или Кокаши. Но в кабинет бодро вошла «Нашла маньяка!» Прыснула Цунади. Шизуне обиженно надуло губы, «Еще бы!» «К сожалению, вы были правы. Им оказался обычный мальчишка. Даже не Шинаби. Не понимаю, как ему удавалось так долго скрываться. Зато у меня есть и хорошая новость. Надеюсь, это не касается Джирайя». Настороженно спросила Цунади, она до последнего не верила, что в Шизуне встретят его. «Нет. Деревня горячих источников отличное место. Это курортный рай с хорошим уровнем обслуживания и соответствующим развитием медицины. Там есть все, что нужно для наших целей. К тому же это относительно недалеко от Канохи. Да и добраться туда совсем не сложно. Наши аптекари поддерживают связь с этой деревней и каждое воскресенье из Канохи выезжает пустая повозка. Через нее аптекары оплачивают целебную воду горячих источников, которую они получают с возвращением повозки в Каноху. Так как в горячие источники повозка идет с деньгами, обычно нанимаются шины бюдлеры и охраны. Как насчет того, чтобы немного поработать этим воскресеньем? Должна признаться, Шизуне, я еще не задумывалась, куда именно мы отправимся. Я очень рада, что ты об этом позаботилась. Наши дела в Канохе уже закончены, за исключением одной мелкой бумажки. Какой? Твоего отчета о проделанной миссии, Шизуне, рассмеялась Цунади, и Шизуне последовало ей примеру. Чувство деживы не отпускало Цунади с того самого момента, как они выехали из Канохи. Какаши Сакура стояли у ворот деревни и смотрели им вслед почти так же, как они делали это вместе с самой Цунади, провожать Джирай и Наруто. Только сегодня рядом с ними находился еще и Шикако. Что-то щемило в груди при взгляде на удаляющиеся ворота, над которыми возвышалась скала с гордыми лицами предыдущих Хакаги. Почувствовав головокружение и подступающую тошноту, Цунади с сожалением отвернулась. Им предстоял путь длиной в три дня. Шинобьем шагом время, проведенное в пути, можно было сократить почти в два раза, но в ей четырнадцать недель беременности это было небезопасно. Цунади шизуне, а рядом тихо сопит тон-тон. С наступлением темноты, они остановились на ночлег. Кучер разжег костер из заранее запасенных ветвей, с кем не езжу, всякий ругается на огонь. Говорят, не по Шиноби это, заметно слишком. Я ведь и не Шиноби совсем, а ночи не из теплых. Ничего, мягко сказала Шизуне. Мы и сами рады погреться. Из небольшого чемоданчика достала свое кимоно и протянула Цунади. Укройтесь. Вам нельзя простужаться. Спасибо, ответила Цунади, нехотя принимая одежду. Они насаживали на концы длинных веток хлеб, поджаривали и уплетали его, запивая водой. Цунади с теплотой вспоминал о тех временах, когда вот так же втроем у костра они сидели вместе с Арчимару Джирайлей. Это была Вторая мировая война. Не самое лучшее время, но тогда они еще были командой. Благодаря им она смогла пережить две самые страшные потери в своей жизни. Ну что, теперь в повозку и на боковую? Бодро подытожил кучер, засыпая костер с землей. Я подежурю. Нет, Цунади сама. Я подежурю, а вы отдохните. Подежурите завтра, возразила Шизуни. Цунади забралась внутрь повозки и укрылась кимоно. Она прекрасно понимала мотивы Шизуни, так же как и то, что переспорить ей сейчас не получится. Да, честно говоря, не очень то и хотелось не спорить. Чем ближе они подъезжали к цели, тем хуже становилась Цунади и тем чаще они останавливались подышать. Цунади укачивала, а от постоянных остановок с последующим набором скорости, казалось, мутила еще сильнее. Шизуни была рядом и время от времени давала ей попить, надеясь, что Цунади полегчает. В итоге догадливый кучер присвистнул «Белеменная что ли?» Сразу надо было сказать «Ехал бы потише». До горячих источников добрались с опозданием в полдня, и, едва на виду замаячили ворота, Цунади вышла из повозки. Повезло, что кучер добряк попался. Мог бы и не пустить, миссия то не закончена, заметила Шизуни. Мы присмотрим за ним отсюда. Нам же только доворот проводить поручали, а за все время путешествий мы не только что разбойников, но и обычных путников не встретили. Что верно, то верно. Вы идти то можете. Шизуни, одного грозного взгляда Цунади хватило, чтобы все слова беспокойства об ее самочувствии застряли у Шизуни древни приближались. За ними виднелись гостиницы и лавки, барбекю и данва, и как в Канахе первое, что бросается в глаза, скала Хакаги, тут это были великолепные горячие источники. Нужно найти гостиницу, протянула Цунади. Желательно, чтобы нам выдали два соседних номера. Давайте зайдем вон туда, Шизуни показала на маленькое, но с виду уютное помещение. Кажется, там берут не очень дорого. Они двинулись в сторону гостиницы, находящейся в самом конце главной улицы. Это было одно из удачнейших мест в деревне горячих источников, немаленькая и небольшая, а эта гостиница находилась довольно близко к источникам, и к воротам, и ко всему, что душе угодно. Снаружи это было небольшое новое здание, выделяющееся разве что своими номера не для бедняков. Уютная обстановка, пол с богатыми коврами, редкие цветы и украшения. О том, чтобы снять номера именно здесь, пришлось забыть. Ну, что, Шизуне, есть еще предложение? Ехидна спросила Цунеди, когда они вышли на улицу. Поспрашиваем у местных, где можно недорого остановиться. Нет, нет, нет. Этого мы делать не будем. Значит, сразу отсекаем гостиницы, находящиеся близко к источникам, маленькие и уютные, а также те, возле которых никого нет. Недаром же люди туда не ходят. Отлично, и что же подходит под ваши критерии? Надулась Шизуне. Как насчет вон того, Цунеди указала вглубь одной маленькой неприметной улицы. Народ там действительно был, но в основном это были мужчины и женщины, не внушающие дави своим внешним видом. Гостиница не имела вывески, а облицовка стен давно покрошилась и кое-где зазеленела мхом. Я даже проверять не хочу, что там Шизуне передернула плечами, отчего сидящая у нее на руках тон-тон недовольно пискнула. Ну и что тогда будем делать? Как насчет компромиссного варианта? Поиски гостиницы заняли едва не больше времени потраченного на то, чтобы дойти до деревни с того места, на котором они вышли из повозки. В итоге к вечеру они не только знали, где сколько берут за ночь, какие предоставляют скидки и льготы, но еще и цены на продукцию, сувениры и одежду, плюс местные сплетни и слухи. Радовало, что первоначальные цели они все же достигли. Им удалось найти гостиницу с умеренными ценами и соответствующим качеством обслуживания. Первое, что сделала Цунади, войдя в номер, отправилась в душ. Три дня у нее не было возможности нормально помыться, а одежда, пропитанная запахами леса и пота, давно нуждалась в стирке. После души Цунади впервые за несколько дней почувствовала облегчение. И это несмотря на то, что зеркало в ванной упорно продолжало отражать изможденную усталую женщину. Переодевшись и высушив волосы, Цунади направилась к шизуне. Как насчет перекусить? Предложила она, заходя в номер. На одном хлебе далеко не уедешь. Это отличная идея, Цунади сама. Кстати, сегодня уже поздно идти в гинекологию, позавтра с утра давайте обязательно сходим. На всякий случай, не завтракайте, вдруг сразу возьмут анализы. Хорошо. Это был отличный вечер, хорошая еда, небогатые, но уютные номера, а самая главная мягкая постель. Цунади так устала от жесткой подстилки в повозке, что заснула, как только голова коснулась подушки. Утром она проснулась от того, что ей тресли за плечо. Просыпайтесь. Цунади сама, мы опоздаем. Ты уверена, что они работают по средам? Цуна пробормотала Цунади, переворачиваясь на другой бок. Шизуне немедленно уперла руки в бока Цунади. Хорошо, хорошо, я уже встаю. Сходи за Тон-Тон. Туда не пускают с животными. Гинекологическое отделение поликлиники, к счастью, находилось недалеко от гостиницы, в которой они остановились, так что найти его не составило труда. Очереди у разных кабинетов оказались небольшими в пределах двух человек, а где-то и вовсе никого не было. Ты точно привела меня куда надо? Шепнула Цунади. Ну да. Вы вон туда посмотрите, указала Шизуне на окошко регистратуры, у которого столпилось десяток женщин. Цунади со вздохом поплелась в конец очереди. Прислушавшись к тому, как тут записывают на прием, она поняла, что женщины сами называют имя специалиста, к которому им нужно попасть. Шизуне, ты знаешь кого-нибудь из здешних врачей? Нет. Но я думаю, можно спросить об этом в регистратуре. Очередь двигалась быстро, но когда, наконец, подошел черед Цунади, ей показалось, что она ждала этого вечность. Добрый день. Вам к кому? Эээ. Понимаете, я не отсюда, не складно начало Цунади. Мне нужно к гинекологу. Девушка в регистратуре подавила улыбку, понимаю. А с какой целью плановые осмотры, конкретные жалобы, получение справки о состоянии здоровья? Может быть, вы планируете беременность? Я уже беременна. Срок 14 с хвостиком недель. Поздравляю. Тогда вам к Нанамисан. Это шестый кабинет. К сожалению, до пятницы у нее уже все занято. Как насчет понедельника? Устроит? Да, вполне. Нанамисан принимает с 9 до 6, какое время будет для вас удобным? На 12 часов свободно? Конечно. Как вас записать? Син-Джо Цунади. Надеюсь, никто не узнает о том, что я тут? Это само собой, улыбнулась девушка и протянула через окошко листок. Распишитесь, пожалуйста, тут и тут. Цунади привычно поставила рощерки, а, получив талон, отошла от регистратуры, зайдем куда-нибудь по пути в гостиницу. Я ведь не завтракала. Не думаю, что мы найдем здесь рамен. Да что вы так все привязались к этому рамену, как будто других блюд не существует. Взвелась Цунади. Прошу прощения, Шизу не перекрыла рот ладошкой. Просто вы в последнее время только его и берете. Ну и что? Тогда хотела рамен, а теперь хочу фруктовый салат. На улицах встречались люди в самых разных нарядах. Стиль одежды, как минимум, третий прохожих был знаком Цунади благодаря долгим путешествиям, но в то же время остальные выглядели довольно необычно. Многие останавливались перекусить в кондитерских, приобрести сувениры в придорожных лавках или обновить гардероб в местных магазинах, но большинство спешили на горячие источники. В Конохе такое оживление можно было наблюдать только на фестивалях и праздниках. Так много людей, даром, что скрытая деревня, заметила Шизу не. Она давно уже не является таковой. Скорее всего, название оставили для привлечения туристов. Вся эта суета хороша только поначалу, потом от нее устаешь. Или привыкаешь и перестаешь замечать. Они зашли в маленькое уютное кафе и заказали по фруктовому салату и молочному коктейлю. Столик у окна, который они заняли, был украшен бонсаем. Мне нравится это место, оно так не похоже на бары и казино, в которых мы бывали раньше. Я думаю, что и в тех городах были такие уютные кафе, Шизу не. Но ведь, согласись, иногда хочется сыграть разок-другой да под стопочку. Шизу не сморщилась, не начинайте, пожалуйста. Вскоре принесли заказ, и продолжать беседу никто не посчитал нужным. Деревня горячих источников была яркой и запоминающейся. Первые два дня оказались наполнены спокойствием и туристическим любопытством, именно тогда и были просмотрены все основные достопримечательности, но когда первое очарование сошло на нет, цунади все чаще и стали одолевать мысли о Канохе. Она отправляла Шизу не в купальне, а сама оставалась в номере и размышляла о том, как могут идти дело у Кукаша и Шикако. Вскоре Шизу не надоело ходить в одиночку, а так как цунади не могла составить ей компанию, она тоже перестала выходить из номера. Цунади сама. Как обычно, Шизу не вошла без стука. Цунади лениво повернула голову в ей сторону. Мы так все выходные просидим в номерах. Субботу и так упустили, но хотя бы сегодня давайте выйдем в город. Попросила Шизу не. Тебе не надоело осматривать одни и те же места по кругу? Мы еще не были в магазинах одежды. Кому нужны эти тряпки? Вам. Цунади сама, мне кажется, что еще немного и ваша рубашка будет окончательно и бесповоротно мала, да и белье вам разве не нужно обновить? Шизу не. Цунади приподнялась на кровати и грозно посмотрела на ученицу, надеясь испугать ей. Я серьезно. Завтра вам к врачу, а у вас даже лифчика. Нет. К тому же, я бы посоветовала вам приобрести более просторную одежду, чтобы не покупать каждый месяц рубашки. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Мне не понадобится так часто менять одежду. Это я не понимаю, о чем говорите вы. Я уже сказала, как мне надоело все это слушать. Мы идем в магазин и точка. Поднимайтесь. Ну. Не сводя с Шизу неукоряющего взгляда, Цунади встала с кровати. Она рассчитывала, что та думается и отвергнет эту идею, но Шизу не была непреклонна. Выйдя из гостиницы, они направились прямиком в магазин одежды, которых, к сожалению, тут было не так много, как закусочных и кафе. Ты думаешь, здесь найдется что-нибудь для беременных? С сомнением спросила Цунади, заходя в небольшой магазинчик на углу. Даже если нет, можно подобрать мальчко побольше размером. Одежда для будущих мам у нас в том углу, услужливо подсказала девушка, сидящая у кассы. Примерочная там же. Спасибо, улыбнулась Шизу не и потянула Цунади в указанном направлении. Выбор был невелик. На вешалках красовались одни и те же туники с удлиненным передним подолом, чтобы прикрыть округлый живот. Различались они только цветом и наличием кармашков. Я не буду в этом ходить, ты в своем уме? Это вы сейчас так говорите, посмотрим, что вы скажете, когда на седьмом-восьмом месяце на вас ничего кроме этого не налезет. Цунади закатила глаза и показала на первую попавшуюся вешалку, ну, тогда мы возьмем эту. Хороший выбор, Цунади сама, словно не замечая откровенной незаинтересованности, одобрила Шизу не. При желании можно как платье носить. Мерить будем? Нет. Я и так вижу, что туда двое таких, как я, поместится. Тогда, может, поищем размер поменьше? Нет. Давай возьмем эту и поищем мне рубашку. Ну хорошо, раз это так необходимо. Пока Шизу не рассматривала различные блузки, футболки, мяки и рубашки, Цунади украдкой косилась в сторону одежды для новорожденных. Аккуратные конвертики, чепчики, распашонки все было настолько крохотным, даже не верилось, что найдется малыш, которому это будет впору. Мысли о младенцах натолкнули ей на воспоминания о собственном кошмарном сне, и Цунади предпочла отвернуться. Как вам это? Если взять размер побольше, будет широковато в плечах, но под вашей накидкой никто не заметит, предложила Шизу не, протягивая вешалку с шелковой жилеткой в полоску. Здесь даже воротничок есть. Спасибо. Это то, что нужно, кивнула Цунади. Пойду, примерю. Только скрывшись в примерочной кабинке, Цунади вздохнула свободнее. Аккуратно повесив на крючки свою одежду, она накинула жилет. На ней он смотрелся очень странно, в плечах был широк, на груди некрасиво топорщился, а живот обтягивал, да еще и внизу оттопыривался. Цунади повернулась боком и обнаружила, что за последние три недели животик подрос и теперь был заметен даже под одеждой. Шизу не как всегда права, уже поздно искать приталенные вещи. Придется обойтись обычной футболкой или платьем. Ну, как? Спросила Шизу не, заглядывая в примерочную. Давайте поищем что-нибудь из другой ткани, может, тогда не будет топорщица? Раз уж я разделась, подай мне, пожалуйста, ту тунику, которую мы выбрали, попросила Цунади. Шизу не с удовольствием выполнила ей просьбу, после чего снова исчезла за дверью примерочной. Кремовая ткань с коричневой оторочкой очень шла Цунади. Несмотря на то, что на вешалке казалось, что размер будет великоват, плечи были на месте, и в целом все смотрелось очень привлекательно. Передний подол был немного длиннее, чем нужно, но на более поздних сроках он еще поднимется. Цунади повертелась у зеркала, проверяя, все ли хорошо сидит, и, не найдя, к чему придраться, принялась переодеваться в свою одежду. Пятнадцать недель слишком поздно для аборта, и Цунади впервые подумала об этом всерьез. «Шизу не, иди сюда», позвала она, открывая примерочную. Неужели велико? Нет, все как раз. Я думаю, что кроме этой туники мне ничего не нужно. Белье, подходящее под размер груди Цунади, им так и не удалось найти, но первая купленная специально для ее беременности вещь вызвала у Цунади беспричинную радость. Цунади нервничала. Запретив себе кусать пальцы, она неосознанно кусала внутреннюю сторону губ и щек, что сидящая рядом Шизу не предпочла не замечать. Дверь за очередной пациенткой закрылась с глухим хлопком, и Цунади с беспокойством осознала, что перед ней больше никого нет. «Не волнуйтесь вы так», прошептала Шизу «Рано или поздно все равно пришлось бы это сделать. С чего ты взяла, что я волнуюсь?» «Да нет, ни с чего. Я просто предположила». Цунади промолчала, вновь погрузившись в собственные размышления. Сейчас, оказавшись непосредственно в женской консультации, она все еще не могла осознать и привыкнуть к тому, что у нее будет ребенок. Пальцы рассеянно теребили сборку на подоле туники, но Цунади этого не замечала. Единственным, что занимало ее мысли, была уверенность в том, что никаких абортов она делать не будет. Цунади опустила глаза на живот, словно проверяя, не приснилось ли ей все это, и тяжело вздохнула. «Нет, не приснилось. Что так долго?» Пробормотала она, поворачиваясь лицом к двери. «Потерпите немного, вас наверняка дольше продержат». Цунади недовольно дернула плечом. Постепенно ей одолевало раздражение, ведь она могла бы быть сейчас в Канохе вместо того, чтобы прохлаждаться здесь. Кстати, интересно, как там идут дела? Что с тем шпионом нашли лилогово Арачимару? Справляются ли Шикаку и Кукаши? Цунади очень хотелось получить от них весточку, но она понимала, что напряженная работа в резиденции просто не оставляет времени на написание дополнительных отчетов исключительно для нее. Хотя, возможно, дела идут не очень хорошо, но они не хотят огорчать Цунади. Зная ее положение, Кукаши наверняка не посчитает нужным волновать ей. А ведь неизвестность пугает едва ли не больше известных бед. «О чем задумались?» спросила Шизуни. «О Канохе?» «Не стоит. Вы заняты, кое чем поважнее». На вопросительный взгляд Цунади Шизуни тепло улыбнулась, вы поймете. «Позже». Шизуни, с каких пор ты строишь из себя саму мудрость? Возможно, с тех самых, как вы начали глупить. Не обижайтесь, просто проанализируйте свои поступки. Что вы думали и делали в последнее время? Вы совсем о себе не заботились, предпочитая прятаться от проблем в своих бумажках. Это все, конечно, очень важно, но не важнее вас и вашего ребенка. Вы уже согласились с тем, что отказываться от него поздно, но я до сих пор не слышала от вас ни слова о том, когда вы собираетесь сказать Джирайя. «При чем здесь Джирайя?» «Ну, хотя бы при том, что он отец ребенка. Мы уже говорились об этом, я даже пыталась сказать ему. Вы перестали пытаться, сославшись на то, что не будете рожать. Джирайя не должен был даже подозревать о вашей беременности. А теперь вы что будете делать? Представьте его реакцию, когда, вернувшись через три года, он обнаружит у вас на руках свою уменьшенную копию. И после этого вы надеетесь сохранить его дружбу?» Цунади нахмурилась, но вместо ответа на довольно эмоциональный монолог Шизуне спокойно сказала «Давай не будем обсуждать это здесь». Шумно выдохнув, Шизуне отвернулась. Лампочка над дверью мигнула, и Цунади ничего не оставалось, кроме как встать и направиться в кабинет. Настроение было безнадежно и испорчено. Надо же было так поругаться, чтобы не заметить, как девушка вышла из кабинета. Цунади даже не успела морально подготовиться к предстоящим встреч. В кабинете было светло и солнечно. Большие окна, занавешанные бежевым тюлем, отлично пропускали свет. Солнечные зайчики плясали на теплых кремовых стенах, скакали по развешенным на них фотографиям младенцев. Довершали интерьер светлой мебели, белый медицинский халат молодой девушки. Цунади сглотнула и представилась «Добрый день, я Синджу Цунади». «Присаживайтесь», улыбнулась Нанами. «Вы здесь впервые?» На легкий кивок она удовлетворенно сказала «славно». «Надеюсь, вы не будете разочарованы». «Вы же собираетесь остаться в деревне до самых родов». «Да, если можно». «Можно и нужно». Цунади односложно отвечала на вопросы о количестве беременностей и детей, перенесенных болезнях, операциях, о том, какие заболевания встречались в семье. Она была приятно удивлена тем, как вела себя Нанами сан. Говорила она много, быстрая по существу. У нее был приятный ласковый голос. В какой-то момент Цунади подумала о том, что такие девочки, а по мнению Цунади, Нанами была еще довольно молода, для того чтобы называться женщиной, незаменимой в работе с буйными больными и стариками. «Я сейчас выпишу вам направление на анализы, их можно сдать послезавтра с утра, и когда на следующей неделе вы подойдете, у меня уже будут результаты». Она склонилась над листом бумаги, выводя не особо аккуратные буквы. «Пока я пишу, вы можете рассказать мне, беспокоит ли вас что-нибудь?» «Нет, вроде все в порядке», задумалась Цунади. «Прекрасно. Если что-то будет не в порядке, не стесняйтесь звонить мне в любое время суток». Нанами Сан потянулась за визиткой и отдала ей Цунади вместе с готовым направлением. «А где анализы сдавать?» «Это нужно в лаборатории». «Точный адрес можно узнать в регистратуре». «А пока что давайте-ка мы вас осмотрим». Заметив взгляд Цунади в сторону окон, Нанами поспешила добавить, «У нас есть ширма, не волнуйтесь». В углу кабинета действительно был участок, отгороженный плотными светло-коричневыми шторами. За ним скрывалось гинекологическое кресло и столик с инструментами. К счастью, лезть на это кресло Цунади не пришлось. Нанами Сан попросила ей оголить живот, после чего прощупала его с помощью медицинской чакры. «Все отлично. У вас здоровый малыш». «Я пока точно не уверена, но, по-моему, это...» «Не надо», запротестовала Цунади. «Я хочу, чтобы это был сюрприз». «Хорошо. Мне понятно ваше желание. Сейчас мы измерим окружность вашего живота и давления. Я запишу это в вашу карту, которая будет у вас на руках. Желательно, чтобы вы бывали здесь раз в две недели, не считая следующего раза, когда вы придете с анализами. В регистратуре ничего больше брать не нужно, ваша карточка будет находиться у меня». Из кабинета Цунади вышла в значительно лучшем настроении. Шизуне, напротив, выглядела по-прежнему хмурой. До регистратуры шли молча. Даже спросив адрес лаборатории и выйдя на улицу, они все еще продолжали молчать. «Наконец, Цунади это надоело, дуешься?» «Нет». «Тогда почему ты молчишь?» «Потому что я уже все сказала, а вы не сочли мои слова достаточно вескими». «Я этого не говорила». «Но вы так подумали». Шизуне. Цунади тяжело вздохнула. «Ты права. Я. Я просто действительно не знаю, что мне делать. Это все так странно. Ничего странного в этом я не вижу. Самое разумное, на мой взгляд, найти Джирай и рассказать ему обо всем. Разумно то разумно, но где ты будешь его искать?» «К тому же, если он узнает, это наверняка взволнует его и отвлечет от первоочередной задачи защиты и обучения Наруто. Я не знаю, правда ли это, что сказал мне Джирай и про Акадские, но если это так, самое глупое, что можно сделать, оставить Наруто без защиты». «Это верно», — нахмурилась Шизуне. «Но ведь и скрывать Джирай и его ребенка тоже нельзя. Наруто должен стать сильнее, чтобы быть в состоянии постоять за себя и за других». Цунади сама не заметила, как повысила голос. «А ваш ребенок не должен оказаться брошенным». «Что ты сейчас сказала?» «Вы ведете себя так, будто вам наплевать на него». «Как мужчина, вам не нравится Джирай, но ваше отношение к нему не должно отразиться на малыше. Он ничего вам не сделал и имеет право знать отца». «Тем более, что Джирай принял бы его даже не задумываясь об аборте, он бы нашел выход, чтобы обучить Наруто и позаботиться о своем ребенке». «А вы, потеряв возможность забыться в саки-автоматах, пытаетесь убежать от проблем в реальной жизни, забивая голову проблемами, возможно, и более значительными, но пока не настолько насущными и реальными. Ты хоть понимаешь, в чем меня обвиняешь?» «Я вовсе не собиралась ничего скрывать от Джирай, я просто не вижу смысла в том, чтобы сейчас искать его только ради того, чтобы рассказать ему о беременности. Что-то я не замечала за ним качеств примерного семьянина, вот и не думаю, что ему захочется терпеть мое причудо еще пять месяцев. Не лучше ли сказать ему, когда ребенок родится? Я вообще не понимаю, с чего тебя это все волнует. С того, что я забочусь о вас. Хороша забота. Ты только и делаешь, что кричишь на меня. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы. Неужели непонятно? Вы сами говорили, что Джирай – это все, что у вас осталось. Вы не переживете, если он откажется от дружбы с вами». Цунади остановилась, пытаясь отдышаться. Она видела, что в Шизуне тоже необходима передышка. Когда она заговорила, голос ей звучал спокойно и тихо. «Ты ошибаешься, Шизуне. Кроме Джирай у меня еще есть ты. Спасибо». Дни тянулись ужасно медленно. Цунади не знала, чем себя занять. Бар и казино были ей недоступны, а магазины не интересны. Однажды как раз после того, как Цунади сходила в лабораторию, они с Шизуне снова зашли в кафе, но и это не принесло ей особой радости. Кажется, у нее началась депрессия. Шизуне постоянно находилась рядом, весело рассказывала о чем-то, что могло бы поднять Цунади настроение, и, несмотря на то, что помогало это слабо, Цунади была ей благодарна за попытки. После последнего, не очень приятного разговора Аджира и Шизуне не рисковала заводить эту тему снова, предоставляя Цунади возможность ничего не предпринимать. Цунади была благодарна и за это. К концу недели она ощущала острую тоску по конохе. Ей терзало желание вернуться домой, посетить резиденцию. И если поначалу ей удавалось перебить эту тягу воспоминаниями об ужасно нудной бумажной работе и советниках, то теперь даже это не помогало. Все вполне объяснимо, говорила Нанамисан. Судя по анализам, мне придется выписать вам витамины, но не стоит пренебрегать фруктами, мясом и рыбой. Не нужно волноваться. Больше отдыхайте, думайте о приятном. Советую сходить на горячие источники, помочить ноги. Погуляйте по городу с отцом ребенка. В общем, делайте все, что вам захочется, и ни в чем себе не отказывайте. Надеюсь, на следующей неделе я увижу вас улыбающейся и веселой. Цунади и самой хотелось избавиться от этого дурацкого настроения. Запершись в ванной, она стояла у зеркала и рассматривала свою изменившуюся фигуру, пытаясь ощутить себя матерью. Казалось, совсем недавно она точно так же стояла у зеркала собственной ванной в Канохе. Только тогда у нее еще был плоский живот. Сейчас он уже не плоский, но пока не такой уж и большой. Еще только 16 недель. Не верится, что через каких-то два месяца он вырастет еще больше. Совсем скоро, меньше чем через полгода, у нее будет свой собственный ребенок. Эта мысль была непривычной. Сидевшая на ей постели Шизуни играла с Тон-Тон, когда Цунади вышла из ванной. Цунади сама, помните, вы говорили, что хотите прогуляться до горячих источников? Я не хотела, это Нанами-сан посоветовала. Неважно. Сегодня чудесный вечер. Днем было жарко, а сейчас довольно свежо, так что, думаю, если вы действительно собрались на источники, лучше не откладываться на завтра. Немного подумав, Цунади согласно кивнула. Прожить здесь почти две недели и не побывать на горячих источниках просто верх глупости. На улицах было на удивление немноголюдно. Что-то мало туристов. Неужели кому-то может показаться неприятным такой прохладный вечер, предположила Цунади, оглядываясь по сторонам. Скорее всего, дело в том, что курортный сезон закончился. Зимой здесь бывает больше всего туристов. С наступлением весны у многих начинаются полевые работы, и им уже не до отдыха. Шизуни провела Цунади в раздевалку и помогла ей разуться. Цунади заинтересованно косилась в сторону купальни, пытаясь рассмотреть, много ли там народу, но отсюда ей не удавалось ничего увидеть. Поняв, что все бесполезно, Цунади принялась переодеваться в халат. «Если у вас закружится голова или станет плохо, не терпите, скажите сразу, и мы уйдем». «Хорошо», согласилась Цунади. Она прошла за Шизуни, и пока та снимала с себя полотенце, Цунади, не раздеваясь, присела на край источника и опустила ноги в воду, над которой клубился теплый пар. Кроме них двоих здесь было еще пять или шесть женщин. Они явно были друг с другом знакомы и рассуждали о смешанных купальнях. Шизуни тоже прислушалась к их разговору, после чего обратилась к Цунади. «А ведь действительно, много ли народу туда ходят?» «Ощущение, что только мужчины, желающие поглазеть на девушек». Цунади пожала плечами, или девушки, желающие поглазеть на мужчин. Переглянувшись, они громко рассмеялись. «Тише, Цунади сама, отсмеявшись», сказала Шизуни. «Эти самые смешанные купальни как раз за стенкой, услышат еще». Цунади задорно подмигнула и вытащила ноги из воды. Поднявшись, она направилась прямо к стенке, чтобы посмотреть, кто сейчас моется там. Без труда найдя щелку в бамбуковой перегородке, она слегка расширила ее пальцами и склонилась, плотно прижавшись лбом к горячему бамбуку. То, что она увидела, неожиданно оглушило ее. Улыбка моментально сползла с побледневшего лица, что, к счастью, не было видно Шизуни и остальным. У Цунади перехватило дыхание за стенкой был Джирайя, а я с ним две молоденьких девушки. Одна из них страстно целовала его в губы, прижимаясь к широкой груди, а вторая работала руками в области паха. Раскрасневшийся от жары и возбуждения, Джирайя крепко обнимал их обоих. Цунади отшатнулась от стенки, чудом ухватившись за нее же и не упав. Где-то между ребер обожгло болью первый вдох был слишком глубоким, а воздух вокруг горячим. Цунади наконец оттолкнулась от стенки, еле передвигая ноги, подошла к Шизуне. Ей не хотелось дольше оставаться здесь. Ну, что Цунади сама, много народу? Весело поинтересовалась Шизуне, но, разглядев ей получше, встревоженно спросила, с вами все в порядке? Да, все нормально. Я хочу домой. Шизуне вылезла из воды и быстро завернулась в полотенце. Не дожидаясь ее, Цунади пошла к раздевалке, которая находилась как раз рядом со злополучной стенкой. В ту сторону Цунади старалась не смотреть. Шизуне наскоро переоделась и принялась помогать Цунади. Боже мой, да в вас все трясет. От перепада температур. Я давно не была на горячих источниках, а в раздевалке к тому же значительно прохладнее, чем в купальнях. Шизуне недоверчиво на нее посмотрела, но ничего не сказала. Цунади шла так быстро, что та едва за ней поспевала. Интуиция подсказывала Шизуне, что сейчас лучше не спрашивать, что именно увидела Цунади за перегородкой. Распрощавшись с Шизуне на пороге своего номера, Цунади повалилась на кровать. Ей не покидало ощущение того, что ей предали. Стоило закрыть глаза, как в голове моментально всплывало продолжение увиденного. Цунади осторожно перевернулась на живот и уткнулась лицом в подушку. Она уже давно лежала только на спине из-за неутопств, причиняемых подросшим малышом, но сейчас ей нужно было потерпеть, если она хотела скрыть свою боль от Шизуни. Она уткнулась лицом в подушку и вместо крика и истерик почти беззвучно рыдала. Конечно, она знала про все эти похождения, но отчего-то не думала о них. Как наивно было полагать, что после того, как она поддалась ему, что-то изменится. Все осталось по-прежнему. Джерайя все так же шляется по кабакам, вот только она теперь не может вернуться к прежней жизни из-за него. Ощущая, как боли и обиды вытесняются гневом, Цунади перестала плакать и повернулась на бок. Она была зла на Джерайю за его измену и зла на саму себя за то, что это так ей задело. Она лежала, обхватив живот руками и предчувствуя озарение. Решение, внезапно пришедшее ей в голову, казалось лучшим выходом. Она ни за что не скажет Джерайя о том, что это его ребенок. Ей не нужны лишние проблемы, а ее малышу и подавно. Этой ночью Цунади спала крепко. С вечера она боялась, что после всего пережитого ее замучают кошмары, но, к счастью, этого не случилось. Лежа на боку, она внезапно осознала, что уже некоторое время легкими поглаживаниями пытался побороть щекотку внизу живота. Она опустила взгляд и убрала руки, чтобы посмотреть, что является причиной этих странных ощущений, и неожиданно поняла это чувство идет изнутри. Цунади накрыла живот руками и почти ощутила, как внутри нее что-то пошевелилось. Ощущение было настолько слабым, что напоминало щекотку. К сожалению Цунади, оно прекратилось так же внезапно, как и началось, так что ей не удалось как следует насладиться этим моментом. За завтраком в общей столовой она решила поделиться новостью с Шизуни с добрым утром. Знаешь, какой сегодня день? Четверг, это важно? Да нет же. Ну, то есть, сегодня, конечно, четверг, но я не это имела в виду. Сегодня утром я впервые почувствовала, как шевелится мой малыш. Серьезно? Воскликнула Шизуни. Она выглядела обрадованной. Поздравляю вас, Цунади сама. Я еще никогда не чувствовала ничего подобного. Надеюсь, я не ошиблась и это действительно то, что я думаю. Вам стоит подождать с выводами. Да, я знаю, что пинаться начинают неделем к двадцати, но это не было пинком в полном смысле. Я просто почувствовала, как он поменял положение. И все. Тогда не о чем волноваться. Во вторник вам как раз на прием, посоветуйтесь на Нами-сан, Шизуни сделал небольшой глоток чая. Цунади сама. У меня к вам есть небольшой вопрос. МММ. Сосредоточившись на своей порции рамена, Цунади не заметила смущения Шизуни. Что вы видели вчера? В купальнях? Цунади едва не подавилась. Утерев губы салфеткой, она смирила Шизуни оценивающим взглядом и вздохнула. Джирайо. Что? Я неувиденное уже не казалось ей такой огромной трагедией, как вчера. Почему вы не сказали мне? Мы могли встретиться и рассказать ему все, что нужно. Если Наруто мешал, я могла бы отвлечь его и дать вам возможность переговорить наедине. Наруто с ним не было. Зато были две девушки, развлекавшие его в самом пошлом смысле этого слова. Вы имеете в виду, что они там целовались? Это же отжирая поцелуи ему недостаточно интересны, Цунади отхлебнула из своей чашки, радуясь собственному самообладанию. Пойду, приведу себя в порядок, я хочу прогуляться. Она поспешила в свою комнату, используя первую попавшуюся возможность сбежать. После этих воспоминаний в нее все равно бы ничего не влезло. Неделя выдалась жаркой. В буквальном смысле. Днем Цунади не выходила из своего номера, а к вечеру выбиралась на узкий балкон подышать. Она не сказала Шизуне, что основной причиной ее затворничества был Джирайя. Немного успокоившись, вскоре она поняла, что не имеет права обвинять его в измене, ведь между ними не было никаких договоренностей. Но от этого понимания легче ей не становилось. Цунади по-прежнему чувствовала себя обманутой и обиженной на него и боялась, что при встрече не сможет сдержаться. Она надеялась, что к тому моменту, как она снова выйдет на улицу, Джирайя будет уже далеко. Время от времени Цунади слабо ощущала шевеление малыша. Пока что это случалось редко, и только когда она сидела или лежала на боку, от Цунади уже не могла дождаться первого полноценного толчка. Она, наконец, почувствовала, что теперь их двое и очень жалела о том, что ей понадобилось так много однажды спросила Цунади, когда они с Шизуни сидели в удобных глубоких креслах на балконе. Что? Я хочу посмотреть мебель для детской. Не равноват или как мы повезем до конохи? Шизуни, я ни слова не сказала о покупках. Мне просто интересно, что вообще продают, по какой цене. Ну, ты поняла, в общем. Шизуни медленно кивнула, если только в общем. Что конкретно вы хотите посмотреть? Кроватки, стульчики, манежики, все, что он есть в продаже. Мне это очень любопытно. Неужели я слышу это от вас, Цунади сама, добродушно усмехнулась Шизуни. Если хотите, завтра днем можно будет поискать детские магазины. Нет, покачала головой Цунади. Давай-ка лучше завтра утром или вечером. Ну, чтобы было попрохладнее, да и на улицах не так людно. Где вы видели детские магазины, работающие с раннего утра и до поздней ночи? Я просто боюсь, что днем будет много народу, и мы толком ничего не увидим. Большинство уже разъехалось по домам, не стоит опасаться длинных очередей. Делая вид, что увлеклась рассматриванием своего маникюра, Цунади лихорадочно пыталась придумать вескую причину не выходить в город днем. Наверняка с утра Джирайя будет отсыпаться, днем пить и развлекаться, а вечером отлеживаться где-нибудь в компании шлюх. Получалось, что днем, они вероятнее всего могли бы встретиться с ним, особенно если принять во внимание, что деревня горячих источников не такая большая, какой кажется на первый взгляд. Этого Цунади очень не хотелось. Слушай, Шизуне, я тут подумала. Мне так не терпится посмотреть. Давай не будем откладывать на завтра. Пойдем прямо сейчас? Вы в своем уме? Сейчас уже все давно должно быть закрыто. Ничего страшного, хоть прогуляемся. Мне надоело постоянно сидеть в четырех стенах. Скажите честно, вы просто боитесь встречи с Джирайей, сказала Шизуне, устало прикрывая глаза. Цунади секунду промолчала, а потом, поняв, что отпираться бесполезно, ответила, не боюсь. Просто пока что не хочу этого делать. Другого шанса может и не быть. Знаю. Цунади сама, он вам нравится. Он мой друг, конечно, и он мне нравится. Я не об этом. Как мужчина, он вам нравится. Вы его любите. Чего ты от меня добиваешься? Скажу прямо. Просто если вы хотели, чтобы он был с вами, нужно было сказать ему об этом. Если вы ничего ему не сказали, вы не можете упрекать его. Я говорю это не для того, чтобы защитить его. Я хочу, чтобы вы поняли, что у вас нет причин не избегать его. Все равно уже поздно, ответила Цунади после недолгой паузы. Наверняка они с Наруто уже отправились дальше. Шизуни отрицательно покачала головой, и Цунади напряглась. Ты что, говорила с ним? Нет, конечно. Но я видела его сегодня, когда ходила в аптеку. Они с Наруто как раз шли тренироваться. Они тебя заметили? Нет. Завтра они уходят, Цунади сама. Откуда ты знаешь? Слышала, как Джирайя сказал это Наруто. И ты хочешь, чтобы я поговорила с ним до того, как они уйдут? Да. Цунади прикусила кончик ногтя на большом пальце и хмуро посмотрела на Шизуни. Наконец, убрав руку от арта, она воскликнула, и как ты себе это представляешь? Здравствуй, Джирайя, давно не виделись. Я жду от тебя ребенка. Не совсем, но направление верное. Даже так будет лучше, чем смолчать. Шизуни, я подумала. Может не стоит. Если что, можно сказать, что это не от него. А если будет мальчик и копия Джирайя? Он вам этого не простит. Это я ему не прощу. Пробормотала Цунади. Цунади сама, подумайте сами, если Джирайя все узнает, это облегчит вашу же жизнь. Вам не нужно будет скрываться от него, да и с делами в резиденции он сможет помочь. Неужели вам так трудно просто взять и сказать? Вы уже два раза пытались, почему бы не попробовать еще разок? Ну, хорошо. Думая о предстоящем встрече, Цунади долго не могла заснуть. Она полночь и ворочалась с боку на бок, прежде чем смогла найти удобное положение. Ей было интересно, что скажет Джирайя, обрадуется ли. Будет шокирован. Сколько не пыталась, она не могла представить достаточно правдоподобную его реакцию. Это интриговало. С утра Шизуни разбудила и пораньше, Цунади сама, нужно спешить. Вы же понимаете, что если куда-то уходить, то выдвигаться нужно с утра. Да, Шизуни, я знаю. Завтракали в номере, прикидывая примерный план действий. Цунади хотелось переговорить с Джирайя с глазу на глаз, поэтому она предложила Шизуни отправиться с ней, чтобы отвлечь Наруто. Решено было идти к воротам, благо, они были всего одни. Раньше был еще и другой выход, но после какого-то происшествия, не особо интересовавшего Цунади, его завалило камнями. Ну, что, идемте? Спросила Шизуни, открывая дверь. Подожди. Цунади кинулась к зеленому халату и накинула его поверх туники. Теперь идем. Не боитесь, что днем вам станет жарко. Думаю, мы закончим наш разговор еще до обеда. Если нет, ничего не мешает мне снять халат и нести его в руках. Шизуни согласно кивнула и закрыла за Цунади дверь. Как Цунади и предполагала, на улицах было почти пусто. В такое время она и сама обычно спала. Несмотря на то, что вчера она заснула поздно, сегодня она не чувствовала усталости и сонливости. Цунади шла, невозмутимо оглядываясь по сторонам, и сильнее куталась в халат, инстинктивно прикрывая беременный живот. До ворот дошли довольно быстро. «Цунади сама, не хотите чашечку рамена?» предложила Шизуни, кивая на закусочную. «Ты смеешься?» «Нет, просто если с ним будет Наруто, есть вероятность, что они зайдут сюда по пути». Цунади пожала плечами и направилась к закусочной. Она ничего не имела против рамена. Шизуни же не стала делать заказ, так как в отличие от Цунади, была сытая завтраком. Пока та уплетала двойную порцию лапши, Шизуни внимательно смотрела на дорогу. Ей не хотелось пропустить Джирайо, особенно сейчас, когда Цунади согласилась поговорить с ним. Она не могла допустить ссоры между Санинами, а помочь в этом могла только их встреча. Если Цунади не подтолкнуть теперь, потом будет поздно. Джирайо, конечно, бабник, но... он действительно нужен Цунади. Их ссора сделает ее несчастной. Шизуни было горько от того, что она не может значить для Цунади столько же, сколько значит Джирайо, но она понимала, что это невозможно. Не сейчас, не потом. Цунади сама, я вижу их, сказала Шизуни через некоторое время. Вы готовы? Да, сейчас, только расплачусь. Цунади достала несколько монет, после чего плотнее запахнула халат. Крики Наруто были слышны уже совсем близко. Когда Цунади вышла из закусочной, они с Джирайо как раз проходили мимо. Оба смотрели в другую сторону и пока не видели ее. Джирайо сама громко позвала Шизуни, махая рукой. Сестренка Шизуни, бабуля Цунади, Наруто обернулся и кинулся к ним навстречу. Цунади заметила, что, несмотря на ссадины и потрепанный вид, он держится довольно бодро. Как твои тренировки, Наруто? Спросила она. Все отлично. Я выучал такую мощную технику, что теперь обязательно смогу одолеть Арачимару и вернуть Саски. Услышав про Арачимару, Цунади едва сдержала насмешливую улыбку. Не обольщайся. Тебе нужно еще многому научиться. Цунади, почему ты здесь, а не в Канохе? Джирайо казался обеспокоенным. Что-то случилось? Нет, ничего особенного. Мы с Шизуни взяли отпуск. Ненадолго. Пойдем, хвостунишка, угощу тебя раменом. Шизуни улыбнулась Наруто, подмигнув Цунади, направилась к закусочной. Отпуск — это хорошо, широко улыбнулся Джирайо. Соскучилась в Канохе. Нет, Цунади покачала головой. Скорее, соскучилась по Канохе. Так что тебя держат? Мы с Наруто можем проводить вас немного. Хотя тут и без нас недалеко. Цунади отстраненно кивала, глядя ему куда-то включиться. Слышать, как он говорит с ней так, будто не развлекался недавно в купальнях со шлюхами, было невыносимо. Все точно в порядке? Да. Я хотела сказать тебе кое-что. Давай сходим куда-нибудь. Улица не самое подходящее место для таких разговоров. Мы с Наруто уже собирались уходить. Это не займет много времени? Не думаю. Ну, хорошо. Мы можем зайти в бар. Не хочу в бар. Лучше пойдем в кафе, предложила Цунади и двинулась в нужную сторону так, что Джирайи ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Я тебя не узнаю, Цунади. С каких пор ты отказываешься выпить? Сейчас узнаешь. Шли молча. Цунади выглядела хмурой и недружелюбной. Она по-прежнему не смотрела в лицо Джирайи. Ей не хотелось видеть его и, тем более, говорить с ним. Но она обещала шизуне. К тому же начало уже было положено, осталось только привезти его в кафе и сказать всего два слова. Погруженный в свои мысли, Цунади совсем не замечала беспокойства Джирайи, которое росло едва ли не с каждым шагом. Он не мог понять причин ей хмурого настроения и морально готовился к худшему. Тебе заказать что-нибудь? Спросил Джирайи, когда они сели за один из свободных столиков. Закажи воды. Нам обоим. Джирайи кивнул и сделал заказ. «Меня беспокоит твое поведение. В Конохе точно все в порядке?» Один этот вопрос внезапно разозлил Цунади. «Какая к черту Коноха, когда она беременна от него? Неужели он и правда не способен думать о чем-то, кроме Конохи? Интересно, задумывается ли он о том, что у нее могут быть проблемы личного характера?» «Все это придало ей смелости, и Цунади выпалила, я беременна». Джирайи секунду молча смотрел на нее, после чего сдавленно вздохнул и, стараясь говорить непринужденно, выдавил. «Ну, что ж... Поздравляю!» «И это все!» Цунади была так удивлена, что перестала злиться. «А чего ты ожидала? Что я буду разборки устраивать?» Постепенно его голос начал обретать краски, и Джирайи уже не выглядел таким шокированным. «Нет, но... Тебе даже не интересно... Мое самочувствие, например... Ты выглядишь вполне здоровой!» Джирайи неожиданно замолчал. «Чего ты от меня добиваешься, Цунади?» «Зачем ты мне это рассказываешь?» Им принесли графин с водой а два стакана. Джирайи наполнил один из них и поднес губам. «Затем...» «Что это твой ребенок?» «Что ты только что сказала?» Откашлившись, переспросил он. «Я беременна от тебя». Видя его непонимание и недоверие, Цунади готова была расплакаться от унижения. Джирайи изумленно смотрел на нее, словно пытался вспомнить, когда он успел. Цунади без того не просто было сказать ему об этом, а его поведение делало этот разговор и вовсе невыносимым. Она поспешила закончить его побыстрее. «Слушай, хочешь верь, хочешь не верь?» «Но это так. Мне ничего от тебя не нужно, ты можешь прямо сейчас уйти из деревни». Я не для этого рассказала тебе. Просто я подумала, что, как отец, ты имеешь право знать. До встречи. Цунади встала из-за стола и чуть ли не побежала в гостиницу. Джирайи остался в кафе. В номере Шизуне было пусто. Цунади подумала, что она еще с Наруто. В принципе, ей было только лучше от представившейся возможности побыть в одиночестве. Она легла на кровать и повернулась лицом к окну. Солнце полило еще недостаточно жарко, так что еще оставалось немного времени до обеда. Но Цунади казалось, что день уже прошел. По ей ощущениям сейчас должен был быть вечер. Она думала, что расплачется от обиды и злости, но плакать больше не хотелось. Вместо этого она почувствовала себя легче. Больше ей не нужно было делать что-то вопреки своему желанию. Это хорошо. Цунади прикрыла глаза и уснула. Сказался недостаток сна этой ночью. Проснулась она только к вечеру. В животе заурчала, и Цунади поняла, что голодна. Она села на кровати и потянулась к телефону, чтобы заказать ужин в номер, как вдруг заметила, что в комнате есть кто-то еще. «Шизуни?» Позвала Цунади, оборачиваясь. «Извини. Это была совсем не Шизуни». С кресла, стоявшего у двери, поднялся Джерайя и присел на крае кровати. Цунади сглотнула и улеглась обратно. «Только сейчас она заметила, что одета в ночную рубашку и накрыта одеялом. Я думала, тебе нужно уйти. Это может подождать. Прости меня. Я так рад. Но я даже предположить такой не мог, поэтому не сразу понял, что ты имела в виду. Все нормально», — зевнула Цунади. Она чувствовала себя довольно миролюбиво. Мы оба вели себя немного шумно. Не то слово, Джерайя весело усмехнулся. «Слушай, Цунади, я ведь, получается, теперь отцом буду?» «Да», — медленно кивнула Цунади. «Тогда, можно я, можно мне потрогать?» «Что потрогать?» «Ну, живот». Просящая Джерайя выглядел так трогательно, что Цунади с трудом сдержала смех. Она приспустила одеяло, тут еще нечего трогать. Он совсем маленький пока. «Ты смеешься, смотри какой большой!» Джерайя нежно обхватил ладонями округлившийся живот Цунади, словно боялся причинить боль. «Тогда посмотрим, что ты скажешь через пару месяцев», — улыбнулась Цунади. «Можешь приподнять торочку?» «Зачем?» «Я хочу посмотреть». Цунади неохотно задурала край ночнушки, и Джерайя снова принялся гладить ей. От приятных ощущений Цунади разомлела и едва не пропустила знакомое шевеление внутри. «Он шевелится», — сказала она. «Правда?» «Я не чувствую. Я сама еще слабо ощущаю это. Нужно подождать». Джерайя склонился над животом Цунади и прижался к нему губами. Цунади почувствовала, как кровь прилила к ей щекам. Ей было безумно приятно, и она замерла, наслаждаясь моментом. Джерайя на мгновение отстранился, а затем осторожно прижался к ней щекой. «Ты потрясающая!» Цунади уже забыла, что еще утром злилась на него. Она наслаждалась моментом и той волшебной атмосферой доверия и тепла, которая наполнила эту комнату. Ей хотелось, чтобы это никогда не кончалось. Дверь открылась почти бесшумно. Шезуни вошла с подносом, на котором каким-то неведомым образом умещались миска с бульоном, легкий салат, тарелка фруктов и небольшой чайник с маленькими чашками. Испытывая смущение, Цунади слегка приподнялась, но Джерайя отстранился не сразу. Он задержался еще на долю секунды, Цунади показалось, что ему все происходящее доставило не меньше удовольствий, чем ей. «Прошу прощения, виновата», — сказала Шезуни. «Я не знала, что вы уже проснулись. Ничего страшного, я так голодна». «Спасибо», — Цунади благодарно приняла поднос и принялась за еду. Джерайя остался сидеть у ей постели, видимо, никуда не собирался уходить, Шезуни тоже стоял у кровати. Молчание немного напрягало Цунади, отбивая аппетит. «Вы еще надолго останетесь здесь?» — спросила она, просто чтобы наполнить комнату звуком голосов. «Я не знаю», — вздохнул Джерайя. «Мне нужно серьезно подумать над этим, но сегодня я не хочу. Возможно, завтра. Что с Наруто? Где он вообще?» «Мы сняли номер этажом не ниже. Но сейчас он тренируется за деревней», — усмехнулся Джерайя. Судя по его ссадинам, получается у него не очень хорошо, вмешалась Шезуни. Как раз наоборот. Главное, что он ничего не бросает на полпути. Поэтому достигает успеха даже в том, что изначально совсем ему не давалось. Единственное, с чем он пока не может справиться, — это иллюзии. Но со временем он научится. «Я верю в это. Он знает, что я беременна. Мы ему еще не сказали, но если мы остаемся, это нужно будет сделать». Цунади согласно кивнула, но, осмыслив его слова, резко вскинула голову. «То есть как это остаемся?» «Ты же сказал, что вы уходите. Я хочу быть с тобой и видеть, как мой ребенок растет. Я хочу знать о нем все и ухаживать за тобой, Цунади. Никогда себе не прощу, если не узнаю, когда он родится. Я и так уже пропустил целых четыре месяца, не отнимая у меня оставшиеся пять. А как же Наруто? Акадски? У меня еще будет время подумать над этим». Шезуни вышла, тихо прикрыв за собой дверь. «Цунади, послушай, ты знаешь, что не безразлично мне. А теперь у нас будет ребенок. Ты, конечно, ничего не чувствуешь ко мне кроме дружбы, но мне большего и не нужно. Позволь мне просто быть рядом с тобой. Хотя бы до рождения ребенка. Я не могу тебе этого запретить, и ты прекрасно это понимаешь. А что ты будешь делать после родов? Я тоже не хочу об этом думать сейчас. Возможно, ты рассмотришь одну из перспектив. Цунади вопросительно посмотрела на него. «Выходи за меня». «Что? Я делаю тебе предложение. Ты выйдешь за меня? Нет-нет, не отвечай сейчас, и подумай». Не дав ей ничего возразить, Джерай поцеловал ее в лоб и вышел из комнаты. Цунади вздохнула и поставила поднос на прикроватную тумбочку. Ей было так хорошо рядом с ним только что, когда он касался ее губами. Как бы ей хотелось, чтобы так же нежно нацеловал ее там. Собственные мысли вогнали ей в краску смущения. Цунади улыбнулась и откинулась на подушке. За завтраком Цунади чувствовала себя неуютно. Усталость вчерашнего дня отступила, и к ней вернулась ей неприязнь к Джерайе. Завтракали вчетвером. Наруто безумно куболтал о чем-то веселом, но Цунади его не слушала. Она также старалась не замечать озабоченных взглядов Шизуни и Джерайе. «Правда, потом меня поймали и заставили все отмыть», — заключил Наруто. «Однажды я стану настолько быстрым, что они не смогут меня догнать, вот тогда посмотрим, что они сделают», — он подавился мешок и принялся за еду. «После твоего рассказа Цунади сама уж точно будет настороже, и в следующий раз рядом со скалой Хакаги совершенно случайно окажется пара свободных Анбу». «Правда, Цунади сама?» «Конечно, Шизуни. Я так и сделаю», — не в попадке внула Цунади. «Чем займешься сегодня?» Цунади посмотрела на Джерайе и только сейчас поняла, что его миска все еще полна риса. «Мы с Шизуни собирались пройтись по магазинам. Тебе это будет неинтересно». Джерайе наклонил голову, соглашаясь. «Мы же идем смотреть вещи для малыша», — вставила Шизуни. «Как раз это может быть очень даже интересным». «Для какого малыша?» Встрепенулся Наруто. Цунади сверкнула глазами в сторону Шизуни, и та с невинным видом поспешила добавить. «Или вы собирались посмотреть что-то еще?» «Цунади, можно тебя на минутку?» Голос Джерайе был подозрительно спокоен. «Я еще не закончила с завтраком. Ты уже десять минут попусту ковыряешься в тарелке. Небольшая прогулка тебе не повредит». Джерайе встал из-за стола и помог Цунади сделать то же самое. Он взял ей за руку и повел за собой к выходу из отеля. Цунади отстраненно слышала, как сзади Наруто порывается пойти за ними, а Шизуни не позволяет ему, но волновала ей не это. Джерайе был, мягко говоря, сердит. И в свою очередь это сердило ей. «Что такого она сделала? Разве она заслужила, чтобы он так с ней обращался?» Уже на улице она резко дернула свою руку из его руки и поспешила отстраниться. «Я ничего тебе не сделала. Тогда что тебе сделал я? Ты все утро меня игнорируешь. А теперь не позволяешь мне выбрать вещи для нашего ребенка. Это не похоже на то, что ты говорила мне вчера. Мы не собирались ничего покупать, просто хотели посмотреть. Я, может, тоже хотел посмотреть. Знаешь что?» Цунади стиснула зубы и развернулась обратно к отелю. «Нет, уж, погоди», легко подхватив ей под локоток, Джерайе удержал ее. «Я хочу, чтобы ты, наконец, поняла. Уже ничего не будет как прежде. Я больше никуда не уйду, а ты больше не сможешь быть Хакаги, Цунади. Ты хоть понимаешь, что у нашего ребенка есть не только мать, но и отец? Не пытайся это отрицать». «Я выслушала тебя, а теперь послушай ты. Я не хочу видеть тебя. Никогда больше не трогай меня. А лучше убирайся куда подальше. Я жалею, что сказала тебе. Нужно было и дальше молчать. А потом соврать, что это не твой ребенок. Ты бы сразу в это поверил». Цунади говорила, распалясь все сильнее. Она не замечала, как с каждым словом лицо Джерайе делается мрачнее и мрачнее. К концу речи она кричала так громко, что, казалось, ей могли услышать даже в канухе. Цунади, тихо сказал Джерайе, прижимая ей к себе. От неожиданности ей даже не пришло в голову сопротивляться, а когда она задумалась над этим, было уже поздно. Цунади чувствовала себя опустошенной и подавленной, как будто все, что она только что сказала Джерайе, относилась к ней самой. Пользуясь своим положением, она прижалась щекой к его груди. В памяти моментально воскресли воспоминания о девушке, прижимающейся к этой самой груди и страстно целующей Джерайю. Цунади немедленно стала вырываться из крепких объятий. Глаза защипала от бессильной злобы. «Я ненавижу тебя». «За что?» — спокойно спросил Джерайе, не позволяя ей отстраниться. Руки Цунади безвольно повисли вдоль тела. «Я не могу сказать», — всхлипнула она. Цунади действительно не знала, как такое можно описать. «И нужно ли вообще?» «Почему?» Джерайе поцеловал ей в макушку, и она осознала, что он легонько укачивает ей. «Не могу. Я не хочу думать об этом снова. Мне будут сниться кошмары». «О чем?» Джерайе старался говорить покойно. Истерика Цунади шокировала его. Он никогда еще не видел ей такой. Отстраненно слушая ей рассказ, Джерайе благодарил случай за то, что Цунади не пришло в голову использовать чакру, тогда бы ему ни за что ее не удержать. «Мне снова приснится, как ты будешь в купальнях». «Осторожно, начало, Цунади!» «Снова!» «Я снился тебе и до этого!» «Сегодня в первый раз!» «Просто я видела тебя недавно!» «Вот и приснилось, что ты снова развлекаешься!» Пытаясь разглядеть получше реакцию Джерайе. Он нахмурился, припоминая, когда и где был на горячих источниках. «Да, в смешанных!» «Если это та причина, по которой ты на меня злишься, то не беспокойся об этом», — серьезно заговорил Джерайе. «Я не думал, что когда-нибудь ты осудишь меня за это, и тем более не думал, что будешь ревновать. Вот уж!» «Нет!» «С чего бы мне ревновать?» Цунади возмущенно вскинула голову. Джерайе неопределенно пожал плечами. «В любом случае, я могу обещать тебе, что этого никогда больше не повторится. При одном условии. Можешь не обещать. Мне все равно, что ты делаешь», — покривила души Цунади. «Я не приму отказа». «И какое тогда условие?» Джерайе склонился к самому уху Цунади и прошептал, «Я расскажу тебе вечером». «После ужина. А пока пойдем к ватель, мне нужно поговорить с Наруто». Шизуни уже ждала ей в номере, когда Цунади вернулась. «О чем вы говорили?» Сходу спросила она. «Я даже не знаю, как тебе сказать. Джерайе думает, что я его ревную». Цунади присела в одно из кресел и расслабленно прикрыла глаза. «Разве это не так?» «Нет. Судя по вашему поведению, я бы так не сказал. Вы же действительно его ревнуете. Лучше тебе помолчать. Потому что это была не ревность. Знаешь ли, не очень приятно, когда ищешь его, чтобы рассказать, что носишь его ребенка, а он...» «Я не буду больше это обсуждать. На сегодня мне уже хватило». «Так вы говорились об этом?» «И что он вам сказал?» «Что больше не будет этого делать?» «Прямо так и сказал?» «Шизуни, тебе больше заняться нечем, кроме как допрашивать меня?» «Извините, Цунади сама. Просто мне действительно интересно. И что же вы теперь будете с ним делать?» «Ничего. Ну, как же? Он же отец. Вам нужно помириться, чтобы у малыша были оба родители. Я понимаю. Думаю, если Джирайя останется в Канохе, ничто не помешает ему приходить к нам в гости». Шизуни усмехнулась и вы думаете, он на это согласится. Видели, как он рассердился сегодня, когда вы не сказали ему, что идете за покупками для ребенка? Я не понимаю, зачем ему все это нужно. Если он рассчитывает, что увидев его заботу о малыше, я сразу к нему прибегу, то он ошибается. Мне кажется, это тут ни при чем, просто он искренне хочет ребенка. Он сделал мне предложение, Шизуни. А что еще он мог сделать, чтобы быть рядом с любимой женщиной и любимым сыном или дочкой? Это Джирайя. Если бы ему нужна была семья, он бы давно ей обзавелся, а не толпами шлюх. Ты считаешь, что кто-то вроде него способен на заботу о ребенке и семейную жизнь? Я нет. Если у него есть любимая женщина, зачем ему заводить семью с кем-то еще? Если у него любимая женщина, зачем ему спать с кем-то кроме нее? Ладно, согласилась Шизуни. Тогда что вы будете делать, когда малыш родится? Вернусь в Канаху, а там посмотрим. Не хочу я сейчас об этом думать. Мне сразу тоскливо и тревожно становится от того, что я не знаю, как там идут дела. Цунади недолго помолчала, а потом добавила, может, стоит вернуться в Канаху на пару дней. Мне жаль, Цунади сама, но мы не должны там появляться раньше срока. Ваша беременность уже заметна, представляете, какие слухи пойдут по Канахе. Данза только этого и ждет. Да и дорога туда не близкая, если ехать на телеге. А эти самые телеги ходят раз в неделю, я поняла. Может, тогда отправить письмо? Да, точно. Я напишу Кукаши. Пусть расскажет мне, как у них идут дела. Шикаку уже должен быть принят в совет. Вы пишите, а потом я передам почтальону. Цунади согласно кивнула и принялась за написание письма. Увлеченная этим занятием, она не заметила, как ваша зуня вышла из номера. В письме Цунади сообщила, что у нее все хорошо, она встретила Джирай и рассказала ему о своем положении. Про их ссору она предпочла не писать. Вместо этого она рассказала об успехах Наруто и перешла к тому, что волновало ей больше всего. Цунади спросила, что сейчас происходит в Канухе в Совете, справляется ли Кукаши со своими обязанностями, и самое главное, как ведет себя Данзо. Цунади была раздосадована тем, что эта мысль пришла к ней так поздно. Она отнесла письмо Шизуни и забралась в кровать с чувством выполненного долга. Проспав почти до четырех часов, Цунади так и не прошлась по магазинам, как планировала с утра. Она пыталась найти Наруто, чтобы подробнее расспросить его об их путешествии, но Шизуни сказала ей, что они с Джиральей ушли на тренировку. «Я знаю, чем можно вас занять до их прихода», улыбнулась Шизуни. «Давайте сходим в кино». Цунади с радостью приняла приглашение. Это была мелодрама. Цунади никогда ничего подобного не видела. Ей не удавалось сдерживать слезы на самых грустных или веселых моментах, а в перерывах между ними она нервно кусала губы, пытаясь угадать, чем же все кончится. Шизуни сидела рядом и понимающий улыбалась поведению Цунади, которая сейчас напоминала комок обнаженных нервов. Стоило лишь чуть-чуть задеть, как резонировало абсолютно все. Из кинотеатра Цунади вышла оживленной. Она спрашивала у Шизуни мнение о тех или иных моментах, тут же начиная высказываться и не давая ей ответить. Шизуни, впрочем, не была этим расстроена. Она слушала Цунади с вежливым интересом и время от времени сама задавала ей вопросы. «Я рада, что вам понравился фильм. Знаешь, мне кажется, у меня будет девочка», неожиданно улыбнулась Цунади. «Почему?» Шизуни посмотрела на нее с искренним любопытством. Потому что на самых ответственных моментах она начинала вертеться. А в конце успокоилась. Ни один мальчишка не может проявлять такой интерес к мелодрамам. «Думаю, вам нельзя столько волноваться», Цунади сама вздохнула Шизуни. «Может, ты и права, но я не чувствую себя плохо. Только вот голова немного болит. После ужина вам нужно отдохнуть». В номере Цунади с удовольствием приняла теплую ванну и после нее отправилась прямо в постель. Спускаться вниз ей не хотелось. Она так устала за вечер, что не вынесла бы шума, который постоянно наполнял столовую во время обедов и ужинов. Цунади посмотрела в окно, за которым медленно плыли облака. Это успокаивало. Головная боль постепенно отступала, и Цунади наконец все же решила перекусить. Она заказала немного фруктов по телефону, а когда их принесли, продолжила любоваться вечерним небом, срывая с веточки винограда ягоды и отправляя их себе в рот. «Не спишь?» Джерай бесшумно вошел в номер, плотно прикрыв за собой дверь. «Нет. Как тренировка?» Спросила Цунади, не поворачивая головы. «Отлично, если не считать, что пару раз Наруто попался в собственной ловушке». Шизуни сказала, «Ты думаешь, что у нас будет дочка?» Он опустился на край кровати, которая тихонько скрипнула. «Да. Мы ходили в кино, и она вертелась почти весь фильм. А вдруг это мальчик? Может, ему просто не понравилось?» Со смехом предположил Джерайя. «Мне как раз кажется, что все было наоборот». Цунади отложила виноград и повернулась так, чтобы ей было удобнее смотреть на Джерайю. Это мне было недовольство. Скорее, нетерпение. «Значит, кто бы там ни был, он точно похож на тебя, Цунади». Джерайя провел ладонью по ей щеке, и Цунади ощутила, как от этого прикосновения у нее побежали приятные мурашки. «Разве тебе не пора на ужин?» поспешно спросила она. «Я только оттуда». «Что с тобой, Цунади?» «Ты не помнишь, что у меня кое-что есть для тебя?» «Ты об условии». Джерайя улыбнулся. «Да». Он убрал прядь волос с ее лица, и Цунади стало не по себе. «Хочешь, чтобы я заменила тех женщин, которых ты покупаешь в салонах?» «Ты с ума сошла?» Джерайя резко отстранился. «Конечно, нет. Я лишь хотел сделать тебе мессаж ступней. Это и есть твое условие». С сомнением переспросила Цунади. «А что такого? Разве тебе сложно немножко полежать, пока я массирую твои ножки?» «Нет, просто...» «Я не ожидала». «Ну, да». «Проще вообразить, что я буду принуждать тебя к интимным отношениям, а правда ли?» Горько усмехнулся Джерайя. «Какого же ты обо мне мнения, если всерьез думаешь, что я готов взять силой женщину, которая носит моего ребенка, единственную женщину, которую я люблю?» Он переместился в конец кровати, ближе к ее ногам, и принялся их массажировать. Цунади не представляла, что ее ноги так устали. Руки Джерайя были сильными и нежными, от того, как они сжимали и гладили ее ступни, Цунади получала неописуемое наслаждение. Она закрыла глаза, полностью отдаваясь ощущениям. Ей было стыдно перед Джерайей, ведь, действительно, он еще ни разу не пытался сделать с ней что-то против ее воли. Теперь она уже и сама не понимала, почему подобные вещи первыми пришли ей в голову. «Извини меня. Не знаю, что на меня нашло. Все в порядке? Так не больно?» Спросил Джерайя, перехватывая ее ступню поудобнее. «Нет. Очень хорошо». Джерайя коснулся губами большого пальца, и Цунади отдернула ногу. «Не надо. Тебе больно?» «Нет». «Тогда не двигайся. Все же, ты лишил меня возможности целовать кого-нибудь еще кроме тебя, так что потерпи немного, ладно? Разве тебе трудно?» «Это всего лишь поцелуй», Джерайя бережно взял ей ступню и, не отводя взгляда от лица Цунади, поцеловал ей снова. За окном стремительно темнело. И в этом полумраке взгляд сверкающих корех глаз выглядел возбуждающе. Цунади не могла отвернуться. Зрелище было слишком притягательным. Она облизала пересохшие от возбуждения губы и приподнялась на локтях, чтобы видеть каждое его движение. Джерайя не думал останавливаться, не получив отпора, он продолжил покрывать поцелуями ее лодыжку. Когда его руки коснулись второй ноги, Цунади отдало жаром его коже. Каждое прикосновение возбуждало ее все сильнее. Она откинулась обратно на подушке, чтобы не выдавать своих чувств. Ей тянула к нему. Хотелось его обнять и перехватить его нахальный рот губами, прижаться к нему теснее, снимая с него ненужную одежду. Он был необходим ей. На сегодня, пожалуй, достаточно, хрипло сказал Джерайя. Если хочешь, завтра я могу повторить. Он поцеловал ей в лоб успешно и вышел из номера. Цунади тяжело дышала. Без Джерайи в комнате стало прохладно. Она накрыла ноги одеялом и повернулась на бок, дрожа от неудовлетворенного возбуждения. Ее еще долго не удавалось заснуть. Утром Цунади встала на удивление рано. До завтрака она успела принять душ, высушить волосы и подкрасить губы. Она была в хорошем настроении и сегодня хотела подольше сохранить его таким. Бабуля Цунади, сестренка Шизуни сказала, что вы искали меня вчера. Поприветствовал ей Наруто, когда Цунади спустилась к завтраку. Да, я хотела спросить тебя о путешествии. Где вы были и что интересного и нового ты узнал? Но я же рассказал все вчера. Зато мне бы вот очень хотелось послушать о том, как здесь оказались вы с сестренкой Шизуни, заявил Наруто, занимая место у свободного столика. Разве тебе Джерайи не сказал? Цунади села напротив и взяла меню. Извращенный отшельник сказал, что у тебя от него будет ребенок, дать тебе. Поэтому мы с Шизуни здесь. Мне стало слишком сложно заниматься делами Хакаги. Значит, Канаха осталась без лидера. От удивления рот Наруто немного приоткрылся. Нет, конечно. Я назначила Кокоши исполняющим мои обязанности до тех пор, пока мы с Шизуни не вернемся в Канаху. Цунади подозвала официанта и заказала себе и Наруто по чашке рамена. Кокоши Сенси теперь Хакаги? Вот это да. Но ничего, когда я завершу свое обучение, я тоже стану Хакаги. Цунади улыбнулась ему. Было бы хорошо, если бы это сбылось. Она поблагодарила официанта, подавшего рамен, и принялась за еду. Вскоре к ним присоединились Шизуни и Джирайя. Я хочу купить себе побольше вещей, сказала Цунади. Шизуни, ты не сходишь со мной? Конечно, Цунади сама. Мы можем пойти прямо после завтрака. Сегодня Цунади не избегала Джирайю, хотя и старалась не смотреть на него. Несмотря на то, что он вел себя как обычно, Цунади не могла забыть, какими нежными были вчера его прикосновения и как горячо он целовал я. Каждый раз при мысли об этом и Цунади начинали гореть щеки, и ей приходилось сделать вид, что ее рамен еще слишком горячий. По смеющимся глазам Джирайя было понятно, что он прекрасно знает, виноват в этом вовсе не рамен. Это смущало Цунади еще больше. Цунади сама вы точно здоровы. Мне кажется у вас жар, обеспокоенно предположила Шизуни. Нет, правда, все в порядке, горячо возразила Цунади. Может, хочешь, на улице довольно освежающе, Джирайя улыбнулся. Мы с Шизуни сейчас пока идем до магазина, как раз прогуляемся. Идем. Но, я не успела позавтракать, раздосадованно протянула Шизуни. А вот я как раз не голоден. Ты еще хочешь пройтись по магазинам? И ты пойдешь со мной? Почему бы нет? К беременной женщине будут относиться с большим уважением, если она выйдет на улицу в сопровождении своего партнера, а не подруги. Мне совсем несложно пойтись. Тем более, у Наруто уже есть задание на сегодня. Цунади глубоко вздохнула. Ну, хорошо. Идем. Прогулка обещала быть интересной. Выйдя из отеля, Цунади потянула Джирайю в сторону небольшого магазинчика, в котором Шизуни выбрала для нее тунику. Она надеялась присмотреть себе еще парочку таких же. Куда мы так спешим, Цунади? У нас еще целый день впереди, улыбнулся Джирайя. Мне не терпится скорее посмотреть, что там есть интересного. Тебе нравится, во что я одета? По-моему, ты не в том положении, чтобы выбирать. Ошибаешься, возразила Цунади. Ты просто не видел, сколько всего для беременных здесь продают? Джирайя пожал плечами и не стал с ней спорить. Для него любая женская одежда отличалась только цветом. Даже в магазине, когда Цунади показывала ему не мог понять, как два почти одинаковых кусочка ткани могут вызывать у Цунади совершенно разные эмоции. Посмотри, вот это выглядит очень хорошо. Мне нравятся полоски, воскликнула Цунади, показывая на бледно-розовую тунику в коричневых и бежевых диагональных линиях разной толщины. Извини, Цунади, но мне все равно, что на тебе надета, Джирайя хмыкнул и оглянулся по сторонам. Ты выбирай, плечами Цунади. Это был один из тех моментов, когда ей по-настоящему не хватало шизони. Среди многообразия цветов и кармашков сложно было выбрать что-то одно. Цунади сняла несколько туник с вешалок и пошла искать Джирайю. Она собиралась купить эти вещи без примерки. На глаза попались полочки с детской одеждой, и Цунади остановилась. Маленькие бодики, чепчики, носочки все выглядело так очаровательно. Цунади была почти на восемнадцатой неделе, а ни одной вещи для малыша у нее до сих пор не было. Все было очень крохотным и нежным, Цунади хотелось всего и сразу для своей малышки. Неожиданно она вспомнила, для чего приехала в эту деревню и разрыдалась. Ей было так грустно смотреть на детские вещи. Она ведь могла сама себя лишить счастья быть матерью. Она сама хотела неизвестна, сколько еще она могла так простоять, если бы не Джирайя, заметивши неладное. Что с тобой? Тебе плохо? Он крепко ее обнял в успокаивающем жести. Да. Мне так жаль. Я совсем не хотела, оправдывалась Цунади. В голове тут же вспыхивало «Нет, хотела». Отчего она заревела еще горше. Успокойся, что случилось? Ты не нашла чего-то. Это легко исправить, милая. Здесь еще куча магазинов. Нет, ребенок. Что с ребенком? Теперь уже Джирайя выглядел обеспокоенным. Я хотела избавиться от него, Джирайя. Я чуть была отстранив от себя Цунади. Джирай внимательно смотрел ей фигуру и, убедившись, что живот на месте, снова приобнял ей «Все в порядке, хорошо, что ты этого не сделала. Давай заплатим за твои ты же любишь рамен?» Цунади ничего не ответила. Она молча пошла за ним и позволила ему заплатить. Когда они вышли, Цунади ощутила знакомое щекотание в животе и успокоилась так же внезапно, как начала плакать. «Это первый раз, когда я ощущаю ей стоя, улыбнувшись», сказала она. «Ты даже не представляешь, как я рад», Джирай обнял ей и поцеловал макушку. Он «Ведь, несмотря на мысли об аборте, она все же сохранила ребенка. Только сейчас он осознал, как много для него значит этот малыш. Возможно, даже больше, чем сама Цунади. Он никогда бы не смог простить ей, если бы она сделала непоправимое. Я тоже, Цунади улыбнулась так счастливо, что Джирай не удержался и поцеловал ей снова. «Эй! Ты что-то говорил про рамен, забыл? Нет, я думаю, куда пойти. Я покажу». «Ну, давай, веди», рассмеялся Джирай в отель. вернулись только к ужину, уставшие, но веселые. Из столовой доносилось множество голосов, а это означало, что вечерняя трапеза в полном разгаре. «Ты не голодна, Цунади? Издеваешься? Мы два раза заходили в закусочные. Теперь я хочу в ванную прилечь». Джирай понимающий кивнул и проводил ей в номер. Закрыв за ними дверь, он спросил, «Тебе не нужна помощь? В чем?» Не поняла Цунади. «Тебе несложно мыться?» Щеки Цунади залили, она и вправду побаивалась наклоняться, чтобы вымыть ноги, когда стояла под душем. Но сейчас речь шла о ванной. «Нет, я справлюсь. Уверена? Ты считаешь меня настолько слабой? Нет, предлога не найти. Не надо находить предлогов», сухо ответила Цунади. «В следующий раз просто скажи мне прямо, ладно?» «Хорошо». Цунади скрылась за дверью ванной комнаты и защелкнула щеколду. Она не хотела, чтобы он видел ей обнаженной. И почему только в прошлый раз она не чувствовала такого смущения? Взгляд Цунади упал на зеркало, отражающее привлекательную женщину с немного выпирающим животом. Цунади разделась, чтобы получше рассмотреть себя. Подумать только, через две с хвостиком недели будет уже целых пять месяцев. Она погладила свой живот и открыла кран с горячей и холодной водой. В быстро набиравшуюся ванну она добавила немного пены и масла. Воздух наполнился чудесным ароматом. Когда Цунади вышла из ванной, Джерай все еще ждал ей. Я думала, ты уже ушел, сказала она, натягивая полотенце повыше. Я обещал тебе массаж. Как я мог уйти? Отвернись. Мне нужно надеть рубашку. Цунади серьезно начал Джерай и не думал, что ты будешь стесняться. Все же у нас будет ребенок, о каком смущении может идти речь? Не говори так, будто мы каждый день спим вместе. Нет, похоже, мы говорим о разных вещах. Хотя от чего-то большего, чем просто сон, я бы тоже не отказался, рассмеялся Джерай отворачиваясь. Цунади торопливо переоделась и забралась под одеяло. Помнишь, ты предлагал мне выйти из-за тебя замуж? Помню. Джерай поднялся с кресла, в котором сидел и подошел к ей кровати. Я подумала и хочу сказать, что нет, он покачал головой, присаживаясь рядом с ней. Давай подождем еще немного. Чего ждать? Ты хочешь услышать ответ или нет? Нахмурилась Цунади. Конечно, хочу. Только, я надеюсь, что этот ответ будет положительным. Ради этого я готов ждать. Он склонился над ней и поцеловал ей в лоб. Уже уходишь? С чего ты взяла? Джерай был искренне удивлен. Обычно ты целуешь меня в лоб на прощание, пожала плечами Цунади. Не совсем так. Я целую тебя, когда мне этого хочется. Цунади с минуты всматривалась в его улыбающееся лицо, после чего спросила, почему ты это делаешь? Присматриваешь за мной? Зачем тебе это дурацкое обещание не спать с другими девушками? Это не так просто объяснить, Джерай задумчиво почесал подбородок. Понимаешь, раньше у каждого из нас была своя дорога. Я не хотел принуждать тебя к чему бы это ни было, потому что в этом не было необходимости. Но теперь у тебя есть кое-что, что принадлежит мне так же, как и тебе. Это наш ребенок, Цунади. Я не позволю кому-то другому растить его вместо меня, так же как не позволю тебе разлучить нас. Так значит, твое внимание ко мне обусловлено моим положением? И да, и нет. Ты мне по-прежнему нравишься, Цунади. Пока еще не поздно, давай начнем все сначала. У нас с тобой неплохо получается ладить. Просто доверься мне. Если тебе что-то не понравится, ты в любой момент сможешь отказаться. Цунади пристально всматривалась в его лицо, пытаясь разглядеть насмешку, но Джерай был откровенен. Перед ней открылась реальная возможность создать семью. У ее ребенка будет отец. Ее дочь никогда не будет несчастна. Это звучало так хорошо и правильно, что Цунади не могла отказать. По крайней мере, сейчас. Останься со мной сегодня, тихо попросила она. Я имел в виду не совсем это, когда предлагал начать все заново. Ты уверена, что хочешь? Мы уже начали тогда в резиденции. Нам остается только продолжить. Только если ты действительно хочешь, прошептал Джирайя, прямо в одежде укладываясь рядом с ней. Хочу. Цунади закрыла глаза, ощущая его дыхание на своем лице. Рядом с ним она чувствовала себя защищенной. Джирайя встал с кровати, и Цунади подняла на него вопросительный взгляд. Ты позволишь мне раздеться? А? Да, конечно, она смущенно отвела глаза. Посмотри его просьбу и почувствовала, как горят ее щеки. На Джирайи не было ничего кроме трусов. Тебе не нужно смущаться. Ты идиот. Это все, потому что мой гормональный фон повышен. Я не могу не смущаться, не злиться, а плакать и не истерить. Это само собой получается, и я здесь ни при чем. Снова начинаешь? Рассмеялся он. Давай сюда свои ноги. Цунади недовольно хмыкнула, но послушно легла так, чтобы ему было удобнее. Джирайи начал массаж и от напускной сердитости Цунади ничего не осталось. Она старалась не смотреть на Джирайю, по мне о том, что на нем нет ничего кроме белья. За окном было безоблачено, так что вскоре смотреть в небо ей наскучило так же сильно, как и в потолок. Она приподнялась на локтях и посмотрела Джирайи в лицо. «Тебе не больно так сидеть?» — спросил он. «Нет, почему ты спрашиваешь?» Твой живот так округляется. «Мне кажется, малышу там тесно. Мне скучно смотреть в окно. На меня смотреть веселее?» — рассмеялся Джирайи в ответ. «Впрочем, кажется, я знаю, как тебя развлечь». Он хитро улыбнулся, игнорируя вопросительный взгляд Цунади, и переместился поближе к ней. Джирайи провел рукой от косточки на лодыжки вверх и забрался рукой по царочку, легко перебирая пальцами. «Что ты собираешься делать?» «Ничего такого, что тебе бы не понравилось», — серьезно заявил Джирайи, свободной рукой помогая задрать подол рубашки повыше. «Подожди», Цунади остановила его, перехватив за кисть. «Почему?» «У меня под ней ничего нет. Это не имеет значения. Я не собирался трогать тебя там», освободившись от ее руки, он продолжил продвигаться вверх по бедру. Его руки обнажили живот Цунади, и он прижался к нему губами. Цунади не могла оторвать глаз от мускулистой широкой спины Джирайи, склонившегося над ней. Она положила руку ему на плечо, и он поднял голову. «Поцелуй меня», попросила Цунади. «Нет». Цунади была так огорчена отказом, что в ее словах прозвучали жалобные нотки. «Почему?» Джирайи покачал головой, опираясь на левую руку, приблизился к ней. Она завороженно наблюдала за тем, как перекатываются мышцы на его плече, а потом он коснулся ей губ. Цунади обвела руками его шею, он гладил ей по щеке свободной рукой. Цунади было жарко, но она не могла остановиться. Ей хотелось еще и еще. Джирайи отстранился первым, прервав поцелуй. Его глаза блестели от возбуждения, и это находило отклик внутри самой Цунади. «Если мы сделали это один раз, почему бы не сделать этого снова? Я боюсь повредить ребенку», по виску Джирайи скатилась капля пота, слова давались ему с трудом. «Все слишком боюсь потерять его», он снова склонился к ей животу и прижался к нему губами. «Я не вынесу, если ты оставишь меня в таком состоянии. Посмотри, как я хочу этого», Цунади взяла его за руку и прижала ее к своей груди так, чтобы Джирайи мог почувствовать, как часто бьется ей сердце. «Пожалуйста, не останавливайся. Я так хочу тебя». Она призывно развела ноги, словно побуждая его к действию. «Если будет больно, не молчи, ладно?» Голос Джирайи дрожал от сдерживаемого возбуждения. Он устроился между ее ног и осторожно вошел. Цунади протяжно застонала. И это заставило Джирайю дрожать от нетерпения, но он не двигался, пока я еще в состоянии мыслить, «Цунади, можно мне кончить в тебя?» «Да». Он старался двигаться осторожно, но даже так Цунади извивалась и стонала под ним. Это действовало на него опьяняюще. И хотя он делал все медленно, боясь навредить малышу, то, что он чувствовал сейчас, не шло ни в какое сравнение с предыдущим разом. Сейчас это было осознанно и взаимно желанно. Джирай целовал ей страстно и горячо не сдерживаясь хотя бы в этом, и Цунади охотно отвечала ему. С приглушенным стоном он кончил, ощущая, как она пульсирует вокруг него. Нежно поцеловав Цунади в искусанные губы, он лег рядом с ней и притянул к себе. Цунади лежала тяжело дыша. Джирай заправил прилипшие колбу пряди за ухо, поцеловав ей в лоб, уснул. Среди ночи его разбудили настойчивые прикосновения Цунади Джирай что-то случилось? Сонно пробормотал он. Прости, но мне нестерпимо хочется бутербродов, голос Цунади был таким виноватым, что Джирай не смог на нее злиться. Ну, хорошо. Я спущусь вниз и принесу тебе чего-нибудь. С чем ты будешь? С колбасой и арахисовым маслом. Только не говори мне, что ты и правда собралась это есть. Мне очень дефис очень хочется, тихо оправдывалась Цунади. Хорошо, может, тебе и попить захочется после этого. Чтобы мне два раза не ходить, нет, я хочу только бутербродов. Цунади чувствовала себя ужасно виноватой перед Джирай, но ничего не могла с собой поделать. Спускаться вниз одной ей не хотелось, а Джирай как раз мог бы раздобыть для нее чего-нибудь вкусненького. Когда он вернулся с подносом бутербродов, Цунади готова была плясать от радости. Спасибо. Ты будешь? Нет, отказался Джирай, укладываясь обратно в постель. Не переусердствуй. Постараюсь. Недели пролетали одна за другой. Цунади не заметила, как с появлением Джирай время пошло быстрее. Ни дня не проходила без увлекательной прогулки по деревне, его веселых рассказов и, конечно, тренировок Наруто. Часто Цунади сама наблюдала за ними. Ей было спокойно, ничто не волновало ей. Казалось, здесь, вдалеке от Канохи, они стали большой дружной семьей. На себя Цунади примеряла роль матери, но Джирай отца Наруто был ей братом Ашизуни сестрой. В конце девятнадцатой недели малыш начал пинаться, что сильно обрадовало Джирай Но, к его сожалению, когда он прикасался к животу Цунади, ребенок тут же затихал. Цунади это веселило. Она частенько подразнивала Джирай Ашизуни а он добродушно отвечал ей. Джирай поселился в одной комнате с Цунади и целыми днями они были поглощены друг другом. Никто из них не замечал, что Шизуни с каждым днем выглядела все мрачнее. И, наконец, когда Цунади приблизилась к 28 неделе своей беременности, Шизуни объявила о своем возвращении в Канаху. Но почему? спросила Цунади. Мне кажется, нужно подготовить мебель и одежду для малыша. Вы не можете вернуться в пустой дом, Цунади сама, кротко ответила Шизуни. Я смогу позаботиться об этом. Стоит попросить кого-нибудь из Анбу, Цунади сама. Как вы не понимаете, это нельзя доверить кому-то еще. К тому же, это не единственная причина моего отъезда. Правда? Тогда что еще? Цунади вопросительно подняла брови. Думаю, от меня будет больше толку, если я помогу Кукаши Сану. Здесь вы прекрасно справляетесь без меня, ведь Джирайя сама с вами. Я могу вернуться к своим прямым обязанностям. Твои прямые обязанности сопровождать меня. Но вы больше не нуждаетесь в этом. К тому же, ответа из Канахи нет уже два месяца, солгала Шизуни. Возможно, ваше письмо затерялось где-нибудь по пути. Я заодно проверю, как там идут дела. Когда ты вернешься? Нахмурилась Цунади. Она была недовольна сложившейся ситуацией. Я, наверное, не так выразилась, Цунади сама. Я больше не вижу смысла оставаться здесь. Так что теперь я буду ждать вас в Канахи, Шизуни вздохнула и, приблизившись к Цунади, порыве стебнила и я буду скучать. Я тоже, Шизуни, прошептала Цунади в ответ. Она молча наблюдала за тем, как ваша Зуни пристегивает свой медицинский набор, а затем выходит из отеля. Если бы только Цунади была в состоянии так же резво ходить, как и до беременности, она непременно бы проводила Шизуни до ворот. Это был один из тех немногих моментов, когда она почувствовала себя брошенной. Как думаешь, почему она ушла? Спросил Джирайя, когда они укладывались спать. Она же все сказал. Возмутилась Цунади. Ты ей не доверяешь? Нет, конечно. Но я все же больше склонен судить о людях по их поступкам. Он угнил ее, притягивая к себе поближе. Цунади поводила плечами и повернулась на другой бок. Извини, ей не нравится лежать так. Вот упрямится, пихается, с улыбкой проговорила она. Подождем немного, пускай успокоится. Джирайя, отвлекшись на мысли о ребенке, совсем забыл про Шезуне, это так странно. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что скоро стану отцом. Я все еще надеюсь, что будет мальчик. Странно, что Нанами не сказала мне пол ребенка. Ничего странного, прояснула Цунади. За коробку конфет женщины еще и не на такое способны. Ах, ты! Джирайя кинулся целовать ей. Цунади отбивалась, как могла вечерняя щетина. Джирайя щекотно кололась, и он умело этим пользовался. Прекрати. Я еще надеюсь заснуть на правом боку, смеялась Цунади. Прости. Хочешь, я немного покачаю ее. Лучше не надо. Боюсь, она не оценит твой порыв. Давай лучше помолчим немного. Джирайя согласно кивнул, поглаживая ее по животу. Ему нравилось лежать лицом друг к другу, а вот Цунади любила прижиматься к нему спиной. Оба варианта были приятны и удобны, но наблюдать за тем, как она засыпает было забавно. Вскоре Цунади осторожно повернулась обратно на другой бок, и Джирайя снова обнял ей. Спит. Прошептал он. Кажется, да, Цунади ответила так же тихо, но Джирайя сумела различить в ее голосе улыбку. Я люблю тебя. Я знаю, Джирайя, я знаю. Денек выдался необычайно жарким, и Цунади наслаждалась прохладой, исходящей от тихой речушки, дал за его попытками освободиться. Цунади радовалась тому, что в такую жару многие предпочитали купание и катание на лодке. Иначе им пришлось бы отказаться от этой прогулки далеко не все адекватно воспримут гомарики сана. Цунади с интересом рассматривала берега, время от времени черпая воду свободной от зонта рукой, чтобы охладиться. Как успехи, Джирайя Чан? спросила жаба, кокетливо выглядывая из-за цветастого веера. Никак, Джирайя покачал головой. Спасибо, гомарики сан, на сегодня достаточно. Завтра ты снова будешь нужен мне. Зови меня в любое время, мармеладный мой. С глухим хлопком жаба исчезла, и Джирайя коснулся плеча Наруто, вливая в него немного своей чакры. Получилось! Воскликнул Наруто. Нет! Это я развеял Гиндюцу. Улыбка Наруто погасла. Цунади заметила, насколько он изможден. Не переживай. Завтра вы продолжите тренировку, а пока лучше передохнуть, ласково улыбнулась она. Каждый день одно и то же. Может ну их, эти Гиндюцу. Даже ты не умеешь их накладывать, так что толку мне тогда учиться от них избавляться. Не говори так, Наруто. Ничего не будет лишним, а это, возможно, спасет тебе жизнь. Ты еще помнишь, за кем охотится Саски? Джирайи нахмурился. Зучи Хуи Итачи. А теперь вспомни, чем он владеет в совершенстве. Гиндюцу, я помню, вздохнул Наруто. И все равно у меня такое чувство, что я никогда этому не научусь. Хмыкнув, Джирайи насмешливо проговорил, я не узнаю тебя, Наруто. Жара плохо влияет на твою способность к логическому мышлению. Я знаю, как это исправить. Наруто не успел ничего возразить, как оказался сброшен в воду. Джирайи улыбался во весь рот, наблюдая за тем, как тот встает и топает по воде обратно в лодку. Цунади еще какое-то время вслушивалась в их разговор, но потом задремала. Жара окончательно смоила и, причалив к берегу и доплатив еще несколько из лодки. Если завтра будет такая жара, я не пойду с вами, сказала она по дороге в отель. Без меня Наруто не сможет научиться развеивать иллюзии, так что я не могу остаться с тобой. Но я постараюсь закончить пораньше. Не нужно. Обучение Наруто не должно приостанавливаться из-за меня. Я вообще-то все слышу, надулся Наруто. Перестаньте говорить обо мне так, будто меня здесь нет. Извини, Джирайя взъерошил ему волосы. Не переживай, бабуля Цунади, я научусь в рекордно короткий срок, так что мы будем в отеле еще до обеда. Я надеюсь. Цунади не говорила Джирайя, но в последнее время от долгих прогулок у нее начинала болеть спина. Без шизуни в номере было слишком скучно, а гулять вокруг отель ей успело надоесть. Оставаясь в комнате, она завидовала Нарутой и Джирайя, ведь они тренировались только, сколько хотели, и вообще делали, что хотели. Цунади заполняла свое время походами в кино и перекусами. Джирайя часто говорил ей, что с каждым днем она все хорошеет и хорошеет, в такие моменты Цунади думала, что щеки ей к лицу. За все время беременности она набрала 9 килограмм, а ведь роды еще ни сегодня и ни завтра. Несмотря на уверение Нанами-сан в том, что ей вес в норме, Цунади чувствовала себя, мягко говоря, полноватой. К 35 неделе выглядела она на все 100 килограмм. Кажется, у меня будет двойня, жаловалась Цунади, когда они готовились ко сну. Это тебе Нанами-сан сказала? Нет. Посмотри, какой живот. Джирайя ласково поцеловал ей в щеку, это было бы здорово, конечно, но если бы у нас была двойня, нас бы уже давно предупредили. Пойдем лучше, я помогу тебе умыться. Джирайя нежно обтирал ей губкой, и Цунади позволила себе расслабиться, откинувшись на спинку ванны. Теплая вода была очень приятной и облегчала боли в спине. Цунади чувствовала, как копошится внутри нее кроха, а значит, скоро последует пинок. Она улыбнулась, вспомнив, как на прошлые недели у нее прямо из живота торчала крохотная ступня. Джирайя тогда здорово перепугался. Цунади засмеялась, никогда не думала, что увижу тебя таким испуганным. О чем ты? Джирайя вопросительно взглянул на нее, приостанавливая движение губкой. Помнишь, когда я показала тебе пяточку? Не надо, Цунади. Я не вижу в этом ничего смешного. Ладно, не буду, уступила Цунади, скрывая улыбку. Кажется, нам нужно выбрать малышу имя. Согласен. Придумаем два варианта для мальчика и для девочки. Джирайя убрал губку и помог ей подняться. Нет, одного достаточно. Признайся, сказал он, вытирая ей мягким полотенцем, тебе ведь Нанами сам сказала, что у нас девочка. Ничего она мне не говорила, я сама знаю. Ну, а вдруг мальчик? Значит, нам нужно универсальное имя. Они легли в постель, и Цунади подвинулась ближе к Джирайе, прижимаясь к нему спиной. Так было теплее. Мне из универсального ничего не приходит на ум, пожаловался Джирайя. Время еще есть, я тоже хочу подумать над этим как следует. Цунади прикрыла глаза. Несмотря на усталость и боли в спине, она чувствовала себя счастливой. Так долго она отрицала эту возможную счастливую жизнь из-за привязанности к прошлому. Да, его уже не вернуть, а значит, нужно жить дальше. Она легонько потянулась и тихо позвала Джирайя. М-м-м. Я хочу выйти из-за тебя замуж. На секунду в комнате повисло молчание, которое Цунади боялась прервать лишним вздохом. Она задержала дыхание в ожидании ответа, наконец, он прозвучал, это окончательное твое решение? Да. Хорошо, голос Джирайи был спокоен. Цунади ожидала чего угодно, но только не такого равнодушия. Она повернулась лицом к нему и внимательно посмотрела на него. Джирайи не отводил прищуренного взгляда. Внезапно он улыбнулся и принялся целовать ей в лоб, щеки, губы, куда придется. Я так рад. Несмотря на жару, тренировки на рот не прекращались. Иногда Цунади ходила за деревню вместе с ним и Джирайей, но в последнее время все чаще оставалась дома. Если днем она перетруждалась, к вечеру начинались сложные схватки, которые становились все более выматывающими. Это наталкивало Цунади на мысли о скорых родах. Почему-то раньше она совсем об этом не задумывалась, и вопрос рожать-не рожать состоял лишь в том, чтобы решить хочет она ребенка или нет. А теперь она испытывала противоречивые чувства. Она определенно любила своего малыша, но рожать было страшно. Конечно, большинство женщин как-то это переживают, и не один раз, но почему-то это мало успокаивало Цунади. Наверное, ей было бы легче. если бы Шизу не была рядом. Пару раз Цунади порывалась написать ей письмо, но останавливали вспоминания о том, предыдущем, которое так и не дошло до адресата, каким-то образом потерявшись по пути. Кто знает, может, она потерялась не без чьей-то помощи. Я хочу в Канаху, сказала как-то Цунади за завтраком. Ты же помнишь, почему мы не можем сделать этого? Осторожно спросил Джирайя, радуясь, что Наруто предпочел сейчас выспаться, а перекусить уже потом по дороге к их обычной полянке для тренировок. Да. Но я задыхаюсь здесь. Ты постоянно на тренировках, а мне абсолютно нечем заняться. Мне скучно, Джирайя. Разве я не предлагал тебе ходить с нами? Как ты не понимаешь? У меня болит спина и от жары атыкают ноги. Я не могу столько ходить. Я ничего не могу. Целыми днями мне приходится валяться на кровати и ничего не делать. Мне это надоело. Извини, Цунади, но почему ты не сказала мне раньше? Джирайя коризненно посмотрел на нее. Сегодня я проведу с Наруто последнюю тренировку, и уже с завтрашнего дня ты больше не будешь оставаться одна. Я обещаю. Цунади промолчала. Она позволила ему поцеловать себя. Потерпи один денек, ласково попросил Джирайя. Куда я денусь? Джирайя вышел из столовой, а значит, Цунади снова была предоставлена самой себе. Она допила чай и направилась в свой номер. Лестница была препятствием не столько тяжелым, сколько пугающим. Цунади поднималась на второй этаж, крепко держась за перила. Похоже, нужно будет переговорить с Джирайей и попросить его поменять номер, чтобы ей больше не приходилось ходить по лестнице. Цунади было тяжело находиться здесь в одиночестве, но знакомых в этой деревне у нее не было. Она вышла на балкон и опустилась в одно из кресел, в которых они с Шизуни коротали вечером еще до того, как она встретилась с Джирайей. Хорошее было время. Где-то внизу, среди гулоуличных голосов и звуков, Цунади могла различить затихающий голос Наруто. Они с Джирайей шли на тренировку. Цунади перевела взгляд на дорогу, где ходили люди. Нет, не туристы, жители деревни. Они покупали продукты, общались друг с другом. От этого становилось так тоскливо. Не от того, что вокруг кипела жизнь, а от того, что Цунади не принимала в ней участие. Прямо под ее балконом стояла овощная лавка, напротив находилась небольшой кафе, а чуть левее, Цунади пришлось слегка наклониться, чтобы разглядеть, что находилась в том где смогла различить на вывеске надпись аптека. Это было невероятное везение. Возможно, это повозка в канаху, и тогда Цунади все равно, что ей там говорит Джирайя. Она уедет обратно, к Шизуне, повидается с какаши. Как же она по всем им соскучилась. А особенно по канахе. Рожать еще не скоро, у нее есть месяц-полтора. За это время несколько раз можно съездить туда и обратно. Цунади быстро накинула свой зеленый халат и попыталась стянуть его на животе. Так она когда-то пыталась спрятать Джирайя живот, но сейчас он просто не сошелся на ней. Со вздохом Цунади оставила эту затею у нее будет еще три дню, чтобы подумать над тем, как она выглядит. Она прихватила с собой немного денег и сумку, в которую вложила теплый плед, сухофрукты, хлеб и несколько бутылок воды. Остановившись у двери номера, Цунади отложила вещи и вернулась к кровати. Она сорвала листок с отрывного календаря и чиркнула пару строк о том, что возвращается в Канаху. Все же Джирайя легко сможет догнать ее, если захочет. Но лучше бы на тот момент они проехали хотя бы половину пути, чтобы он не вернул ее обратно. Цунади так соскучилась по дому. Положив листок на подушку, она вышла на улицу и направилась прямо к аптеке. Расплачиваться за номер в отеле она не посчитала нужным, ведь Джирайя будет здесь, да и она сама еще вернется. Входить в аптеку она не стала, остановившись у повозки, решила подождать посыльного, который ей поведет. И вскоре из аптеки действительно вышел немолодой мужчина в соломенной шляпе. «Извините», окликнула его Цунади. «Вы случайно не в канаху едете? В канаху, но попутчиков не беру. А если за небольшую плату?» Не растерявшись, она достала мешочек с монетами и показала его мужчине. «Ну, хорошо, барышня. Я буду ждать вас через полчаса за воротами деревни. Опоздаете, пеняете на себя. Спасибо». Цунади потихоньку направилась к воротам. Она была уверена, что с ее скоростью доберется туда как раз за полчаса. Мужчина же отправился куда-то еще, наверняка за припасами в дорогу. Цунади беспокоилась только о том, как бы Джерайи не увидел ее и не успел остановить. Впервые возможность встретиться с Кокаши, а главное Шизу не была такой реальной. Как Цунади рассчитывала, когда она вышла за ворота деревни, повозку уже ждала ее. Наверняка она выехала по более широким нелюбным дорогам, чем те, которыми шла Цунади. Отдав деньги, Цунади забралась в повозку и легла на небольшом свободном от бутылок с целебной водой участке. Дно повозки было услан сеном, наверное, чтобы не расколоть бутылки, так что ей было удобно. Здесь было не жарко и приятно пахло сухой травой, а движение и укачивание вовсе усыпили ей. Она ехала домой. Несмотря на то, что в этот раз ей не тошнило, дорога казалась тяжелее. От постоянной тряски к вечеру у нее стабильно начинались ложные схватки. Ночью они останавливались, и все утихало, но к следующему вечеру начиналось опять. Цунади было по-настоящему страшно родить где-нибудь в лесу без квалифицированной помощи. В середине третьего дня, когда они уже подъезжали к Анохе, повозка внезапно остановилась. Если бы Цунади не знала, что осталось еще примерно полдня пути, то подумала бы, что они уже приехали. Она осторожно встала, опираясь на один из обручей, на который был натянут брезент, и выглянула из повозки, пытаясь понять, в чем дело. Перед лошадьми, перекрыв дорогу, стояли Джирайи и Наруто. Увидев Цунади, Джирайи сердито нахмурился, спасибо, дальше мы сами проводим эту женщину. Только если она подтвердит, что знает вас, хозяин повозки пожал плечами. Облизав пересохшие от волнения губы, Цунади кивнула «Я их знаю». Спасибо за то, что подвезли. Она сложила плит в сумку и с помощью Джирайи спустилась на землю. Они молча отошли на обочину, давая повозки проехать, после чего Джирайи обратился к ней, крепко сжимая ей плечи. «Ты с ума сошла? Ни записки, ни предупреждения. Я же что угодно мог подумать. Поехала с каким-то левым мужиком не пойми куда. А если бы он оказался преступником? Что бы ты тогда делала?» Цунади молча смотрела на то, как Джирайи кричит на нее. Он выглядел не просто рассерженным, ей казалось, что он вполне способен ударить ей. Джирайи крепко держал ей, время от времени, встряхивая, видно, пытаясь таким образом донести до нее все безрассудства и поступка. Цунади впервые стало страшно. Перед глазами помутнело, и она закрыла их, чтобы сморгнуть набежавшие слезы. Хватка Джирайи ослабла. Неожиданно он притянул ее к себе и крепко обнял. «Прости меня, Цунади! Если бы ты знала, как я переживал за тебя! Я так боялся тебя потерять!» Он гладил ей по спине волосам, шепча наухо ласковые слова, пока она рыдала ему в плечо. Цунади только сейчас поняла насколько ей хорошо с ним. Только что ей казалось, что вот он сейчас выскажет ей все, что они думают что заявят, что больше не хочет с ней отношений. Если бы это было так, Цунади не знала бы, что ей делать дальше. Она действительно не хотела расставаться с Джирайей. И в этот раз она поняла насколько сильна ей желание быть с ним. Это ты меня прости. Я поступила глупо, но я и правда соскучилась по канохе, сквозь всхлип и проговорила Цунади. К тому же, я написала на календарном листке, что возвращаюсь в каноху. Я оставила его на кровати. В номере было пусто, Цунади. Я не видел никаких записок. Но ничего, главное, что теперь все хорошо, Джирайя продолжал гладить ей по голове. Мы дойдем до канохи, и все будет просто замечательно. Правда? Цунади отстранилась, чтобы посмотреть ему в лицо. Мы идем в каноху. Ну, куда же еще, глупая? Ты же не думаешь, что я заставлю тебя проделать пешком такой путь до деревни горячих источников, вас видеть. Шли понемногу, делая частые остановки. Несмотря на то, что ей сумку нес Наруто, Цунади все равно не могла идти долго. К вечеру они не преодолели половины пути. Когда они остановились на очередной привал, Джирайя задумчиво сказал, «Думаю, будет лучше, если Наруто пойдет вперед и предупредит о твоем возвращении, Цунади. Нужно, чтобы нас встретили, иначе мы не дойдем». «Что скажешь, Наруто? Мне идти прямо сейчас?» Вяло отозвался тот. «Нет. Всем нам нужно передохнуть. Я подежурю, а вы спите». «Утром Наруто отправится в Канаху, а мы с тобой, Цунади, пойдем, как и шли. Если нас пойдут встречать, то все узнают, что у меня будет ребенок», тихо сказала Цунади. «Пусть знают, все как мы идем в Канаху, мне кажется, что это путешествие в один конец». «То есть ты считаешь, что мне лучше и остаться рожать в Канахе?» «Да, я так считаю». «Да и странно это будет, если глава деревни, будучи медиком, выбирает для родов клинику в другой деревне. Это может вызвать слухи о твоем недоверии к врачам Канахе». «Ты прав. Теперь я даже не знаю, почему решила уехать из Канахе тогда. Может, просто так много всего случилось, и мне нужен был отдых, смен обстановки. В гостях хорошо, а дома лучше. Я не особенно счастлив, что на таком сроке ты совершаешь длительное путешествие, но зато наш ребенок сможет родиться дома». «Я так взволнована, что, кажется, не смогу уснуть», улыбнувшись, сказала Цунади. Она старалась говорить тише, заметив, что Наруто уже уснул. «Я, наверное, должен заставить тебя спать, но я так давно тебя не видел, что даже рад этому. Это хорошо, потому что сегодня я собираюсь придумать нашему малышу имя. Считаешь, что у меня было время над этим подумать? Не знаю. Но можно же подумать сейчас». Они ненадолго замолчали, перебирая в голове различные варианты. Джирай заговорил первым, «Как тебе Хатару? Слишком взрослая для нашего малыша», поморщилась Цунади. «Но он же когда-нибудь вырастет. А если это будет она? Тогда ты, пожалуй, права». «Две девочки звучит грубовато», Джирай согласно кивнул. «Попробуй предложить что-нибудь более подходящее. Мне ничего не приходит на ум, хотя может быть, Мичару. Мы хотели выбрать нейтральное имя, а это звучит как-то по-девчачье. Ну и что? Не имя красит человека, а человек ими. Звучит красиво, так почему бы и мальчику не побыть Мичару? Мичару, повторил Джирай словно пробуя ими на вкус. Не так уж и плохо, если призадуматься. Очень подходит к ситуации». Цунади приглушенно засмеялась. «Тебе понравится это имя, вот увидишь. Когда наша крошка родится, ей имя будет тебе безразлично. Ты к тому, что я даже имя своего ребенка не запомню?» притворно нахмурился Джирай «Нет, конечно. Просто имя это всего лишь имя, а ребенок все равно твой, как его не назови. Ты потом привыкнешь, кроме как Мичару, никак называть его и не сможешь. Может, ты и права, Цунади. Но не зря же раньше так ответственно подходили к выбору имени. А еще раньше люди ходили в лохмотьях и ели сырое мясо. Успокойся, все будет хорошо. Мичару славное имя. У нашего ребенка определенно будет свой путь. Цунади зевнула и прикрыла глаза, это путешествие порядком не утомило. Джирай осторожно перенес ее на спальный мешок и прикрыл теплым пледом. Эвфория от первой за последние три дня встречи улетучилась, и перед ним встали насущные проблемы, первой из которых было то, как они доберутся до Канохи. Когда Цунади проснулась, Наруто уже ушел вперед, прихватив с собой ей полупустую сумку. Джирай сидел у небольшого костерка, над которым грелся чайник, и улыбался с добрым утром. Взаимно. Наруто давно ушел? Часа три назад. У меня есть заварной рамен, будешь? Не самая полезная еда, но в походе то, что надо. Цунади кивнула, и Джирай достав две пачки рамена, залил их кипятком, чая нет, так что с этим придется потерпеть. Спасибо, сказала Цунади, принимая рамен. Что ты будешь делать в конохе? То же, что и везде. Писать свои романы? Тренировать Наруто? А потом? Цунади склонилась над чашкой, наслаждаясь ароматным запахом. Финики и сухой хлеб порядком ей надоели, так что даже такой рамен казался просто манной небесной. Там посмотрим. Я считаю, еще рано говорить о том, что случится через пару лет. То есть? Ты намерен остаться в деревне? Разве я не говорил, что буду с тобой? Да и ты, помнится, приняла мое предложение о замужестве. Передумала? Нет, улыбнулась Цунади, отставленная пустую пачку. Просто непривычно. Ты и Канаха. Не так, Цунади? Я и ты. Я остаюсь не ради Канахи. Джирай ловко поднялся, убирая пустые упаковки в небольшую вечера. Как и вчера, они шли медленно, и это напоминало Цунади приятную прогулку. Джирай позволял ей сам задавать темп, а когда она уставала, вел ей под руку. Почувствовав, что больше не может идти, Цунади попросила сделать небольшой привал, но не успели они сойти с дороги, как их окружили Анбу. Цунади сама, Джирай сама, сказал один из них. Мы пришли встретить вас и помочь добраться до деревни. У нас с собой есть носилки. Цунади тяжело вздохнула. Позволить себя нести казалось ей унизительным, но она так устала, что готова была согласиться на это лишь бы поскорее добраться до Канохи. Подождав, пока Анбу развернут носильки, она осторожно легла, стараясь не чувствовать себя глупо. Вам выглядели очень хлипкими, а она весила так много, что в самом деле могла порвать их. И хотя Цунади знала, что внешность обманчива, а простая конструкция пусть и легкая, все же достаточно прочная, чтобы выдержать не менее трех человек, ей мучил страх упасть. Она прикрыла глаза, чтобы не видеть какой скоростью проносится над ней ветки. Осталось совсем чуть-чуть. От ворот Канахи я хочу идти сама, перекрикивая ветер, попросила Цунади. Как скажете? Несмотря на то, что ей несли по земле, скорость была приличной. Цунади отвыкла от такого, хотя еще чуть больше полугода назад сама могла бегать и побыстрее. Она понимала, что анбу снижают скорость и за необходимость двигаться в ногу и не трясти пациента. Вскоре, когда вправо и слево от дороги, Джирай немного отставал от них, очевидно, прикрывая тылы. К чему столько охраны? Неожиданно все стало замедляться, пока не остановилось совсем. Джирай тут же оказался рядом и помог ей подняться. Спасибо, поблагодарила Цунадианбу. С легким кивком шестеро из них исчезли. Еще двое остались чуть поодаль и явно не собирались уходить. Пойдем, Джирай взял ей под руку и повел к воротам. Я хочу, чтобы ты немного отдохнула и сходила в госпиталь. Конечно, я так и сделаю, только сначала скажи, ты ничего странного не заметил? Цунади нахмурилась. Например? Охрана. К чему столько? Четверо сопровождали нас по пути сюда, двое идут за нами от ворот. Я не знаю, честно ответил Джирай Но, думаю, у нас еще будет возможность спросить обо всем у Кукаши. Цунади кивнула. Посмотрев вперед, она почувствовала, как сладко защемило сердце. Над крышами гордо возвышались лица лидеров деревни, среди которых было ей собственное. Цунади вернулась домой. Она с интересом оглядывалась по сторонам, рассматривая строение и лавки. Как же тут все было не похоже на горячие источники. Другие улицы, дома, афиши. А ведь в Канухе она давно не была в кино. Пойдем, посмотрим, что здесь показывают в кинотеатрах. Предложила Цунади, утягивая Джерайю к стенду с плакатами. Среди кино-постеров было много объявлений о купле-продаже и рекламе, но Цунади не обращала на них внимания до тех пор, пока Джерайи не дернул ей за рукав, посмотри-ка на это. Среди прочих объявлений Цунади без труда отыскал то, что хотел смеет Джерайя. Это была небольшая листовка, половину которой занимала карикатура. Судя по всему, действие происходило в резиденции. В центре стоял знакомый Цунади стол, окруженный стопками покрывшихся пылью бумаг. На нем рядом со знаком листа вместо надписи Хакаги красовалась другая, гласившая пустышка. За самим столом с гордым видом восседал человек с садыми волосами, скрывавший под маской зловещую ухмылку. Причем сидел он не на стуле, а на спине другого человека, волосы которого были собраны в высокий хвост на затылке, а на плече красовалась нашивка с оленей нерогами. За окном были видны всполохи огня, и небо было черно от дыма. У окна, в углу карикатуры, едва заметна фигура человека, опирающегося на трость. Несмотря на то, что лицо его в тени, на нем можно различить нечто похожее на скорбь. Под всем этим безобразием находились призывы к переходу к выборной власти, чтобы обеспечить деревне достойного лидера, который был бы в состоянии самостоятельно вести дела деревни, улучшить качество жизни и обеспечить стабильность и процветание. С каждым прочитанным словом Цунади становилась все бледнее. Дочитав до конца, она яростно сорвала листовку Данза. Почему никто не Я же просила Кукаши писать, если возникнут проблемы. Она обернулась по сторонам, гневно отмечая, что все ближайшие заборы и доски объявлений пестрят подобными листами. То, что она вначале приняла за кино афиши, оказалось оппозиционными листовками. Ну, доберусь я до него. Не надо, Джерайя положил ей руку на плечо. Поговорим об этом в менее людном месте. И не волнуйся сильно. Ты же не хочешь, чтобы наш ребенок тоже переживал? Цунади раздраженно хмыкнула, тогда идем скорее, мне необходимо привести себя в порядок и срочно поговорить с Кукаши. А повидаться с Шизуни ты уже не хочешь? Думаю, она тоже в резиденции. От злости Цунади совсем не ощущала усталости. В первые же минуты ее пребывания в Канохе те проблемы, от которых она так долго скрывалась в деревне горячих источников, обрушились на нее с новой силой. Ей снова нужно было вести дела и разрешать споры. Да еще и с этим Данзо прибавилась головной боли. Как давно это продолжается? Кто на чьей стороне? Что если Шикако уже не член Совета, а Кукаши давно отстранен от должности? Что еще успел сделать Данзо, кроме распространения листовок? От всех этих вопросов у Цунади раскалывалась голова. Уж не это ли та причина, по которой Шизуни так внезапно вернулась в Канаху. Если это так, она еще получит свое. Наскоро приняв душ и переодевшись, Цунади хотела было идти в резиденцию, но Джирай остановил ее, и куда ты собралась? Хакаши, конечно. Куда же еще? Дай мне пойти. Я не узнаю тебя, Цунади. Разве ты забыла, что тебе нельзя волноваться? Ты, между прочим, носишь нашего ребенка, и я не хочу, чтобы из-за тебя он родился раньше, чем нужно. Он уже практически доношенный. Все в порядке, отойди. Цунади. Джирай схватил ее за кистью рук и не сильно встряхнул. Ты понимаешь, что собираешься делать? Поговорить со старым другом преступления? Только если друг исполняющий обязанности Хакаги, а ты сама Хакаги, отсутствовавшая довольно продолжительное время. Успокойся, Цунади. Пока я прошу тебя по-хорошему. А как будет по-плохому? Зло прошипела Цунади. Ей необходимо было дать выход своим эмоциям, не имея возможности высказать Хакаги все, что она о нем думает. Цунади ругалась на Джирай Ты уверена, что хочешь знать? Пойми, наконец, что твое появление в резиденции будет означать, что ты в игре. Тебе это нужно? Тебе это нужно, Цунади. Джирай снова встряхнул ее, и Цунади попыталась отстраниться, но он держал ее крепко. Внутри слабо пошевелились, после чего Цунади ощутила довольно сильный пинок куда-то в область желудка. Пусти, сказала она, врывая руки из хватки Джирай и прикладывая одну к отбитому месту, а второй придерживая низ живота. Цунади. Что с тобой? Ты в порядке? В голосе Джирай явственно слышался испуг. Он угнил Цунади, стараясь не причинить ей боль. Все хорошо, тихо сказала она, прижимаясь к нему. Ты был прав. Не стоило мне так переживать. Я не знаю, что на меня нашло. Ничего страшного, ты говны и не волнуйся больше. Все будет хорошо. Шикаку умный, у него наверняка есть план, иначе они бы тебе все сказали. А так это не стоит беспокойства. Джирай говорил всякую чушь, но его голос действовал на Цунади успокаивающе. Постепенно эмоции улеглись, и Цунади почувствовала себя опустошенной. Ложись, милая, тебе нужно поспать. Джирай помог ей переодеться к осну и прилег рядом, поглаживая по плечу. Пообещай мне кое-что, Цунади. Что? Завтра сходим к врачу. Да, я знаю. Обязательно сходим. Ночью Цунади спала беспокойно, балансируя на грани между сном и явью, попеременно, то засыпая, то просыпаясь и возвращаясь обратно на грань. Утром она чувствовала себя совершенно разбитой и не выспавшейся. Вдобавок ко всему ей страшно хотелось есть, но ничего съедобного дома не было. И Джирай дома тоже не было. Цунади осторожно села на кровати и осмотрелась. Так непривычная страна была просыпаться в своей комнате. В Кунохе. Она встала и прошла в ванную. Кроме зеркала, полотенец, флакончиков с салями, шампунями, пенками до самой ванны, здесь ничего не было. Цунади подошла к зеркалу, вспоминая, каким было ей отражение, когда она стояла здесь в последний раз. Тогда у нее совсем не было живота, а она переживала, что кто-нибудь заметит. От этих воспоминаний губы сами собой растянулись в улыбку. Так просто было запахнуть халат и делать вид, что под ним ничего нет. Сейчас никакой халат не смог бы скрыть ей выступающий живот. Цунади сняла сорочку и повернулась к зеркалу баком. Теперь понятно, от чего у нее болит спина. Не то чтобы Цунади раньше сомневалась в причине, просто только сейчас наконец увидела все воочию. Живот казался ей таким большим, что самое время думать о тренни. Любуешься. Вздрогнув от неожиданности, Цунади обернулась и увидела Джирайо, стоящего в дверном проеме. Он смотрел на нее с улыбкой «Я записал тебя к врачу». «Мы успем сходить в очарику, если хочешь». «Спасибо», улыбнулась в ответ Цунади, она была рада видеть его. «Дай мне немного времени, чтобы одеться». Джирайо кивнул и присел в кресло, наблюдая за тем, как она выбирает вещи. «Откуда здесь моя одежда?» «Я ничего не брала с собой. Я же не мог оставить все в гостинице». «Конечно, я взял одежду». «Не помню, чтобы у тебя были чемоданы». «Зачем чемоданы, когда достаточно пары свитков?» улыбнулся Джирайо. Цунади даже не пыталась влезть в свою рубашку, поэтому сразу выбрала одну из туника и накинула поверх нее халат, где сумка, которую унес Наруто. Я оставил ей в коридоре. Он заходил еще вчера вечером, но ты уже спала». Цунади быстро нашла сумку на ручке двери. Она вытащила из нее пледа и убедилась, что кроме сухофруктов и воды там ничего нет. С обреченным вздохом она вернулась в комнату. «Кажется, ты взял ее?» с надеждой спросила Цунади. «Да, это и ты ищешь». Цунади кивнула, «Здесь же я иду к врачу впервые, без обменки доктору будет трудно сделать выводы о моем состоянии на сегодня. Она у меня в кармане, так что мы можем отправляться прямо сейчас». В Кунохе было не так жарко, как в деревне горячих источников, что не могло не радовать Цунади. Прохладный ветерок был тем, почему она так долго скучала. Когда они вошли в вечероку, старик Теучи удивленно воскликнул. «Давненько вас не было видно, Хакаги сама. Вам двойную порцию?» «Да, если можно». «Мне и Джирайи, Цунади, усаживаясь к краю». «Я обойдусь обычной», улыбнулся Джирайи, за ним и место рядом с ней. Честно говоря, она ожидала чего-то особенного от рамена в же это только лапша в бульоне, меняются лишь специи и добавки, может, длительность приготовления. Но лапша везде одна. Странно, как она раньше этого не замечала. Хотя, раньше как раз замечала. Это с началом беременности вдруг перестало. А сейчас ей больше не тянет на колбасу с шоколадом, да и рамен кажется не таким вкусным. Это еще раз напомнило Цунади о приближающихся родах. Раздумывая над этим, Цунади не заметила, как опустошила целую миску. Ты идешь, Цунади? А? Да. Конечно. Спасибо, она поблагодарила Теучи и вышла за Джирайей. Догнав его, она взяла его под руку и спросила, как думаешь, на кого будет похож наш ребенок? Я не знаю, Цунади, серьезно ответил Джирайя. Но я все еще надеюсь, что это будет мальчик. Сколько ему мне нужно научить своего наследника? Ты даже не представляешь. Джирайя мечтательно заулыбался, и Цунади сказала, думаю, ничему хорошему. Да ладно тебе. Ни у одного пацана не было и не будет такого классного отца, как я. Я даже спорить с тобой не буду. Сомневаешься в моих отцовских качествах? Сомневаюсь в том, что будет мальчик. Но что если будет действительно мальчик? Ты вообще кого больше хочешь? Цунади задумалась, а потом медленно ответила, слушай, я не знаю. Вообще, я думаю, раз мы в Канохе и раз уже можно покупать вещи. Я бы даже сказал нужно. Почему бы сегодня как раз не спросить, кто у нас будет? Не пожалеешь потом? Было бы о чем, засмеялась Цунади. Теперь тоже можно. Джирайя притянула ее к себе и поцеловала макушку, ласково поправив нужно. Врачом, к которому записал ей Джирайя, оказался немолодой мужчина. После тщательного изучения обмена и карты Цунади, он попросил ей оголить живот. Вас что-нибудь беспокоит? Спросил он, активируя медицинскую чакру и кладя руки ей на живот. Ноги атыкают. Цунади было прохладно и щекотно от прикосновений. Хотелось поскорее опустить подол туники и прекратить эту процедуру. У вас сказал врач, убирая руки. Что, простите? Для верности переспросила Цунади. У вас будет мальчик. Вы не ошиблись? Уверена. Ирьянин приспустил очки и взглянул на нее поверх стекол. На таком сроке невозможно ошибиться. Это совершенно точно мальчик. До этого момента Цунади думала, что у нее будет дочка, и так привыкла к этому, что теперь ей казалось, будто мир перевернулся с ног на голову. Не то, чтобы она разлюбила своего малыша, просто вдруг поняла, что к новости о мальчике была совершенно не готова. Она так удивилась, что совсем не могла думать о том, что говорит ей врач. Выходя из кабинета, Цунади помнила только то, что через две недели ей нужно будет прийти на осмотр. Джерай ждал ей в коридоре. Заметив состояние Цунади, он вскочил со скамьи и спросил, что тебе сказали? Все хорошо? Да, все отлично, медленно проговорила она. Джерай ты был прав, у нас мальчик. У меня будет сын. Джерай выглядел таким счастливым, что Цунади не могла не улыбаться ему. Шок потихоньку отступал, и теперь, когда она видела, как к этой новости отнесся Джерай и сама чувствовала, как снова начинает привыкать к своему ребенку. Это такое странное ощущение. Когда-то Цунади раскаивалась в том, что испытала его слишком поздно. Тогда она впервые всерьез подумала о том, чтобы сохранить малыша. Не желая повторять своих ошибок, Цунади обхватила руками Джерай и прижалась к его губам своими. Джерай осторожно обнял ей и ответил на поцелуй, похоже, не совсем понимая, чем вызвано такое поведение Цунади, но ей было все равно. Забота и любовь, которые Джерай постоянно проявлял по отношению к ней, должны были вернуться и к нему тоже, и к их ребенку. Я так счастлива. Джерай я люблю тебя. Люблю. Джерай целовал ее, выражая свои чувства через поцелуи. Это был первый раз, когда Цунади сказала ему люблю. Сегодня был замечательный день. Вечером Цунади хмуро наблюдал за тем, как Джерай собирался на тренировку с Наруто. Ты обещал, что приостановишь их на время, а теперь я снова буду тут одна. Я помню, что обещал тебе, но, думаю, скоро ты и сама не захочешь, чтобы я остался, загадочно улыбнулся Джерай это еще почему. В дверь постучали, и улыбка Джерай стала еще шире, вероятно, поэтому Цунади не отводила притворно сердитого взгляда Джерай который шел открывать. Хотя ее сердце стучало так громко, что, казалось, все вокруг могли его слышать, Цунади старалась выглядеть равнодушной, чтобы Джерай не думал, что его выходка останется безнаказанной. Дверь открылась, и в комнату вошла Шизуни. Джерай сама поклонилась она, приветствуя его. Шизуни. Я так скучала, Цунади сама. Когда они разорвали дружеские объятия, Джерай неловко кашлянул, рад бы поболтать, но у меня тренировка с Наруто. Мне, правда, жаль, что я ухожу, он подмигнул Цунади, давая понять, что он не чуточку не жалеет. Удачи, пожелала ему Шизуни. Наруто она пригодится больше, чем мне, Джерай усмехнулся я, поцеловав Цунади и исчез за дверью. Вы так изменились, Цунади сама. Я поверить не могу, что вы здесь, что я увижу вашего малыша уже в первые дни его жизни. Хочешь сказать, потолстела? Усмехнулась Цунади. Я тоже рада вернуться в Канаху. Цунади позвала ее за собой на кухню и разлила чай, чем ты тут занимаешься. Работаю с какаши, сортирую тело, что под глазами Шизуни залегли неглубокие тени. Нелегко вам приходится, осторожно заметила она. Я говорю о Данзо. Цунади неотрывно смотрела Шизуни в лицо, пытаясь уловить малейшие эмоции. Почему-то ей казалось, что все это от нее пытались скрыть. Судя по тому, как вздрогнула Шизуне, Цунади не ошиблась. Данзо, вы уже видели листовки, да. Тихо спросила Шизуне, отставленная чашку. Я не понимаю, почему ты раньше мне не сказал. Вообще-то он против меня компанию разворачивает, а я об этом даже не знаю. Мы решили, что для вас будет лучше не волноваться об этом. Я не могу не волноваться, когда, внезапно вернувшись в Канаху, вижу подобные вещи на заборах. Как я должна реагировать? Если бы не Джерайи, я бы, не заходя домой, рванула в резиденцию узнавать, что случилось. Хорошо, что вы этого не сделали. Я не отчитываю тебя, то есть, конечно, отчитываю, но не для того, чтобы покричать, а чтобы в следующий раз я всегда все узнавала в первую очередь. Если бы я с самого начала все знала, я могла бы действовать по заранее обговоренному плану и хоть как-то помогать вам. Если вам не было нужно мое возвращение, может, я осталась бы в горячих источниках, покривила душой Цунади. Нет, все хорошо, покачала головой Шизони. У нас действительно есть план, но он предусматривает как раз ваше возвращение. Несмотря на то, что желательно нам реализовать его как можно скорее, пока Дэнзи не зашел достаточно далеко, мы не хотели, чтобы это помешало вам родить ребенка вдали от политической арены. Но раз уж вы здесь, похоже, пару раз вам все же придется выступить перед публикой. Это уже лучше. Вот черт, если бы я только знала раньше, давно бы уже была в Канохе. Шизу неприглушенно засмеялась, Цунади сама. Именно поэтому вам никто ничего и не сказал. Вы бы уехали, поссорились с Джирайей, получили осложнение в ходе беременности подорвали бы нервную систему. В общем, я не хочу даже думать об этом. Поэтому, когда пришел ответ от Какаши, я не стала сообщать вам о нем. Вместо этого я написала ему ответное письмо. В ходе нашей переписки я узнавала обо всем, что происходит в Канохе. Я видела, как ваши отношения с Джирайей налаживаются, и не хотела этому мешать. Я и сейчас думаю, что поступило правильно, но все же я так по вам скучала, Цунади сама. Вы представить себе не можете, как я рада, что вы снова здесь, в Канохе. Я тоже этому очень рада. Особенно теперь, когда между нами больше нет недомолвок. Шизуня кивнула. А чего добивается Данзо вам известно? Того же, чего и всегда. В этот раз он решил воспользоваться вашим отсутствием, чтобы поднять народ на восстание. Ты сказала, у вас есть план. В чем он состоит? Несмотря на то, что еще совсем недавно Цунади обижалась на Джирайо, когда тот уходил на тренировки с Наруто, теперь она сама настаивала на их продолжении. Она не могла не замечать беспокойства Джирайо и уверяла его, что с ней и малышом все будет хорошо. Цунади действительно не хотела осложнений и старалась поменьше переживать. Шизуне, Какаши и Шикаку ей это отлично удавалось. Какаши по-прежнему занимался делами деревни, Шикаку состоял в Совете, а Шизуне разрывалась между резиденцией и Цунади. По крайней мере, так все выглядело со стороны. На деле же основные функции Хакаги выполнял Шикаку. Какаши лишь подписывал бумаги и давал ход идеям Шикаку. Так как Цунади не могла появляться в резиденции, связь с Какаши она поддерживала через Шизуне. Одновременно с этим шла активная подготовка к реализации их плана противостояния Данзо. Цунади настаивала на срывании этих чертовых листовок, которых в каждом квартале можно было найти в изобилии, но Шикаку отклонил эту идею. Во-первых, они пытались избавиться от них, что привело только к увеличению их количества, а во-вторых, когда люди уже в курсе, нет смысла бороться с листовками. Они уже ничего не смогут сделать для того, чтобы сдержать организованную забастовку, хотя, по словам Шикаку, еще можно повернуть исход переворота в свою пользу, если его возглавить. Сначала Цунади не понимала, что именно он хочет этим сказать, но вскоре и сама согласилась с его мнением. В словах Данзо есть резон, Нара должен иметь право выбирать лидера, но скорее всего, никто не примет этого в силу сложившихся традиций. Зато можно найти компромисс. Например, предложить выбор. И что-то Цунади подсказывало, что у Данзо было меньше шансов, чем у кого бы это ни было еще. Ведь всем было известно, что третий не поддерживал его взглядов, а значит, на этом можно было сыграть в своем публичном выступлении, которое Цунади должна была сделать уже сегодня вечером. Несмотря на то, что Цунади старалась не волноваться, получалось у нее не так уж и хорошо. Она прекрасно осознавала, что двухнедельная подготовка может полететь к чертям, если ей речь будет недостаточно проникновенной. «Успокойтесь, Цунади попросила Шизуне, наливая ей зеленого чая. Вы и без меня знаете, что у вас все прекрасно получится. Спасибо. Ох, лишь бы все прошло как надо. Так не хочется подводить Шикако». Шизуне заливисто рассмеялась, что вы такое говорите. Вообще-то если кто кого и может подвести, так это Шикако у вас, а не наоборот. Все же, если его план не сработает, вы потеряете власть. Не в этом дело, Шизуне. Я же не за место держусь. Методы Данзе слишком бескомпромиссны и жестоки. Это может породить ряд войн. А в них нет победителей. Войны приносят страдания всем участникам. Данзе нужна процветанию любой ценой. Но разве через войну можно добиться чего-нибудь кроме разрухи? Возможно, вы правы, пожалуй, плечами Шизуне. Возможно. Ты еще сомневаешься, Цунади горько усмехнулась. За свою жизнь я пережила две войны, на мой век уже достаточно. Не будем об этом. Я кое-что принесла вам. Надеюсь, понравится, спохватилась Шизуне, доставая из-за пазухи небольшой полиэтиленовый пакет. Цунади с интересом его развернула и чуть не ахнула от восторга. Она бережно извлекла бежевый чепчик с бело-розовой кружевной каемочкой, которую по желанию можно было пускать на лоберик в качестве или заправлять на головку в качестве украшения. Завязкой служила розовая шелковая лента. Кроме чепчика в пакете лежала еще пара бесшовных распашонок ползунков из мягкой натуральной ткани. Жаль тебя расстраивать, но, похоже, такая красота будет моему мальчику великовато первые полгодика засмеялась Цунади, рассматривая чепчик. Главное, что немало. А вы точно знаете, что будет мальчик? Да. Я сама была очень удивлена, когда врач сказал. Но мальчик так мальчик. Я даже рада, Цунади переключилась на распашонки. А вот они, пожалуй, будут в самый раз. Спасибо, Шизуне, это очень мило с твоей стороны. Я выбирала на девочку, поэтому и взяла все розовое и желтенькое. Ничего страшного, он будет недостаточно взрослым, чтобы комплексовать. К тому же, это действительно упущение. В горячих источниках мы решили ничего не покупать, только перед самым рождением. Ведь тащить в канаху кучу вещей задачка не из легких. В итоге для малыша у нас ничего нет. Мы с Джирайей как раз на днях собирались пройтись по детским магазинам и накупить всего нужного и ненужного, улыбнулась Цунади. Кажется, лучше поторопиться. Ваш живот выглядит таким большим. Да и по срокам уже скоро. Я бы на вашем месте не откладывала. Я тоже стараюсь не затягивать. Но пока было как-то не до этого. Завтра сразу после приема пойдем покупать. Нужны кроватка, вещи и игрушки. Так много всего. Я даже не представляю, где все это искать. Ничего страшного, я могу выписать вам адреса, если нужно. Только если тебе не трудно. Спасибо. Можно один вопрос? Конечно. Как вы чувствуете? Долго ждать осталось? Я не знаю. Может, недели две. Не спрашивай меня об этом. Мне самой так хочется поскорее увидеть моего малыша. Но с другой стороны, кажется, будто это последние мои деньки, которые я живу для себя. Я понимаю, что потом буду постоянно с ребенком. Поэтому в какой-то степени наслаждаюсь этими только моими неделями. Насколько это возможно? Насколько это возможно? Переспросила Шизони. Если бы не схватки, я чувствовала бы себя гораздо лучше. Знаешь, полдня иногда хожу с каменным пузом. Но ничего, пока никого не родила. Может, это значит, что уже совсем скоро? Может. В такие моменты я жалею, что не уделяла большого внимания изучению этого раздела гинекологии. К сожалению, в мире Шиноби более востребованы хирургии и травматологии, пожалуй, плечами Шизуни. В дверь постучали, и Цунади встала и застала. Кажется, уже пора, сказала она, накидывая зеленый халат. Идешь со мной? Да. На улицах было немноголюдно, зато уже на подходе к резиденции можно было расслышать гомон людских голосов. Цунади с волнением думала о том, что все они здесь для того, чтобы выслушать ее речь. В здание резиденции они заходили с черного входа. Шизуни шла первой, за ней Цунади, последним был какаши. Цунади плохо помнила, сколько поворотов и лестниц им пришлось миновать прежде, чем оказаться на крыше. Ноги будто сами вели и по знакомым коридорам. Она так волновалась, что происходящее казалось ей чем-то ненастоящим или происходящим не с ней. Когда Цунади вышла на край крыши и смогла разглядеть толпу людей, гражданских в Шинобе, стоящих внизу, ждущих ей речи, она почувствовала, как ощущение сна покинуло ее. Все снова происходило на самом деле. На крыше было прохладно. Цунади немного поежилась и открыла было рот, чтобы начать, но поняла, что заранее подготовленные слова вылетели у нее из головы. Она сделала глубокий вдох, не позволяя панике сковать ей. В голове было абсолютно пусто. Тишина, которая воцарилась внизу, стоило ей показаться на крыше, нервировала и мешала сосредоточиться. «Все хорошо?» шепнула Шезуне, заметив растерянность Цунади. «Я забыла слово. Все нормально, сейчас сориентируюсь». Цунади переступила с ноги на ногу и сделала шаг вперед. «Недавно мне пришлось покинуть Канаху по личным причинам», твердо начала она, слушая, как ее голос разносится над толпой. Я уезжала, полная уверенности в том, что по возвращении найду деревню такой же мирной, какой ей и оставляла. Листовки Данза, расклеенные по стендам стали для меня неприятной неожиданностью. Я не понимаю, почему Данза Дану не предпринял попыток найти меня и оповестить о проблемах, которые, по его мнению, не в состоянии решить хатаки кокаши, но, надеюсь, что на это у него были веские причины. Иначе это может восприниматься как попытка государственного переворота». Цунади замолчала, пережидая, пока гул и поднявшийся в толпе стихнет. Но тем не менее. Я верю в то, что таким образом Данза Дану выражал заботу о деревне, и не вижу необходимости осуждать его поступок, в груди все горело от ярости, но Цунади сдерживалась, понимая, что любые репрессии по отношению к Данзе только подтвердят ее несостоятельность в глазах общественности. Вместо этого, я хочу озвучить мотивы, побудившие меня выбрать хатаки кокаши в качестве моего заместителя и выдвинуть кандидатуру на Рашикаку в совет. Ни для кого не секрет, что кокаши стал Джанином в довольно юном возрасте, заслужив это звание не за правильные ответы на экзамене, а за те навыки, которые он приобрел и проявил в реальных сражениях. Его стаж в этом звании приближается к пятнадцати годам, и мне кажется, это не так уж плохо для его возраста. Возможно, многие не знают, но в течение нескольких лет, кокаши служил в Анбу и даже был капитаном одного из отрядов. Кроме того, слава о копирующем Шарингоне кокаши давным-давно распространилась за пределы Страны Огня. Таким образом, учитывая его опыт и боевые навыки, я считаю, что мой выбор вполне оправдан. Чтобы помочь кокаши, я предложила старейшинам принять в совет Нара Шикако. О его способностях к аналитическому мышлению известно довольно многим, в том числе и советникам. Сложно вообразить проблему, с которой бы не справился кокаши при поддержке совета. Мне до сих пор непонятны причины, порождающие сомнения на этот счет. Однако это только мое мнение, и оно может быть ошибочным. Дан Задану предложил вам выбрать лидера самостоятельно, Цунади сделала глубокий вдох. И я поддерживаю это предложение. В толпе снова послышался шепот, и ей пришлось сделать паузу. Сердце так бешено колотилось, что Цунади боялась пропустить тишину. Наконец, все смолкло, и она продолжила. Через две недели мы проведем референдум, где вы сможете высказать свое мнение по этому поводу. Но перед тем, как закончить на сегодня, я хотела бы напомнить еще кое о чем. До сих пор титул Хакаги передавался от предыдущего лидера следующему. В случаях, когда Хакаги не успевала оставить после себя преемника, его выбирали члены совета. Все мы помним, что третий хотел передать этот титул своему ученику Джирайе. А Джирайе, отказавшись от него, предложил эту обязанность мне в надежде на то, что как ученица третьего, я продолжу его политику. Мне жаль, что именно во время моего правления традиция будут нарушены, но если это поможет Канохе, я готова на это пойти. Я только надеюсь, что дело моего Сенси не будет загублено и следующий, шестый, Хакаги продолжит его так, как пыталась делать это я. Внизу царила оглушающая тишина. Цунади развернулась, спиной ощущая сотни направленных на нее взглядов, и неспешно зашагала к лестнице вниз. Постепенно к ней присоединились Шазуне, какаши и четверо Анбу, которые находились здесь еще до ее прихода. Цунади чувствовала себя подавленной. Не было ни аплодисментов, ни протестов, ничего. Это молчание угнетало хуже забастовки. Вдобавок ко всему, у нее, кажется, снова началось это противное ощущение в животе. Я хочу домой, сказала Цунади, обращаясь непонятно к кому. Хорошо, что тут недалеко. На приеме врач сказал, что все в порядке, и если Цунади не родит раньше, он ждет ей ровно через семь дней. Это прозвучало довольно неожиданно. Она надеялась доходить до сорока недель. Но самым главным было то, что в таком случае, она вряд ли сможет присутствовать на выборах нового Хакаги. Джирай не разделял ей опасений, постоянно напоминает Цунади о том, что здоровье ей и их ребенка важнее всего. Я знаю, знаю. Просто немного переживаю. Вдруг изберут Данзо, и он развяжет войну. Не думай об этом. Найдутся те, кто будут против. Сейчас важнее купить кроватку и вещи для нашего сына. Между прочим, Шизуни ехала сюда именно за этим, проворчала Цунади. В последние дни она становилась все раздражительнее. Почти полдня они потратили на выбор кроватки. Заказав доставку и расплатившись, Цунади попросилась домой, я так устала. Пускай Шизуни сама посмотрит одежду. Есть магазины по пути. Ты точно хочешь прямо домой? На уверенный кивок Джирай тихо вздохнул, игрушки тоже Шизуни смотреть будет? Ты хотел бы заняться этим сам? Представь себе. Хорошо, только доведи меня сначала до дома. Время шло быстро. Цунади ненадолго выходила погулять вместе с Джирай или Шизуни, но в основном сидела дома. Покупками для малыша занималась Шизуни, так что вскоре кроватка стояла застеленной бельем, на котором были рассажены мягкие игрушки. По совместному решению Цунади и Джирай кроватку поставили прямо напротив их спальной кровати. Хотя Джирай некоторое время колебался, бормоча, что так им будет не очень удобно заводить второго ребенка. Цунади едва сдержалась, чтобы не стукнуть его. Неделя пролетела на одном дыхании, и вскоре ей снова пришлось идти в госпиталь. Ночью Цунади почувствовала знакомые неприятные ощущения. То, что это были родовые схватки, она поняла далеко не сразу и только утром тихо сказала, «Джирайя, кажется, я рожаю». В больничных коридорах было прохладно немноголюдно. Цунади ждала своей очереди, сидя на неудобной скамейке. «Ты в порядке?» спросил Джирайя, видя как Цунади ерзает. Подобные вопросы мне уже мозоли на ушах натерли. В полном. Просто кажется, у меня снова начинается. Живот будто окаменел, и ей стало труднее дышать. Чтобы как-то прогнать это ощущение, Цунади поднялась со скамьи. Прохаживаясь по коридору, она почувствовала облегчение. «Все хорошо, прошло», выдохнула она. Из кабинета вышла молоденькая девушка, и Цунади зашла следующей. Сначала Иренин заполнял какие-то бумаги, спрашивал Цунади о состоянии, а потом все повторилось. Осмотрев ее, доктор спросил, и долго уже? «С ночи. Вас кто-нибудь ждет в коридоре?» «Да, мой муж», Цунади запнулась, ведь фактически они еще не были женаты. «Хорошо, я передам ему, чтобы он взял ваши вещи, а вам бы в палату. Не волнуйтесь, все очень хорошо. Совсем скоро вы станете мамой. Я позову медсестру, она проводит вас и объяснит, что нужно делать». Шизу не помогал Джирая собирать вещи. «Давай-ка поторопимся». Попросил он, переминаясь с ноги на ногу. «Это ни к чему, Джирая сама. У нас еще есть время». Только в больнице, ожидая, когда все закончится, он осознал, насколько Кэшизу не было права. Детские вещи и вещи Цунади давно были переданы врачам, но в них пока не было необходимости. Весь день Джирая нервно ходил по коридорам больницы. За сегодня он, казалось, посидел больше, чем за всю свою жизнь. И вот, наконец, вечером ему передали, что у него мальчик. 2 килограмма 980 грамм 50 сантиметров. Это был самый счастливый момент в жизни Джирая, ведь только что у него родился сын. После трехдневного пребывания в больнице Цунади была рада вернуться домой, где все уже было готово к их приезду. Детские игрушки и мебель казались такими большими по сравнению с Мичеру, что Цунади каждый раз, глядя на него, ощущала невероятный прилив нежности и желание защитить крошку любой ценой. В поведении Джирая читались те же мотивы, несмотря в обществе Мичеру был почти точной копией отца Тоджавала лица, разрез глаз и форма носа, и это только усиливало любовь Цунади к Джирая. Первые недели она была настолько переполнена любовью к Мичеру Джирая, к самой жизни, что и думать забыла о том, что когда-то давно, наверное, в другой жизни еще имело для нее значение. Поэтому когда Кокоши появился на пороге ей дома, она была, мягко говоря, удивлена. Поздравляю с рождением сына, Цунади сама, улыбаясь, сказал он. Спасибо, зайдешь? Нет, я всего на пару минут. Я только хотел уточнить, мне продолжать выполнять обязанности вашего заместителя или вы сами займетесь делами деревни? Просто, если первое, то нужно составить новый приказ. Тот, первый, скоро утратит свою силу, ведь вы уже родили ребенка. Цунади долго молчала, пытаясь понять смысл сказанного. Что ты сказал про делу деревня? Пусть ими занимается Хакаги. Какаши весело улыбнулся, это значит, моя помощь вам больше не нужна? Нет-нет, погоде. Неужели ты хочешь сказать, что по итогам референдума, я по-прежнему остаюсь Хакаги? Именно так. Вы так проникновенно говорили о традициях, что простые люди не решились нарушить их, а многие шинаби прекрасно осведомлены о методах Данзо. Конечно, временами без них не обойтись, но они не могут лежать в основе политики нашей деревни. Были те, кто ратовал за Данзо, но, к счастью, таких немного. Так что насчет приказа продлевать будете? Какаши улыбнулся одними глазами. Вместо эпилога красивый закат, сказала Шезуне, глядя на небо. Да, Кноха сама по себе красива. В любое время Цунади улыбнулась. Они стояли на балконе, наслаждаясь прохладой и свежестью этого вечера. Это был один из тех немногих моментов, когда Цунади была свободна. После рождения ребенка, ей дни были полностью посвящены вечеру, а когда он спал, Цунади убирала, готовила, стирала. Редко оставалось время на отдых. Цунади с нетерпением ждала, когда малыш подрастет, чтобы переложить часть родительских обязанностей над жираю. Я слышала, вы перенесли бракосочетание на зиму. Пришлось. Подождем, пока вечера станет немного самостоятельнее. Шизуни тихо рассмеялась, и Цунади строго на нее посмотрела. Тише, разбудишь. Что я сказала смешного? Ничего, просто в последнее время вы только о сыне говорите. О чем думаю, о том и говорю, хмыкнула Цунади. Теперь я редко тебя вижу, может, нашла себе кого-нибудь? Нет, Шизуни покачала головой, отводя взгляд. Вы всех редко видите, кроме Джирайя. По-другому не получается. Да. Цунади стало прохладно. Дело даже не в погоде, а в том, насколько изменились ей отношения с окружающими. Насколько изменились их отношения с Шизуни. Чем вы теперь будете заниматься? Простить ребенка, конечно, засмеялась Цунади. А ты, Шизуни? Может, тебе и правда стоит найти кого-нибудь? Не нужно никого искать. Почему? У меня уже есть человек, которого я люблю. Шизуни посмотрела на Цунади из-под полуопущенных ресниц. На ей щеках заиграл румянец. Это светлое чувство. Береги его. Обязательно, Шизуни грустно улыбнулась, отворачиваясь. Красивый закат. Да. Конец.